фоги попросил прикольненько а да да давайте сейчас михаил к нам присоединится до запись идет на youtube мы перекинули в несколько мы ну короче здрасте еще раз друзья михаил обрезан наполовинку михаил лисецкий полностью нет ну рассказывайте как 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 дела как дела на острове русском так вот был ли ты михаил на острове нет еще не то что все представить это монстров мост на который можно видеть вот если пройдем с камерой мы же хотим интерактив сделать аудитории день перед финальчиком как ты как-то просто с вебочкой там вот как-то так вот у нас нет ноги не шнуров нету да значит придется вид на основу в общем друзья опоры моста русский 324 метра я как мне как щелкнула ровно такая же высота у эйфли в башню то есть высота двух опор какой когда эйфли в башню смотрится это еще более гигантически потому что это все еще и как бы на все по ровному опоре опоре море да получается совсем красиво и вообще там хорошо там университет там всяческие укрепления которые еще ставились к русско-японской войне и именно потому что там были никто и даже не стал штурмовать запустение да хорошо слишком укрепились мы все время громче говоря фортифайт поставили такой мощный до шипы во все стороны в общем все как надо что еще интересного владивостоке вы успели посмотреть но у нас позавчера была статья на же экскурсия да и опять-таки не присоединился михаич чем ты занимался все это время настраивали вот как раз вот это вот это вот до настраивали а мы походили мы были настоящий подводной лодки то есть прям внутри прям прошли да там можно было прямо люки преодолевать дальше какая-то крутых фильмах про подводников это хватается за вверх люка и так ногами вперед чиху ну когда пробегать на быстрее быстрее вот мы тоже так же делали даже лишь так делал вот так что он прошел его было непросто но он смог в общем там мы видели памятник нефтуну мы слышали как стреляет пушка ровно 10 часов это все для сверки часов корабельных это еще традиции много много лет вот а вообще у нас завершился трех с неделю назад мы пытаемся вытряхнуть вытряхнуть все впечатления из себя побыстрее чтобы перейти на новый цикл и вновь и вновь все состоится в дров вновь будет стенд гейма и на этот раз хавк приедет все таки на стримфест и будет все хорошо правильно наверное да надо верить в лучшее до поживем и увидим поживем и видим надеюсь не будет никого ковид при вот этого всего дополнительного сложного ограничивающего нас пройдем праздник на полный стопроцент вот а пока ищем что называется точки соперосновения с комьюнити владивосток как ты ищешь я общаюсь ртом вот и что нибудь уже нашел слушай меня вообще возникла идея скажи мне кажется на хорошие всякие миров марафоны в том числе игровые так вместе с владивостоком идея простая в чем проблема всяких круглосуточных марафонов люди устают до тебя владивосток на 7 часов плюс берет эстафету первым отдает тебе то вы друг с дружкой очень хорошо работаете у вас такой сплошной световой день все это очень позитивненько прям такой длинный длинный марафон делать тематику марафон но это ты подскажешь тем более фоги готов фоги это отлично почему он готов вопрос непонятно да к чему потому что но мы видим фоги он потому как он играл на галде фоги не готов мой прости на дримхаке да не нового на дримхаке он все равно выглядел на мой взгляд готовым потому что потому что 23 в конце концов в конце концов да но выражение лица у него очень странная на самом деле у фогича улиц сфера правда тоже не лучше но совсем проснулся лиц да у него то сейчас все нормально со временем ну знаешь с утра какой-то был совсем скрючены не одевает зевает все таки никто не проснулся никто не проснулся сегодня есть 24 безотказный человек да написано есть 24 передайте микрофон 2 работаем два микрофона так сказать стереорежим да спасибо михаил он так михаил нас занимается соответственно переключением сцен и настройка всего обновлением сетки и в общем всем-всем-всем-всем он работает сегодня за кадром а сейчас был кстати плохой звук простите меня за за это 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 я выключил микрофон этого делать не надо было просто сделать му т му т больше не буду но хорошая новость том что прекратились дропа я надеюсь что их больше не будет и и что и что и и и что делать да михаил я слушаю вас отлично а что ли ссори сделать ладики как его туда заманили без понятия да что ж такое почему постоянно блин что ж такое там там реально периодически включается простите пожалуйста это второй микрофон у нас не должно быть больше проблем все 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 извинить извинить минус сухи да 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 я увидел я только увидел насколько вам плохо потому что увидел этот максимум по звуку в определенный момент да это все издержки производства простите пожалуйста мы привезли сюда три камеры там две выбочки одну зеркалочку звуковую карту два микрофона один из них радио микрофон вот видите вот здесь вот один вот здесь вот второй вот и вот этот второй не надо отключать потому что иначе иначе он пищит все выводы сделаны выводов больше нет ждем начала матча гн в игру говорит хавка я не знаю какая игра а это сообщение часовой давности так что ждем мы видим что ты что-то говоришь на уже никогда не услышим говорит да меня пригласили слава богу на основной канал этого турнира вот и я застал маш ну настоящую ясно спиран спасибо карты недоработаны играли на одних теперь на других горит фоге судя говорит играем на этих но это важно ты играешь из дома это важно в общем маш на маш на идет классная так ну где же где же где же фоге попросил паузу но времени уже все есть есть game name слава богу сколько там времени уже у нас у девятого по москве хорошо заходим в игру мы будем смотреть с вами финал верхней сетки фактически это уже игра за топ-1 топ-2 то есть человек который побеждает он гарантированно по занимает либо первое либо второе место то есть это без безусловно абсолютно как вы видите то есть ползеран там понятное дело еще надо надо идти и товарищ который упадет вниз ему надо будет играть за третье место то есть он не факт что займет 3 он будет играть за 3 4 а нет он будет играть за 2 как раз гарантированно занимает либо 2 либо 3 но от победитель верхней сетки это прям сто процентов либо топ-1 либо топ-2 поэтому поэтому матч важный фоге все еще на перерыве игорь из техаса говорит мне сам тот со своего твича прости господи мне ссылку на youtube послал по которая дошел до сюда тот транслировал три преды игры на своем канале это круто да игорь из из техаса привет вроде готов фогич долго не собирались бывает на самом деле для болельщиков которые находятся не во владивостоке это даже плюс потому что чем дольше будет турнир тем больше народу его посмотрит потому что ближе к вечеру будет время в москве а мы может даже закончим под ночь посмотрим хотя не знаю там как пойдет а не но и и и и и и и и О, я сейчас сцены переключал Enter Был не готов, сори А что это с ангар вообще? Что за поле там такое напротив тебя? Так это же типа ледовый дворец Здесь хоккейная штука А показать довольно сложно, потому что... Окей, ну давайте Да, давай Правда, только главное, провод не трогать А все уже, считай, не работает Не-не-не, возвращай назад и уже ничего нет Просто, просто возвращай назад Просто возвращай назад, Михаил Слишком долго будет объяснять, как вернуть так, как было На спуск еще надо Надо нажать на кнопку сверху, да Хоккейная штука КХЛ, что ли? Нет-нет-нет Нет, верни, пожалуйста, назад Он сейчас не работает Сделай, пожалуйста, то, что я говорю Здесь самовидец есть Добро пожаловать в Казахстан! Друзья, мы не покажем вам арену и вообще, может быть, больше ничего не покажем, если… Так, рейди вроде, погнали! Выбирают хосты. Тут есть нюансы, потому что, как вы понимаете, Фоги играет из Беларуси. И сцена, да-да-да, сцена-то понятно все. Да, Люцифер на связи еще, я вижу, по камере нет. Он отошел, видите, пустое место. А вот прибежал. Ать, кто-то опоздал у нас. О, кто у нас такой андет-опоздун? Так. И пишет Г. Отлично. Ну, погнали! Финал верхней сетки, друзья. Первое-второе место. Первое-второе место. Поехал за кофе. Нет, спасибо, Змей. У меня еще старые недопитые, я уже такой на взводе. Ну что, болеем за Фогича. Хочется, конечно, чтобы... Фогич же украинец, что он в Беларуси играет. Так он уже больше года как в Беларуси живет. Он переехал туда довольно давно. Женился, как правильно подсказывает Росбрейн. Росбрейн. Вроде бы... Все. Погнали. Винерах тоже Бо-5. Ну что, на островах эхо у нас могут быть... Вообще, мы видели, как нейтрон на этой карте играет против Люци. Представляем приблизительно, что будет делать Люци. И, скорее всего, что будет делать Фогич. Потому что они не сильно с нейтроном по стратам от стандарта отходят. Поэтому первый Кипер, второй... Второй, скорее всего, Демон Хантер. И постановка Экспанда где-то в районе Т2. И потом контроль карты. Обязательный контроль карты. Знаешь, почему Люцифер... О, Револьвер пишет. Взял ник Михаэль. Осторожная информация провокационная. Ну, когда Револьвер появляется в чате, естественно, надо держать ухо востро. Я не знаю. Ставки делал? Я слышал, что это связано как-то с религией все-таки. Но... Но... Но Револьвер, кажется, у него другая информация. Да не-не-не, он точно знает. Сейчас что-то вскроется. Так, ну что, Фогич прибегает к Киперам. Сразу стартует с Гули. Прикапывает одну, прикапывает вторую. Двумя... Он был в черном списке у всех букмекских контор за то, что нельзя называть. Он взял ник своего брата с чистой иронией, и его стали... Его стали снова создавать. И его стали снова создавать. То есть он что-то знал, да, получается? Откуда ты все это знаешь? Револьвер специалист по разным вещам. И по первой доте, и по ставкам. И по варкрафту, и по старкрафту. Мы начали с того, что убили первую Гули. Это очень хорошо. Разменялись как бы поровну по мане. При этом Фогич еще контролирует ситуацию. Он знает, что противник далеко. И не может его раннюю... А, это не ранняя база. Это у нас второй АОФ. Его ранний криппинг как-то наказать. Два литра колон. Да, 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 да. Было такое. Выбегает сейчас... Выбегает сейчас Гульки. И что, это эксп? Нет, это не эксп. Это может быть, конечно, на эксп, учитывая колита. Но в целом, это в первую очередь. Хотя, может быть, и эксп. Посмотрите. Грейт делает. Ресурсы у него есть на экспант. И он, главное, действует довольно нагло. Он не знает, есть ли там экспант у эльфа или нет. Он сейчас только его проверяет. Но уже как бы... Ой, почти добил. Почти не считается, конечно. Но попытался. Гулька страдает. Виспа не хватает. Тут можно было трех скелетов задиспелить. Диспл трех скелетов. Хороший. Второй уровень получает кипер за счет этого. В это время арчи справляются. Козел крутит, нарезает круги. Ну пошла нычка. Блин, нифига себе такой наглец. Вот это подстройка. У андеда и у эльфа одинаковые экспанты получаются. Ну надо, видимо, сейчас... Да и арчи мне, на самом деле, опасно выходить. Там ДК со второй аурой, и арчи биты. Соответственно, у тебя может... Телепорт? Кто-нибудь объясните, почему он решил не делать персональный стаф, а сделал телепорт? Дистанция была охренеть какая, пока добежали. Какой смысл? А, чтобы быстрее вернуться сюда. Всё! Красава! Респект! Молодец! Вот это тема! Благодаря трате телепорта он отменяет нычку, отменяет шахту, которая за это время добыла бы больше, чем телепорт стоит. Класс! Мисклик... Не-не-не, это обдуманный поступок был. Минус Акалит, минус шахта, минус время добычи. Шикарный мув от Фогича. Просто респект ему за это. Чтоб телепортируется, говорит Фивоби. Такой ты слоупок. Просто слоупочище. Выпадает кольцо регенерации здоровья. Хороший артефакт для ДК, у которого там 200 с лишним здоровья. Кольцо защиты бы ещё не профукать. Вспомнить, что оно есть, и забрать. Козёл не отстаёт. Мало того, что он отменил шахту и убил Акалитов, так ещё и угрожает Некрополю. На третьем уровне вызывает энтов. Домогается Преста, Прест не уйдёт, энтами можно спокойно мейн бить. Фогич вообще молодец. Подконтроливает даже энта, понимаете? Старается... Ой, правда, Прест выхилится, если Фогич не доконтролит. Зря. Не всё успевает, к сожалению. Фоги. Но в целом ситуация хорошая. Что у него Т2 доделывался. Два Древа Мудрости. Димка тоже появился. Стаффин купил. Нейтралов разбудили, но Прест находится достаточно далеко. Поэтому на него никто не идёт. Но и у нас ещё база раньше, чем противника. Хотя закладывали мы их одинаково. Вообще не факт, что андедовская база в принципе достроится. Пытается Люци как-то сейчас... Да, да, кольцо. Кольцо забыл всё-таки взять и подрезал его андед. Сейчас можно прийти и отменить шахту. И будет... Вообще хреновая ситуация у Люци. Экспант он не нахарасил. Свою базу он скорее всего отдаст. Подставляется Лич. Монобёрн. Налича. Прикопка... А, нет. Энты. Энты вызываются. Тут шахту главное отменять. Козлик пытается... Козлик настаффи уходит. Ещё один Бёрн. Димка может не уйти отсюда. Он свою жизнь, видимо, положит на эту базу. Да... Жалко. Ну, откинул Монобёрный, конечно. Но Димка первый отдался. Ещё Арчи жалко. А вот этот заказ очень странный был с шахтой. Представляете, сколько денег сейчас потратил на этих манёврах, Майкл? Вот. И, опять же, сравните. Мы берём... Мы принимаем за точку отчёта постановку экспанда. И Андетта и Эльф стартовали одинаково. Ну, по времени Андетта даже быстрее делается. И сейчас мы видим, что у Эльфы база работает уже почти минуту. А у Андетта для того, чтобы она начала работать, даже если она сортанивает только сейчас, надо потратить ещё где-то полторы минуты. Ну, плюс Маколитов и прочее. То есть, уже преимущество у Фогичи минимум на две с лишним тысячи по золотам. Благодаря тому, что он вот так много-много раз отменил шахту. А преимущество в золоте, конечно же, тебе выливается в преимущество по лимиту, которого пока что нет, но постепенно будет. Будет. Потому что мы достроим виспов, мы начнём штамповать дриадок, всё будет хорошо. Снова забегает энтами, пытается отменить. Пока нет дестройеров, крайне сложно контрить всё это дело. Он вместе с гулями отбивается. Дима возвращается, у него тоже есть став. Козлика надо, а Козлик умереть может. Надо спровоцировать был на койл. Оооо. Я думал, он его на стафию берёт, чтобы даже не тратить жизни. Пытается снова Фоги ворваться для того, чтобы отменить шахту. Хороший монобёрн. Как раз у Лича не было достаточного количества маны для того, чтобы... сделать новую в димку. Вот сможет ли отменить ещё разок шахту или нет, учитывая дестройера. Да, шахта вновь отменяется. Капец. Так выигрывает, конечно, Фоги по ресурсам. Да, он отдаёт точечно юнитов. Но по сравнению с тем экономическим бонусом, который он получает за счёт того, что база у Андэда до сих пор не работает, потери там дриадки или там пары арчей или там какого-то количества энтов, это не критично. Да, он отстаёт по экспе, как вы видите. Но... В целом всё ок. Понимает, что впереди сможет отбиться если что, поэтому делает грейд на Т3. Добивает в лучших традициях Фогич деревом самого жирного бамбра на точке. Возможно, из-за того, что был не там и контролил козла, и в результате... Эээ... 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 Есть. Слава тебе, господи, я волноваться хоть перестану. У нас там шнур накрывается. Спасибо. Фух. Вот, и... Сейчас только лишь от Фоги зависит то, когда... Ну, не то чтобы эта игра закончится, но... Как она будет развиваться дальше. Потому что... У него сейчас экономическое преимущество. Скоро он догонит человека по технологиям за счёт Т3. Эээ... Ну, у него преимущество по лимиту, естественно. Которое пока что не серьёзное, но будет увеличиваться дальше. Так что... Я думаю, всё в руках Фогича. И он, скорее всего, попытается... Эээ... На старте Т3... Ну, точнее, на... После Т3 сразу же. Андеда задушить. То есть, выйти из лимита с первыми медведями, опять же, Арба, вот это вот всё. И Мунвелл, он как раз готовит под это дело. Попробует организовать атаку на базу. Вот. У Андеда достраивается нычка, и сейчас мы сделаем то, чего обычно не делают апсы. А как бы надо это делать. То есть, мы... Вот всё... Всё то, что происходило в игре, свелось к разнице в золоте. Тыща... Двенадцать тысяч пятьсот против... Девять семьсот. То есть, разница почти в три косаря. В две... В семьсот. В две тысячи семьсот голды. Разница колоссальная. Если вы вот эти вот почти три косаря переведёте в лимит, это будет плюс двадцать пять, плюс тридцать лимита. Вот и всё. И это то самое преимущество, которое Фоги за счёт отмены базы получил для успешной атаки на Андедовский экспанд. То есть, сейчас... Хотя я не вижу... А, да, вот-вот-вот. Фоги сидит в лимите пятьдесят, вот у него косарик на руках, вот у него пятьдесят лимита. Майкл, не знаю зачем, вот честно не знаю зачем, он выходит раньше времени, сильно раньше времени из лимита. То есть, он мог точно как защищающийся пытаться халявить ещё, по крайней мере, две минуты сидеть на лимите пятьдесят. Вот у Фоги три стафа. Что? Что? Что три стафа? Я думал, мне показалось, это реально два героя, три стафа. Это... это как? Притом, что он не будет делать третьего героя, понимаете? И стафы, как и любые другие предметы, они в инвентаре имеют общий КД. Общий КД. Вдруг один в КД будет? Не-не-не, так не работает. То есть, у вас инвулы, бутылки, стафы, персональные и другие. Они все с общим КД. Талисман жизненности... А, это тот, который не трон забыл купить, понял. Всё, нормально. Ё-п-р-с-а-т. Две арбы-то, это понятно, что две арбы, две арбы. Но только передать нужно. Что происходит? Ладно, один стаф он вроде скинул. Ну, передай... Две арбы у козла. Да передай этой... Ай, ты господи. Ну, что... Передай арбу... Ай... Передай эти... Чё, он не разобрался с артефактами? Он побежал с кипером с двумя арбами в бой. Фоги ещё не проснулся? Да не знаю. Блин, сейчас без второй арбы он теряет много урона. Ой, какая иллюзия хреновая. Гиппогрифы идут вперёд. Блин. Ай-яй-яй. Ой, сейчас... Фоги может... Может на таких моментах залить. Ой, может. Ой, не надо. Причём Фоги должен идти в атаку. Ну, там дестройеры с маной. Ему нужно дождаться, когда дестройеров отпустят. Когда у них мана с орбов улетит. Блин, просто как это? Как это? Он всё ещё с двумя арбами. Ну, прекращай иллюзии. Потрать, ну, потрать иллюзии. Дай арбу. Дай арбу. Козёл, делись. И он не делится. Блин, как? Фогич, ты чего? Просто арба, это не только там 5 урона. Это ещё... Ну, это плюс 50 дамага просто по одной цели. Да отдай арбу, ты! Они так не стакиваются. То есть, он добавит, конечно, плюс 5 к урону, как обычная арба. Но яд не будет работать по двум разным юнитам или по одному двойной. Да ну нафиг. Козёл токсик. Да, козёл не делится арбой. Хороший монобёрн. Лич оказался на отшибе. Гиппогрифы влетают. В козла сразу... О, хорошие сеточки. Минус дестройер 1. Медведи работают по земле. Хорошие бёрны. Молодец. Фогич работает очень хорошо. Люци потерялся немножечко. Минус финт. Ещё один бёрн. Прекрасный. Гиппогрифы вспоминай, алё! Инул на личе. Ещё один бёрн шикарный. Вот на этот раз Фоги делает монобёрны просто шикарно. Подрезал двух финдов. Прикапывает новых. 65 лимита у Люци против 74. У нас лёгкий плюс. И мы давим противника. Давим-давим. И можно дальше идти. Ну, передай... А, передал арбу. Всё. Освободил, видимо, место. И уже... Уже получше стало. Медведи подставляются. Став хороший. Ману выпил ДК. Тут же получил Койл. Ещё бы Став. Медведи молодец. Контроль – это хорошо. Но нечем нам убивать пока что дестройеров. Не знаю, как совладать с ними. Медведи улетают от дестройок. Хотя вот два гиппогрифа поклёвывают. Даже будучи в сетке. Дестройеров. Ещё минус один дестройер. 76 на 58. Разница по лимиту увеличивается. Монобёрн отлично. 63. Подставляется ДК. Финт какой-то непонятный прибежал. Ох, и расконтролил. Видели дрядки специально на этого финда? И минус второй финт. И можно вообще леча попробовать фокуснуть. Прикопка хорошая. Диспл. Козёл подставляется Риджуф, а там в КД диспл. Как бы ДК отсюда не пришлось улетать на телепорте. Ещё один Ириджуф. Дима, как обычно, с задрядами. Они ему мешают сильно. Прикопка на леча. Рык. Передача ТП. Вынуждены люди телепортироваться. Телепортируются на экспанд. Сюда должен возвращаться, собственно, Фогич. Да, тут есть магазин, но герои НДДовски очень битые. 60 лимита на 80. У Фоги, естественно, колоссальное преимущество. По грейдам у него, кстати, тоже 2-2 на 1 грейд на атаку всего лишь. На развороте ДК можно убить. Ай, маны нет на прикопку. Но всё равно ДК очень сильно подставился. Это была ошибка. Люса теряет ДК. Да, вслед за ДК начинают сыпаться все ГГ. 1-0. Хорошо, хорошо. Фоги выглядят спокойным. Как будто ничего не произошло вообще. Да, ровненькая игра, на самом деле. Такая... Не волнуешься за него. Абсолютно не волнуешься. Хорошее начало для Фогича. Бо-3? Нет, Бо-5. Тут весь турнир Бо-5, друзья. Сейчас мы посмотрим с вами на сеточку. Сеточка красивая. Спасибо Аспиранту за оформление. Спасибо Михаилу за обновление. Если вы пропустили, а матчи сегодня начались с раннего утра по московскому времени. Ну, потому что Владивосток. Финал проходит именно здесь. То обязательно посмотрите первые матчи. Две серии уже прошло. И в данный момент мы смотрим финал верхней сетки, где Фогич играет против одного из самых опытных корейских андедов. Наверное, если брать... Ну, в данный момент это самый опытный корейский андед. Потому что всякие альтернативные товарищи, олдскульные, типа Сусирии, Фовов, кто там еще... Ну, Space еще был такой корейский андед замечательный. Они все уже не играют по тем или иным причинам. А Люци, он же Майкл, хоть и после перерыва, хоть и после армии, после инактива, он и с колоссальным опытом, и очень актуальный игрок. Вот. Нет, камеру не надо. Наверное, я бы посмотрел на Люци или на Фогича. Сейчас посмотрю только в игру и быстренько зайду. И тогда можно будет рулить. Ты видел, как ремайн здорово вернулся? Да, в ремайн вернулся отлично. Люци отошел, а Фоги сидит, скучает. Ну, он отлично отыграл. В этом матче у меня не было никаких вообще переживаний особо по поводу игры эльфа. То есть он там героинф не отдавал. Он постоянно держал все под контролем. Он делал разведку. Он отменял многократно этот экспант. Он получил хорошее преимущество. Он грамотно спланировал всю свою атаку. А планирование включает в себя и т3, и закупку. И загадя он делал грейды. То есть он все сделал так, чтобы прийти на 80 лимита с 2-2. Правда, зачем-то Люци к нему пришел. На мой взгляд, это была ошибка. То есть Люци в этой ситуации должен был играть в роли защищающегося. Потому что единственное его преимущество заключалось в том, что его экспант содержал больше золота. Если бы на месте Люци был тот же самый хэппи, он скорее всего не довел бы ситуацию до такого уровня. И во-вторых, он бы скорее всего не лез, если бы точно не был уверен, что расконтролен. Потому что это Фоги должен был идти в атаку. Это у него было меньше времени. Потому что он высосал золота больше, чем противника. Это он планировал тайминговую атаку. Ну что, давайте посмотрим, что у нас там по счету, чтобы правильно его выставить. Сегодня, как вы видите, у нас продвинутый, так скажем, продакшн. Есть камеры игроков. Есть красивая сеточка. Есть пара микрофонов. Пачка камер. Класс. Это все мы вчера вечерком настраивали. Ну и да, сегодня единственный и финальный день. Сегодня мы от и до посмотрим все матчи и узнаем... Опа, ранняя гулька, я чуть не... Ну, на самом деле, у Фогича очень хороший барак. То есть он поставлен не мега агрессивно. Он поставлен немножко на отшибе. И такой барак сложнее отменить. Потому что дольше бегают нейтралы. Их можно доагрить потихонечку. Где вспомогательные комментаторы? Они периодически приходят. Вот, но... Ой, минус гулю сделали. О-о-о-о, а Люци-то не доконтролил. Все. Гуля заставляет тебя тратить дополнительные ресурсы на некрополь. Потому что ты не можешь поставить второй зигурат из-за того, что у тебя банально леса нет. Потому что ты первую гуля отправила в агрессию. При этом это гуля не вернется. И... И эльф барак не отменил. Просто прекрасно. Я не стал бы, конечно, торопиться и писать 2-0, как Станислав 46. Но начало очень классное. Фоги спокойно выкапывается, понимает, насколько он сейчас впереди. Арчат, триггерет. Ай, поздно, поздно, поздно. Ушла она с этой точки. Надо было сразу после выстрела не дожидаться, когда стрела долетит. Чтобы и Архмаг тоже подошел поближе. Видите, не достает он Лайтнинг Шелдом даже по двум юнитам. Поэтому придется сейчас больше времени потратить, чем обычно на этот криппинг. Плюс выпадает колечко. И Книга Силы, которую решил, видимо, не тратить времени и возвращаться, для того, чтобы успеть, возможно, там покидать койлы в кого-то. Не уверен. Армию игрока атакуют. Идите. Так, вообще скажите. За... Неммм... Угу. Дико смотрятся два некрополя. Тоня-гирика siglo 3 отбокется с детства. Козлу еще далековато до третьего Арча там с остатками янтов пыталась Мурлоков убить А, стоп Что-то я зевнул здесь Оказывается, барак Хантрески Один барак Хантрески А, прочитано Кажется, увидели два склепа Мы готовимся сейчас к отражению Олына от Люци Он решил Ну, с Хантресками отлично можно отбиваться от Олына Не знаю, как можно Во-первых, ты не делаешь грит на Т2 Во-вторых, у тебя коты У тебя свободная трата виспов Главное, вот так не подставляться Хорошие диспеллы делать Очень хорошо может отбиться здесь Фогич Как же он прочитал это все, а Я пропустил его И смотрите, он настолько уверен, что сразу Несмотря на два склепа, он тыкает Т2 То есть он понял, что отобьется в любом случае Красава Все четко делает Очень четко делает У Люци Варианты вообще тают на глазах То есть он проигрывает по Ну, по всему проигрывает Он проигрывает по румню героев Он проигрывает по набору войск Он проигрывает по теку По лимиту проигрывает дико Динает, старается, правда Но Не факт, что добил ДК Мне показалось, что не успела немножко это сделать И кипер уже третий Офигеть Очень уверенная игра от Фогич Сейчас благодаря хантрескам Ночь плюс кипер Можно продолжать охоту За андедом бедным Мобильность у тебя Великолепная Вижен отличный Урон тоже весьма неплохой Благодаря котам Да Задинайл, кстати Люци не сдается Реально добиваю Там две гули из трех добил Еще дерзит Пытается окружить И Фоги ставит вазу Не, играет вообще прекрасно Просто прекрасно играет Такая разведка Такие решения правильные Даже Андетт вроде как Ну, старается что-то сделать там Но Но он отстает по всем фронтам Т2 быстрее, экспанды нет Тут уже переход варчей идет Плавненький Потому что тебе КТ особо не нужны На Т2 Ну и там скорее всего С двух склепов Идет продолжение в гарк Это логично То есть если вы Улынете Или там поджимаете Эльфа с двух склепов Тимулион видел Что Кладбище достраивается То есть логично вам После этого играть В соло декун Какое-то время И фаст гарк Для того, чтобы Быстро выйти в харас Но Фоги и к этому готов У него пандарийский Масса арчей Он делит свою армию Абсолютно спокойно Панда крепится И при этом При этом еще Козлик с котами Не дает крепиться Андеду Квинк, да Так и есть Большая бутылка маны падает И на Т2 Можно делать все Что угодно Первое, что делает Фогичит И правильно Это грейд На длины луки Да, то есть Вполне ожидаемые гарги Фоги просто готов Еще бы протекторы Воткнуть Вот это было бы Прям Хорошо Например, на экспанде Чтобы не надо было Постоянно арчей держать И все Он поджимает ДК ДК там прячется Бедолага Сейчас, скорее всего Будет свет какой-нибудь И ДК отсюда уже не уйдет А где свет-то? Ну А, там прикопки нет Извините, извините Если бы мана была На прикопку То вот Конечно бы Фогич побежал бы Хотя он и так побежал Побежал бы быстрее Так можно было ДК убить еще Ну, полный контроль Полный Он делает все, что хочет Панда возвращается Почти третья Там второго героя Даже нет у Андеда А нет, вышел только что Лич Но все равно разница Первый и третий герой Представляете Гарги прилетели Тут база уже достраивается Даже шахта прикапывается То есть Ты при всем желании Особо захарасить Не сможешь Это дело Ну, убьешь ты одного Виспа Окей Дальше придется О, успел Задиспейли даже На последнем выстреле Все порядки Приемлемое Количество Арча умирает Гульки Перебежали Но панда третья Панда третья Это колоссальная Проблема Для Для гулей Они даже боятся Подойти С таким количеством Здоровья ДК Правда Получает Третий уровень Арчи возвращаются С первыми дрядами Я думаю Просто фогич Отобьется Все Протектор В интересном месте Возможно Не доделается Потому что Строится он минуту Арчи там Умирают Но Ай-яй-яй-яй Протектор Не подчинит Подчинит Протектор Не доконтраливает Фогич не видит Протектор ГГ все равно пишет Люция И это Изи 2.0 Просто Изи Это Даже не вспотел Понимаете Ну это Аспиранту Надо Говорить Да Я понимаю Напиши пожалуйста Аспиранту Что Ютуба нет Угу 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 Лиза Пошел тренеру Звонить А что тут Спросишь У тренера Тут По стратегиям Все ок Просто Гульку отдает На На старте Там Сейфовый барак Ты рискнул И еще Гулю при этом Отдал Все Потом Два барака Тоже рискуешь А там Хантер Скол И хантер Эски С протектором Даже без протектора Просто хантер Эски В Т1 То есть Ты Предпринимаешь Две довольно Аркадные попытки И при этом Ну там Тебя полностью Контрят Просто полностью Ты Ну а дальше Там такое Колоссальное Преимущество Что козел Берет на себя Всего Андеда Александр Кот Привет Так Давайте В игру 2-0 Финал Верхней сетки Довольно Уверенно Работает Фогич Практика У него Против Андедов Отличная Погнали Не-не-не После следующей Не-не-не Бывает Бывает Аспиранты надо Написать Присориусы Есть Унифанды Есть Там Да 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 Потому что Странно Что аспирант Не мониторит Трансляцию Может заснул Да Запись стрима Конечно Останется Я перезалью Это все дело Естественно Потому что На трансляции И на первой части И на второй Немножко было Дропов Вот И Ну и поехали Уже восстановилась Трансляция Кстати я слышу За Фогича Как вы видите Абсолютно не страшно Что первая игра Полный контроль И навязывание Своей игры Отмена Постоянной экспанда Во второй игре Преимущество Он получил Еще Раньше За счет Этой гули И И решением Так скажем Люцы Безразведочным Ну Просто два склепа Бахать против эльфа Который играет В Т1 И Хантерс Холл Это плохая идея То есть По сути Люца сам виноват Как бы Армию игрока Атакуют Интересный Крипрут Обратите внимание Выбил просто Артефакт Козел И сразу Побежал на противника Люца Пытается Ну не то чтобы На халяву Но очень агрессивно Поставить эксп Козел уже здесь Висп уже здесь Диспл кривоват Но отменяется Зигурат раз Козел начинает мешать ДК подставляется Очень Очень опасный момент ДК битый Нейтралы Все еще живые Козла не подставляй Аккуратненько 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 Чтоб задиспелить скелетов Отлично И Почти минус Вся земля Начало Аховое Для Люца Прекрасная разведка Прекрасное решение Опять же От Фогича У нас лучший герой Просто С самого старта Получает такое Колоссальное преимущество Фогич Что можно делать Все что угодно Хочешь Он делает Хантерс Холл Кстати Как будто Думает Что Андетт До конца Будет играть В В Т1 И ставить базу Но Как мы видим Это другая ситуация Хотя На самом деле После такого Старта Если ты играешь В Хантерс Холл Можно даже Воткнуть Там не знаю Второй барак И пойти В какую-то агрессию Потому что Андетт А может он специально это сделал У него арча же есть Что у него один барак нет Да у него один барак Он не будет алынить Он не будет алынить Ну я про то что там с протекторами как-то застроить Вдруг Снова ловит на криппинге Докажа второй получит Ну минус гулька раз Минус гулька два Третья тоже еле живая Минус гулька три Очень хороший контроль у Фогича Прям загляденье Но когда Нейтрон играл с Солюци Вы помните насколько близко все было А здесь прям в одни ворота Все идет к 3-0 просто Без особых шансов И это не какие-то там Какие-то аркады Это просто что Каждая игра с колоссальным преимуществом Не знаю как третья закончится Но пока все идет К уверенному 3-0 Привет Тарир Всем добрый день друзья Разница видимо высокая Между Хэппи и Люци Вот и все А учитывая сколько Фогина играл против Хапача Чувствуется что Все у него отлично Армию игрока атакуют Очередная попытка закрепить Экспанд И поставить его Фоги тоже параллельно выращивает Своего дерева Но у Фоги честь ультразрения Он приходит довольно рано Отменяет Зигурат Пытается еще подрезать гуль Но там есть Койл И подставляется Немножко козлик Диспл хороший Правда задел своего Но ничего страшного ДК пустой Это минус гуля Это минус экспанд Очередное доминирование Просто в нули Ну 3-0 Просто в 3-0 Понимаете Вообще Совсем другая игра Мы видели Люци Нейтрона Мы видим Мы посмотрели как Фоги Люци сыграл Это Даже повода не дал Где-то попереживать Абсолютно другой уровень И Фоги У нас выходит в суперфинал Вполне заслуженно Если я правильно помню Фоги был первым человеком Который отобрался в квалификации Возможно Возможно первым Сейчас будет Нейтрон с Хавком Да-да-да Смотрим на сеточку друзья Сейчас мы переносимся В нижнюю часть сетки Где Нейтроша проигравший К сожалению Люци Вынужден будет сейчас Сражаться с Хавком За Ну за право выйти В финал нижней сетки И дальше играть за топ-3 Интервью с Люцией Фоги не будет Я не знаю как технически это сделать Мы не тестили К сожалению Потому что Надо Наверное в дискорде Созваниваться с товарищами Но я думаю Что лучше сделать После То есть После После вылета Созвониться отдельно в дискорде И пообщаться с товарищем Сейчас бы я не стал этого делать Да Почему нет А Майкл Люци как раз падает В В нижнюю сеточку Будет играть с победителем Следующей пары Немножко грустно смотреть За тем Как кто-то из наших Другого выбьет Увы Не Зачем Все нормально Работает Работает Почему нет Аааа Окей Да Так интересно Следующий матч у нас У Танюшки У Танюшки ее было Будет Кстати хорошая идея Танюшку надо будет Тоже притащить сюда Продолжение следует Продолжение следует Итак Танюшка отказалась От интервью Говорит Не сейчас Я не хочу Малю Короче Все Не будет у нас интервью С Танюшкой В ближайшее время По крайней мере Фоги врывается в чат И говорит Кто самый дикий эльф На южном западе На южном западе Поприветствуем Фогича Друзья В гудгеймовском чатике Да и Фогич выключил камеру Но Сейчас можно посмотреть На На Хавка Которая заряжается Энергитосами Которая там что-то себе Говорит под нос Да Силен красив Могуч Очень четкая игра Конечно От Фогича Прям Какая Все таки отличается от игры Что-то местом И заканчивает свое выступление На турнире Флан не говорит Лол Хавк допинг Принял Меры будут У нас не запрещен допинг Что-то А он кушает Лапшу что-ли Хавк что-то кушает Неравин привет Так нам присоединяется Русбрейн Здравствуй Привет Ну расскажи Да Ты очень тихо говоришь Кстати Нормально Он на желтую Ну Громче надо говорить Тогда будет Видишь Давай Ну рассказывай Готов Как тебе Владивосток Ты первый раз здесь Нет Я тут Больше чем первый раз Мне понравилось Что за место проведения А представься пожалуйста Это ледовая Кирилл Русбрейн Вот Это ледовая арена Ее недавно запилили Может быть Наверное с год назад А комп клуб Его достроили Наверное Месяц Месяц Может быть Ну полтора назад Короче Ребята со мной созвонились Подложили провести Тут Как-то так Поэтому адрес Поменялся Ну расскажи О турнире Что Почему Ла Лайт Не приехал Ла Лайт Не приехал Почему Фоги Не приехал Ла Лайт Оказался В пользу В пользу Дримхак Микрофон Тебя включен Я не знаю Включен Просто он Не в микрофон Говорит И все Как надо В микрофон Говорит Мне у вас есть Что Да Микрофон Ложим Вплотную У тебя Вот так Я уши Да Я понимаю Да Все Так Проверка 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 Миша Нахерачил Вот сейчас Минус уши Будет у людей Короче А да Ла Лайт Не приехал Он оказался Вот РЦГ В пользу В пользу Дримхака То есть он там До последнего На самом деле Тянул Примерно Числа До 8 Выйдет он Из группы Или не выйдет Но если выйдет То у него Было наложение Расписания И он сказал Ну я буду На Дримхак Играть Ну ладно Будешь Так будешь И мы взяли Хавка Потому что он Дважды топ 2 Брал На русских Квали Ну вот Купили мы Билеты экстренные Он прилетел А че Фогенец Мог приехать А его не пустили Сказали то что Украинцу Не хрен делать По России Досадно конечно Да Поэтому не пустали Ну да А в игру У беларуса Было бы больше шансов Ковидная тема То есть не из-за того Что у него Украинский паспорт А там В смесь всего Ооо У нас Впервые На Лане Будет матч По Лану Ооо А какой пинг Какой пинг 10-30 Ну все равно Как бы тут До сервака До ближайшего Но смысл в том Что Через сервак А почему Не создать Через Лан Вообще Ну Не знаю Но видимо Их устраивает Такой Ну ладно Хорошо Да Все Если привыкли То нормально Фоги Фоги спрашивает Почему он выиграл Интервью у Росбрейна Вот это кстати вопрос Вот это вопрос Фогич хороший вопрос Мы Ну ты же еще не до конца выиграл А Росбрейн уже все Да Я уже отыграл Почему 30 пинг Тот же вопрос От мистер Лайт Надо обязательно пообщаться С дистанционными Нашими участниками 67 Ой 300 уже Не подскажешь Сейчас в СНГ есть Вообще молодняк Есть Есть Джонни Кейдж Есть Дайс Джонни Кейджи 23 Дайсу 21 Кажется Да То есть еще есть чуваки Которые ну де-факто студенты Или только что закончили Это приятно В первом БВ Самым молодым пацанам Сейчас лет 26 Наверное уже Уже в принципе Постричь ее Так Ну что У нас начинается Судя по всему Матч В нижней части сетки Это матч на вылет Товарищ Который проигрывает Это сразу У нас Едет до моего места Без кубка Без кубка Да А топ 3 Это гарантированно Мало того Что все получают призы На самом деле Первые 4 места Все То есть попадание На финал Равно Денежным призам А вот кубков Обычно Четырех не делают Там чувак Интересуется Что по такой логике Чаймика брал Два раза Второе место Слушай братан Ну Сейчас мы тебе тут Сделаем полную аналитику Нет Так не работает Тебе придется поверить Той информации Которая у тебя есть И другой Ты не сможешь получить Да Ну что Погнали Давай Приступаем К комментированию У нас Счет 0-0 Я не знаю Будут вырываться У меня Всякие моменты Боления За 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 Эльфа Вы уж Простите Тем более Что у Нейтрона Скорее всего Шансов На победу Будет Будет А меньше Ничего Не надо Просто Оставь Мута Мута Раз И все Главное Красную кнопку Не нажимать Что минус Уши будут Вот Отдельный привет Всем товарищам Которые приехали На место Проведения Местных Потому что Я зашел Там посмотрел Человек 20 Уже В клубе Сидит Варик Варик На самом деле Намного более Популярен Всегда был Во Владике Чем Первый Старик Именно за счет Нейтрона Где-то Года С 2004 2005 Когда он Там Активно Шпилил Особенно В пятом Когда он Взял Соответственно Владил Стоп Квоту Потом Русскую Стоп 2 И Топ 16 Когда вышел Топ 16 Я не помню Или Топ 32 Я не помню Там Варик Были Сетки По 100 Человек Тогда еще В Варкрафте Было Очень много Народов Могло быть Топ 32 Могло быть Топ 16 Ну Короче Хорошо Очень Выступил После Этого Даже Многие Старкрафтеры Владивостокские Перешли На ВК 3 Поэтому До сих Пор Кто-то Остался Подумали Что Изи Игра Там Пришли Пацаны Которые По сути Поболеть За Нейтрона И Ко За Нейтрона Поболеть Пришли Че Круто Первый раз На турнире Появился Тиренас Карта Специфичная Вы помните И на этой Специфичной Карте Эльфы Играют Через Варден И в качестве Подстройки Альянс Часто Играют Через Маутен Кинга И мы Видим Что Нейтрон Решил Сыграть Через Аж Два Барака Один Стоит Соответственно Дефолтно На лагере Наемников Другой Ставится Под будущий Экспанд Видимо Арча Очень Хорошо Под Лайтнинг Щелдом Сейчас Наносит Колоссальный Просто Урон По всем Четырем Нейтралам Варя Готова Ножами Собирать Всех Оставшихся Раз Два И Хорошо Что Не ударил Сейчас Потому что Не хватило бы Ему урона А Футмен Мог бы Добить Своим Ударом И даже Если Ты Хотя Бо Одного Нейтрала Здесь Отдаешь У тебя Вся Последовательность Рушится По Криппингу Миша Расскажи Почему На этой Карте Через Варю Предпочитают Пограть Чем Через Какого Либо Другого Героя Большая Карта Крипить Удобно До Третьего Вардин Проблема С тем Что Она Раскрывается Спустя Какое То Время И Тебе Ее Нужно Где То Прокрепить А ТС Карта Долго Короче Идти Туда 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 Вот Зарядных Артефактов Тоже Много Ну Так Попроверяли Попритерлись Если Противник Ставит Экспанд То Ты Вардин В лейте Его Хорошо Задалбываешь Ну Пострате Лавли Это Качаешь Вардин Очень С приоритетом Соло Вардин И Потом Убиваешь Массово Рабочих На Экспанд И сам Ставишь Свой Спокойно Вот Но Начали Против Вардин Достаточно Давно Тоже Играть Через Маутен Кинга Потому Что Он Гораздо Более Устойчив Ну Он Тоже Зависимо От Криппинга Поэтому И Его Опять же Можно Прокачать До Третьего Довольно Просто Во вторых Он Гораздо Более Живуч Чем Архмаг То есть Если Вардин Играет Через Даггер Второй На третьем Видишь Специально Он не берет Второй Уровень Потому Что Есть Гипотетическая Вероятность Того Что Можно Будет За героем Походиться Если Б Там Был Архмаг Он Бы Встретив В Какой Нибудь Там Варьку Третьего Уровня Мог Не уйти Никак А у Мки Здоровья Больше Он Бодренько Молотками Встречает Варьку Она Его Игнорирует Собственно Поэтому Бежит Просто Убивать Рабочих Рабочий Сразу В рассыпную Чтобы Минимизировать Получаемый Урон И Даже Не хочется Никуда И Молоток В Вардин Хорош И По сути Она Прибежала И Ничего Не Сделала Потеряла Огромное Количество Жизни Да Это Колоссальная Проблема А на Мэне Уже Магическая Вышка Ну Что Что А Фишечка Слайдинг Щелдом Хорошие Ножи Виспанита Контроля Немножечко Висп 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 Хавк Немножко На шаг Впереди По сравнению Нейтрона То есть Как Нейтрон Ой Ну правда Вардин Все равно Врывается Но у нее Проблема Да Уже Был Замах На Молоток Если Б Она Не Сделала Телепорт Она Бы Здесь Осталась Да Не Очень Хорошо Все У Нейтрона Он Это Время Еще Не Крепился И Хавк Сейчас Точно Знает Что Он Может Идти В Какую Ответную Агрессию Почему Потому Что Вардин Потеряла Телепорт Вардин Потеряла Ману В этих Влунных Колодцах На восстановление И Ну Сейчас Будет Ответный Удар Шреддера Берет Нейтрон Тут же Его Станет Шреддер Не уйдет Скорее Потому Что Слоу Потому Что Основная Армия Здесь О Это Похоже На Один Ноль Вообще Шреддер Минус И Минус Тролль Блин Да Это Просто Просто Страх Вслед За Армией Может Ити Барак Но Не факт Что Нужно Тратить Время На него Варя Пытается Нанести Какой-то Урон На Шахте Магическая Вышка Выжгла Всю Ману Рабочего Очень Четко Хавку Волит Очень Четко Красиво Играет Ну Мануэлла Пустые Шреддера На шеддера Огромное количество Ресурсов Было потрачено В такой ситуации Вот ты бы Что делал Я Вливнул Ну Ну Нет Ты же На корову Играешь Ну Ставить Вазу Дефаться Ну Понятно То есть Какой-нибудь Аркадную Базу Сейчас Ну Она Даже Не Аркадная Она Единственное Возможное То есть Ты Убить Экспант Вражески Вообще Никак Не можешь В такой Ситуации Тебе нужно Эксп Лепить Эксп Лепить И Не знаю Т3 Жать на халявку Какую-нибудь Да Так и делает То есть Тебе нужно Пытаться Сейчас Соло Варден Прокачать Передом Ставить Эксп Но Проблема Экспанда В том Что Это настолько Очевидный Учитывая Безнадежную Ситуацию Нейтрона Шаг Что Скорее всего Здесь будет Куплен Сейчас Под утро Дирижабль И вся Вот эта Гапша Будет туда-сюда Летать Да Она через магазин Сначала Она вернется На магаз Подрегенит жизнь Подрегенит ману И будет просто летать И ты это никак Не законтриешь Без Ancient Wind Да Ancient Wind Ну Anti-air Короче Ты Не сможешь Просто ничего Блин Такая Такая Жесть Если Если Смотреть Со стороны Ильфа То все Очень плохо Если Смотреть Со стороны И болеть За альянс То просто Праздник У нас На улице Появляется Странно Что он Не оставил Здесь Человека На дирижабль Варден Врывается Кидает Ой Она здесь На Блинке Ну У нее Есть Мана На Блинк На самом деле Хочет подрезать Героя Что ли Ну Хотела У нее Ботинки Есть В целом И Вот тут Баша Она может Немножечко Ну да Ну ладно Пытается Прокрепиться Очень Ну Отчаянные Отчаянные Мувы На самом деле У нейтрона Он еле-еле Сейчас через Шедера Попробует Наверное Да Второго И он в КД Пытается Этого Кобальда Забрать Жирного Первые Дрятки Появляются Вот Отрекинился И пошел И побежал на экспант Которого нет Армию игрока Атакуют Не знаю почему Из экспанда Что он будет делать Фаст медведес Быстрая попытка Убить базу Но Это решается Просто вот таким вот образом То есть Ты делаешь Тару дефенс И все И улыбаешься Да По сути Хавку Нужно Если Хавк приходит И видит Что нет экспанда Такой Окей Мы сейчас Прогрейдим Еще вышку Здесь прогрейдим Здесь можно четвертую добавить И все И сидим Получаем экономическое преимущество Остатками армии Даже харасить эльфа не надо Можно просто побегать Пособирать на карте Огромное количество точек Собирать предметы Прокачать им куда пятого А дальше Что хочешь Может ты тыкнуть Т3 Да Все Все отлично То есть у тебя Ты знаешь Что эльф тебя не пробьет Он придет С медведями И убьется Об эти там Три-четыре вышки И И все Молоток Не знаю Зачем Хаб Сюда лезет Это как раз шанс Варденку Немножко прокачать Ну потому что Есть Реджуф Есть Ножи Она сейчас Глядишь Докачается до пятого Каким-то макаром Ну да Случайно шестая Будет уже тяжелее А там ультимейт Ну Чувствует Что Типа Может себе это позволить Но не знаю Зачем Если честно Не знаю Не хватает леса Не трону Для того что Медведей мастеров Делают То есть Тайминговые атаки У него все равно Не получится Никаким макаром Он тянет время Тут еще Бладмейдж Который готов Заливать Ману Маутен Кингу Сейчас пойдет Манка Футмены отдаются Но ничего страшного Это все равно Мясо И Хошк может А и он там Танки пошел делать Танки против Соло Варнен Это великолепное Ой Блинк ему вернулся Вилла от молотка Красиво Ну это не так сложно Но все равно Красиво Но на лане Возможно Да Это так Пока там Пока замах Анимации Потом еще Летит молоток Ты реагируешь Даже Так просто Реагируешь Вот А учитывая то Что варнен Таким максимум То есть Тинкер Может быть И дотянет До третьего Но Танки уже будут На базе Скорее всего На этот момент Ладно Посмотрим Нейтрон не сдается Он играет Без Без Экспа Он старается Там Закупается Варден Покупает Набор Как раз На Харас То есть Он устанавливает Ману Делает Себе Амша Для того Чтобы Его Не Не била Магическая вышка Но Хавк уже Готов К Харасу Варден Потому что Дирижабль Берется Исключительно Для того Чтобы Против пятый Варден Которого Только что Пятый уровень Получила С третьими Ножами Чтобы Спасать Рабочих То есть Варька Проверяет Третью базу Видит Что Никого Нет Окей Бежит Дальше Встречает Встречает Пару героев Ловит Молоток И Мана Дрейн Не очень Хороший Начало Уже Со Старта Вот И Сюда Уже Влетать Смысла Нет Ну На Мэйне Там Нет Дирижабля Но Учитывая Количество Вышек Я думаю Что Ему Будет Хотя Нет Нормально Нашел Одного Второго Паладин Вышел Подлечил Уже Кони Первые Идут Вот Дирижабль Новый Ну Минус Три Раба Учитывая Что Тинкер Крепится Параллельно Он Дошел До Третьего Уровня И Танчики Как раз Не Шансы Шансы Еще Есть Шансы Есть Очень Низкие Но Есть Сейчас Нужно Делать Какой Нейчу Блессинг Надо было Его раньше Делать Обязательно Единей с природой Тоже Прямо Сейчас Заказывать Не трошим Делать Ancient To Wind Опять же Для Аталонов Для Fairy Fire Но Он Выходит В МГ Для того Чтобы Отбиться Ну За счет Этих За счет Деревьев За счет Сидж Урона Ну Не знаю Сейчас Прилетит Атака Скорее всего От Хавка На лимите 70 Опять же С первыми Конями С тремя героями С одновременным О Хороший Залет Варька Под АМШ Витает В рабочих Еще прожимает Буков Дет Со скелетами И те Начинают Доедать О О Это же Минус Эксп Полностью Минус Эксп Хорошо Скелеты Чуть 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 Один Рап Все Остался Вот А здесь Уже Танчики Показывают Как они Умеют Действовать Вынуждены Менять Экспанд Ну И все И полетели Обратно Все Четенько То что ты Говорил Так Сейчас И будет Будет Разводить Ну Авария С теми Вообще Ничего Не может Нет Ну У нее Как раз Только Есть Задача Что Да он Знал Что Там Он бы не взял Тинкера Следующим Если бы Думал Что там Какой-то Т2 Пуш Будет Вот Анечка Кружил Молодец Бедная Авария Еще Хавк Сделал Специально Апгрейд На защиту Чтобы Усугубить Точнее Усугубить Все таки Да ведь Усугубить Да Спасибо 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 О Не дал Отменить Ну В теории Как Конечно Есть Какие-то Шансы У Нейтрона Но Учитывая Ну За счет Именно Шестого Уровня На мой Оценивать В такой Сложной Ситуации Оказался И все Рано Отыгрывает И хорошо Насколько Сложно Играть Против Танков В такой Ситуации Да 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 Залетает Варя Ножи Таунты Отменяет Экспанд Варю Высасывает Мана При этом Еще Танчик Вот это Очень Классно Бесячее То есть Мультитаск Наше Все Если Был бы Экспанд Или Там еще Один Экспанд Будьте Уверены Что У Хавка Там Был бы Еще Какой Станк То есть Это Классическая Атака В 2 В 3 Места Для Варкрафта Это Это Много Вот И ты не успеваешь Ни там Ни тут Причем Для того Чтобы Отбиться От танков Тебе Нужно Затратить Гораздо Больше Энергии И Внимания Чем Танки Послать Послать Один Клик Два Да Этих Юнитов Из Основной Армии Причем Делить Правильно Чтоб Тебе Хватило И там И тут Это Конечно Не очень Не очень Удобно Ну Правильная Правильная Тема Для Нейтрона Сейчас Это Уже Не Выходить На Эксп Это Самое Главное Контролить Третью Базу Противнику А он Сможет Одну В 2 Сыграть Да 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 То есть Смысл Вот В Старике Была бы Другая Ситуация Но В Арике За счет Апкипа Хав Который Да С 60 Лимит Он Получает Не в 2 раза На 40% Всего лишь Больше Эксп Поэтому Если ты Эффективно Отбиваешься Эффективно Это значит Ничего не теряешь И убиваешь Кого-то Урага То Держаться Можно Анлим Ну Просто Пока Ресурсы У человека Не кончатся И зачастую И очень Грамотно Действует Нейтрон Смотри Он не дает Человеку Выйти На третью базу Когда человек Играет В танки Выход На третью базу Это чуть ли не Самое главное Событие Которое Определит Будете ли Вы еще Играть 15 минут Или не будете Ну Грубо говоря Если он Выходит И дефает Третью базу Ты с ней Особо Ничего Сделать Не можешь Ну Кроме Залета Хараса Но Это Тяжело Вот А так Сейчас он Спокойно Сидит На лимите 50 Видишь 46 50 Получает 100% Инкома Через 4 минут Когда у него золото Закончится И когда ухавка Золото Закончится Нитрон Спокойно Переползет Деревом Без затрат На экспант Возможно Перекопает Что-то Хотя все равно У него Узвимые Останутся Мунвеллы И алтарь На мэне Но все равно Как бы Выйти на базу На следующую Он сможет И тогда Если ты не дал Противнику Выйти на третью Да Минозапелин И пошла Пошла ульта Блин Нетроша Вообще Выруливает Капец Показывает Как надо Воевать Очень круто Играет Вот И тогда Вы остаетесь Один в один Тогда Вы остаетесь Один в один Потому что У человека Заканчивается мэн У него есть экспант Ты выходишь На экспант И у вас Главное У него экспант Останется В лучшем случае Половина Да И это еще Один Один классный плюс Вот И Как бы Все шансы На победу есть Ну Тут Варька Пыталась Вместе с ультой Убить мортирку Ой 180 Скажется Секунда Она большой Сейчас Вообще Вардент Чудом Железные яйца А у нее Не было выбора Просто Она там Могла только Убегать И молиться Если у нее Телепорт был Она бы уже Сто лет Его прожала Ильинвул Так Нельзя рисковать Просто Он за мортиру Увлекся Там Ману выжгли И не осталось Блинка И все Только На двух Ну Чапать Просто На двоих Спасаться Все Нейтрон контролит Соответственно Бараком Эту базу Контролит Соответственно Эту базу Блин Он еще Выиграть может Реально После такого Дикого старта Когда там Минус Все Минус шредер Минус лимит Минус экспант Он же Он уже дома Играет Да Ну и у них Еще игра Такая честная Причестная То есть Без пинга Ну да Но сейчас Опасный момент Для Нитроши Потому что Ооо Потому что У Хавка 73 лимита А у тебя 46 И там Визуально Вы видите Какая 3-3 Кони Ооооо Что-то я Недооценил Да Действительно Ну не Он не может Нормально сражаться Ему надо Как-то Как-то Разводить Ему нужно Разводить Знаешь По крайней мере Пока у него Не откатится Ульта У Варден Зачем Ты инвул потратил Ты все равно Отсюда не убежишь Это очень странный Мог был То есть Не было смысла Тратить 150 Голды Бывает Такое Что имеет Смысл Именно 7 секунд Здесь прожить Для того Чтоб Там пару Юнитов Добить Например Каких-то Красных Там Еще эти 7 секунд Не решали К сожалению Но Сейчас Нейтроны Конечно Нужно Покрутиться То есть Его задача Дожить До следующей Ульты 30 секунд Осталось Перекопало Ся Экспанд Да Это новое Да Кони 3-3 Сауры Паладина Эти Ребята Вообще Так Разрывают На части Ульта Через 16 Да Это Дичь Они Еще Илюзии Ой Коню 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 Красавчик А Ну да Если Ты Видишь Что Они Не Атакуют Но Они Все В В В В В В Больше Урона Получают И Не Наносят Урона Вообще Сами Себе Минус Медведь Минус Мортира Ульта Пошла Капец Здесь Только За счет Ульты Можно Там Такую Урон Куни Наносят Просто МК С Маной Надо Поднимать Было Трупы Я Не знаю Чего Ничего Не Поднимал Не Поднимал Ульта Он Раз Два Три Трупа Ой Как Хорошо В разные Стороны Видишь Ульта Влево Варден Вправо Только Главное Ульту Не Давать Тыкает В Экспанд Да Экспанд Что же особо здесь не нужно Не знаю Зачем За него Вписывать Ульту Не отдай Ульту Не отдай Нет Уведи Ее Нет Это Жалко Капец Это Жалко Без ульты Тут Сложновато 5 МК Падает Ульта Блин Эти Дрядки Разваливают Светоключения Тинкер Еле Живой 30 Лимит На 70 Да Все Растафл Хаб ГГ Ну Он сражался Как Лев Просто Как Лев Да Вот это Да Не Ну это заявка Хорошая На хорошую серию Потому что Опять же Без Ну Нейтрон Должен был проиграть Раньше Ну да Должен был проиграть Раньше Значительно Раньше Как ты сказал Ты бы вышел Я бы вышел Да Потому что А он еще Так Прям Прям Доиграл Прекрасно Еще даже Заставил нас думать Поверить В него Что может быть Он дотащит Шансы Ну да Преимущество дикой Была у хавка По ресурсам И он реализовал Это в коней Но если бы Опять же Если бы контроль Если бульта Наспамил этих мелких То можно было попытаться А пока что 1-0 1-0 И Я пока Присоединюсь В Следующую В следующую Игру Ну пока Ожидаемо На самом деле По счету Но по игре Нейтрон Борется Да Для тех Кто пропустил Друзья Квалификацию Напомню Что именно Нейтрон Хавка Не выпустил В финал То есть Хавка Не должно быть Вообще На финале Не должно было Быть Вообще На финале Если бы Лавлиет Не съехал Если бы Лавлиет Не пошел Играть Азиатский Дримхак То Мы бы Видели Здесь Лавлиета А хавка Бы не было Потому что Кстати Лавлиета Мы бы тоже Не увидели Потому что У них же Билеты Я покупал И Люциферу И Лавлиету На один и тот же Рейс И Прямой рейс Сеул Его сначала Отменили Перенесли Через Южно-Сахалинск Но они бы Может быть Успели Но Позавчера Его перенесли Еще на 21 августа Так что А то есть Люцифер не приехал Потому что Рейс Рейс не был Рейс И проводить Ланд в ковид Что делать Прикольно Начало игры Братан Да Ну что ж Нейтрон против Хавка Вторая игра Отзумливает Нейтрон Сейчас я только Поставлю счет Хошку И у нас все отлично Да Впервые на этом турнире Мы пытаемся Какой-то базовый Продакшн сделать Не судите строго Михаилу Лисецкому Спасибо Офигенный Продакшн Такое же бы лицо Сделал Если бы ты меня Поблагодарил За это А что такое Double N3 Мустер Это Штука Которая Как раз Дополнительную инфу Выводит в игре Видишь Счет Никнеймы Ресурсы Иконки героев Полезная информация Которую Казалось бы Должны были сделать Сами Близзы Ну понятно Ну как обычно Сделали Но во втором Старкрафте Близзы сделали Потому что Они изначально Под это рассчитаны Да Ну правда Они изначально Говорили что Типа в Ах ТВ Будет Старкрафте 2 Помнишь Они обещают Ты можешь не следил Настолько хорошо Да Типа у всех Будет возможность Как в доте Чтоб можно было Заходить Само что По патче Один двенадцатый Который вышел Где-то в 2004 году Наверное В БВшке Там тоже Все это ждали Дождались Ну ладно Главное что сделали Фанаты И Близзарды Туда не лезут Уже хорошо Да Она как наложение Да Это типа Эверлая Прикольно А Морган Принимает участие Или он уже Не живет В Владивостоке Морган живет В Владивостоке Но он Не играл Ну то есть А Морган Это варкафтер Варкрафтер Ну он сильно Слабее уровнем Чем нейтрон Ну как Но он не проходил Оказывается Ни разного Цега Нет Он ездил на Россию Но там Он очень быстро А на Россию Ездил А кажется После того Как Нетроша Взял Первый раз Квоту На Владивосток Взяли Две Автоквота Вот Скорее всего Так Тогда он И поехал Окей Да Хорошая Хорошая Система Была Конечно Самсунг Не вывез Долгие Траты Для Самсунга Это Я думаю Что там Скорее Какие-нибудь Политические Решения Были Или Неправильная Оценка Какая-то Потому что На мой взгляд Имиджево Ну Если брать Всю какую-нибудь Медийку Телерекламу И все Суммарно Для меня Самсунг Больше всего Плюсов набрал Именно за счет ВЦГ Ну Да Я согласен Что очень Многие Те Кто завязан В киберспорте Да Я куплю телефон Сам Потому что ВЦГ Поддержит Да Именно так Это правда Ну Естественно Если Мы выбираем Приблизительно Из одинаковых Ну да Понятно По цене Качества Дополнительная Вэлию Дополнительная Стоимость Так Всем проснувшимся Отдельный привет Друзья У нас разница С Владивостоком 7 часов Мы продолжаем Смотреть Финальную часть Russian Cyber Games Который Стал возможным Благодаря Ну Комьюнити Что Скажем Призовой фонд Выделил Киберспортивный фонд И спортфонд Полмульта почти уже Текущий Да Сколько там призовой 400 с копейками Полмульта еще нет Но скоро будет А Ну хорошо Спасибо Арктонцу Отдельно За жирное Жирное пополнение Призового У нас две мышки Одинаковые Да Вот И мы сейчас смотрим Матч в лузерах К сожалению К сожалению Не троша Было бы классно Если бы Конечно топ 3 Четвертое место Там кореец Причем Не самый слабый Между прочим Кореец Вот А наши В тройке Но нет А наши закупки рубились Да Пойдется один кубок в Корее Кстати да Это же Это же Надо заморочиться Обратите внимание Друзья на миникарту Вот Это один Один из тех плюсов Одно из тех преимуществ Которое есть У эльфов В 2006-2008 Мун Ооо Играл значительно лучше Нифига подобного Нифига вы Может быть только у Муна Увидите Похожую раскидку Хотя Сейчас понятное дело Мун делает и это И многое другое Но вот Даже то что Не троша Который не является На данный момент Сильнейшим эльфом мира Делает то Что как бы Ну как Как рутина Фактически Что делали Раньше Только избранные Или не делали вовсе Это хорошее свидетельство Что Игра Развивается Уровень игры Растет Да Конечно Средний уровень игроков Он очень сильно Повышается Может быть Если нет Про команд То уровень Самых лучших Растет медленнее Чем раньше Это да Но всех остальных Как бы догоняющих По крайней мере В БВшке Это очень заметно Даже была Как-то интервьюшка Там на корейском Правда Мы переводили ее С субтитрами У Флэша Спрашивали Вопросы Типа Вот там Расскажите Про свое топовое Время Типа 2000-2011 год И он честно Сказал Говорит Ну Если бы я играл В девятом То там Против даже Топов европейцев Типа Бонита и Девалка Было бы играть Намного сложнее Чем сейчас Как я им легко Расскажаю А если бы они Играли Как вот сейчас Тогда То мне было бы Нереально сложно Ну Попытался сейчас Нейтрон Отменить Строящуюся базу Это было Все или ничего Потому что База строила Семь рабов И траты там Были конечно Колоссальные По ресурсам Но Удастся ли ему Это сделать Или нет Я не знаю Вроде панда Подключилась Вроде рабочие биты Но Сейчас еще одно Дыхание Нужно сделать Магическую вышку Будем попытаться Сейчас панда Хочет подуть И на базу И на вышку И Дует Магическая вышка Достраивается Мы моргана Хавк Там мы рассчитали Добро Добро Провести Приехать Приехать с ковидом Атаку Хороший Пукан На территорию Нужно Есть возможность Это минус 3 Порт Кстати Нет Не минус Сори Ну а диспейля Диспейля Элементаля Ну что Он стреляет С маной Можно было Диспейлить Раньше Бладмейдж Падает Ну это заявка Ладно Окей Что делать Хуму Варианты Действия Хумана В принципе У него есть Экспан Что дальше У него Тир 3 У него Да Наверное Хотя Я не знаю Чему делать Ну вот Нычку Ответную Построить Уже никак Полный контроль У эльфа Тайминговый Пуш Провалится Из-за 4 5 Панды Сто процентов Сидеть на 5 Ему нужно Использовать то Что у противника Экспанд Позже И что у него Нет третьего То есть Тыкать Т3 А и то Что эльф Тебя не может Убить Из-за вышек То есть Ты сидишь На лимите 50 Не выходишь Из лимита По максимуму Делаешь Т3 И пытаешься Урывками Как-то Крепится Если Дадут Ну Но ты Отстаешь По героям Да Отстаешь По героям 3-1 Против 4-4 Да То есть А ну Типа Ты говоришь Еще и Крепится Урывками Урывками Ну Типа Не вступать Не в конфронтации Не пытаться Где-нибудь Подрезать Просто Ну Это план Такой Очень У нейтрона Карт-бланш Не У него Все Понятно Я даже Не спрашиваю Что ему Делать Что хочет Вообще Вот так Подрезать Тут Подрезать Там Но Вариант Оставаться На Т2 Мне кажется Самый И вариант Выходить Из лимита 51 Это тоже Не перспективная Хрень То есть Как сейчас Играет По сценарию Я запушиваю Экспанд С выходом Своим Но Он по героям Не вывозит Да Он Очень сильно Отстал По героям Панда Будет точно Пятой К тому моменту Когда Придет Тайминговый Пуш А это значит Что тебе нужно Иметь Ну 3 А лучше 4 Свитка Лечения Для того Чтобы просто Переживать Панду Еще Крипджек Не Хаб Может даже Такой ситуации Просто ливнуть Он может Увидеть Сейчас Четвертую Панду Если он Еще Это при том Что Хаб Не из тех людей Которые Тильтуют И выходят Раньше Времени Но Это Там и козел Пятый Панда Уже Панда Вообще Пятая Без 5 Минут Да И он Собирает Эту точку Точно Да Он Сейчас Будет Нейтрон Наструбку Правильно Оценивает Ситуацию Что он Сам Не выходит Из лимит Сорб 9 То есть Он За счет Героев Просто Абсолютно Спокойно Он Даже Нычку Может Третью Сейчас Пойти Поставить А нафиг ему Лишний Абки Все правильно Вот Ахавка Видишь Выходит Он Типа Думает Что Продавит Но Не Продавит Мы Видим Что Не Обязательно На самом Деле Нейтрон Идти Отбивать Свой Экспанд Он С такой Армией С такой Пандой Может Спокойно Идти Вразмен Ну Просто Ты Быстрее Будешь Убивать Армию Базу Базу Противника Чем Он Твою Потому Что Мортир Мало Рифлы Урон Не Наносится Медведи Третье Дыхание Давай Раз И все Издувает Какая Нужна Выдержка Хавкут Чтобы Уэльфа Центральную точку Он забрал И у него Есть Аура Андэдовская Он еще По мобильности Выигрывает В большинстве Случаев Сможет Просто Ливать Без Каких Либо Проблем Просто Убегать Просто Ушел И все Не 5-5 На 3-1 Ты Давно Не видел Я таких Игр Равно Экономика Странно Что Нейтрон Еще Третью Базу Не Строит То есть Вот В такой Ситуации Он Может Ничего Ему Не мешает Ему Этот Один Медведь Погода Не сделает Абсолютно Он может Делать Все Что Хочет Все Что Хочет Он Собственно И делает Идут Разводы Козочки Туда Где Уже Вышек Нет Основная Армия В другую Сторону И Начинаются Вот эти Шатания Минус Вышка Здесь Можно Было Развернуться Кстати На Бежать Оп Только Козочкам И мы Назад И это Так Бесят Там Не удивлюсь Если Химерницы Какие-то А Уже Есть Химерницы Все Ну Можно Было Больше Даже Заказать Химер То есть Как Бо Тут У тебя Такое Преимущество Что Можешь Делать Опять Все Что Угодно Панда Вернулась Издевательности Просто Установила Ману Дриадки Сюда Мортира Оставили На Мортира На самом деле Против Дриад Ну Чистые Мортиры Это Не Контра Конечно Потому Что Сокращаем Дистанцию И Да Вот Мы Здесь И Там И Тут Брейкера Подрезали Все Под ядом Еще Не Все Плохо Мортирку Хоп 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 И При Этому Как-то Еще Держится Я Не знаю Что Должно Его Смотивировать Может быть Когда он Первую Химеру Увидит Может быть Когда он Героя Потеряет Но Это Крайне Тяжело В такой Ситуации Отыгрывать Хошкова Крайне Тяжело Типа Равный Лимит Который Ничего Не Значит Здесь Панда Стоит Просто 15 Лимит Шестая Панда Будет Он Возьмет Ульту Или Возьмет Ульту Пошло Сражение Ферик Рабочий Подставляется Нетрон Не знаю Решил Решил Не сражаться Хотя У него Уже Плюс 10 Лимита Может Он Химеру Ждет Может Аккуратнее А что Он Может Себе Позволить Сейчас Подкопят Двух Химер И тогда Полетит Как Это Как ФФА Да Ну Так Побольше Химер Нужно Химер Не цена Была Больше Делать Грейды 1-2 Не Доделывает Немножко Не Трож Грейды Плюс Опять Таки Можно Можно Побесить Соперника Ты же Как бы Всего Лишь 1-1 А там Он Что В Тильд В Раш Вошел Если Ты Уверен Что Можешь Без Потери Продолжать Игру Надо Продолжать Игру Да Надо Выбешивать Конечно Потому Что Ты Тут Не Напрягаешься А Соперник Пыхтит Пэрик Подхарасил Панда Возвращается Даже Одной Пандой Тут Можно Харасить До Бесконечности Пришел Дыхнул Дунул Все Минус Вышка Да Не Не Отчинит Он Отдыхание Он Сейчас Дыхнет И Минус Вышка Минус Три Рабочих Будет Через 2 секунды У него КД заканчивается И он Дышит Забыл Про Не Потому Что Здесь Контрол На Персонал Очки Летит К Дриад Тут Не Обязательно Сражаться Тоже Понимает От Нейтрон Дриад Спаси Ну Козочку Ну За Что Ты Продаешь Спасет Он Забыл Он Думал Что Он Не Замет Вот И Сам Копит В Стиле Муна Ну Правда Мун Б Построил Три Химерницы И Быстрее Это Все Закончилось Но Да Скорее Все Когда Хавку Видит Химер Он Поймет Что Ниша Тут Такие Показатели Как АПМ Не Выводится На Этой Карте Нет Я Специально Созданные Карты Где Можно Показать Интересно Было Посмотреть Как Кликает Хавк Я думаю 280 240 280 У Хавка Средний У Нейтрона Поменьше В данной игре У Нейтрона 120 Просто Безнапряг Вполне вероятно Что Меньше Кликает Вполне вероятно Панда Почти Шестая Козел Наполовину Шестой 88 Лимита У Нейтрона Лимит Под 100 Все Надо Ехать Все 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 Полетели Химерки Химерки Против Мортира Сразу Не забыл Забыл Там есть Два Вертолета Которые Химер Будут Убивать Полчаса Пока Они Будут Убивать Химер Мне кажется Ливнет Сразу Как Только Увидеть Двух Химер Ну Да Тут Что Продолжать Когда У тебя Три Рифла Против Трех Двух Химер Ну Ты Себе В Минус Мораль Блин И Он Сражается Панда Дышит Все Под Винными Парами Медведи Химеры Не Ну Сейчас 50 50 Либо Он Тильтанет Очень Сильно На Случай Игру Либо Соберется Шестая Панда ГГ Ё Моё Ну Уничтожение Чем Ну Да Тут Просто В Одну Калитку О Неизвестный Поддержал Канал Поддержка Варкаф 3 Спасибо Неизвестно Два Косаря 1990 Красавчик Красавчик Да Нитрон Взял Картам Попил Водички Явно Усвоились Его Пельмешки Он Пельмешей Наверное Пельмешей Наверное С Чуфаньки Какая У него Блестящая Голова Блестящая Блестящая Лысый Ну Ну Нитроша Показывает Что не зря Он Как бы Здесь Квоту Взял Что-то Умеют Не зря Че Дропов Нет Никаких Да Это же Профессионалы Да У них Просто Серия Еще Не Закончилась Че Радоваться Это Профессионалы Да Они Если Будут Радоваться После Того Как Все Закончится Всем Привет Здрасте Так Заходим В следующую Игру Флаг Флаг Надо флагом Сзади В рюкзаке У меня Вон Рюкзак Черный Так И 1-1 В любом Случа У нас Будет Счет Именно Такой Погнали Нормально Третья игра Все матчи На турнире Идут По формату Бот 5 Ну Все Впереди Играй Играй Хорошо Неизвестный Говорит Кем работает Русбрейн Я Вопрос За 2000 Бухгалтер Бухгалтер С середическим Образованием Уклоном Так скажем Защищает Защищает Что защищаешь Защищаю Кадоев Морских Кадоев Защищайте Кадоев О хорошо Так Надо переключить Экран Слушай Переключи Что вам это Подожди Камера крупная Ну ладно Хорошо Всем привет Здрасте Бэйлер Грит Поддержка Кста турниров 20-летней игры В 5 утра Варкрафт вечен По-любому По-любому А почему у нас 5 утра Каким образом 5 утра С чего это Вдруг 5 утра 5 утра Где Дожди Началось 5 утра А началось В 12 В 12 по Владику Пацаны Да Да Во-первых Ребята Кстати Сражаются За Разницу в деньгах Хорошую И за кубок За кубок Самое главное Да Ну разница в деньгах Для них там не критична В любом случае Потому что Это же не за первое место Они ругают сейчас А там какая разница Ты помнишь? Не Не вспомню Нейтрон сказал Такую тему Я у него спрашиваю После того как он Слил Люциферу Говорю Ты как бы Как там За кубок готов За третье место играть Он сказал У него два варианта Либо он играет Либо он сливает Это топ 4 Либо это железно Топ 2 Что вот он сейчас Сейчас там Люцифера В нулину Хакерман говорит А такие турики Еще планируются Спасибо за этот Пока нет Таких Когда всех людей Половина игроков Не пустили Надеюсь Что не планируется Да Все таки Подождем Окончание Этого Истерии Ковида Но не А еще клевый Турик Что по Варику Ой По Варику Это первый А по Старику Уже Третий Получается Первый Еще с корейцами А по Старику Что решили Отменить По Старику А потому что Там 8 финалистов И 6 Ну будет Железно Недвизны Понял Без шансов Да Следующий Ну следующий турнир У нас скорее всего Подобного Ну не подобного Будет вообще По Диабле Новых На спидранах Мы скорее всего Соколом Ворвемся А ты съехал Вообще молодец Д2 Не можно Можно копать Так а в какой Мы будем 3 на 3 Или 2 на 2 Или 4 на 4 Как что Где Уже Уже не будем Видимо Уже будем 2 на 2 С Соколом Ну понятно Все Еще кто съехал Сами меня кикнули И выставили Что я виноват Мы еще не Не определились Там еще Минус 1990 Что там Каким образом Бухгалтер Если он скидывал По 50 тысяч Мне самому Нужен такой бухгалтер Ну хороший Бухгалтер Видимо Главный Главный Смотря в каком Предприятии Работает бухгалтер Там есть такие Бухгалтера Которые получают Больше чем Генеральный Дабы Хорошо считали Да Потому что Ответственность На них Очень серьезная Не Ну у меня В российском праве Нет ответственности За российский Конторный Так В это время У нас Пошли первые Контакты Первый козел Гольбин Его зовут Ну не повезло Гольбин Он убивает Рабочих Минус один Возможно Минус второй 1990 Хавку на хорошее настроение Передадим Передадим Блин Магазином Доберут Ему нужный Уровень Чтобы Энты Сразу Выскочили Не вдвоем А втроем Но Возможно К этому Моменту Да Вот он Третий уровень Козел И Прикопку Вторую Все-таки Взял Решил Не вентов Видимо Потому что Не знал Тайминг Магической Вышки Наверное Или Не знаю Может это Надежнее Просто По футам Поработать Может быть Даже из-за Того Что у него Было Там 160 Ман И что Можно было Сделать Две Прикопки А не Один Вызов Ответ Два Неизвестный Общается Я хочу Попросить Неизвестных И прочих Меценатов По возможности Донатить Не на канал А поддерживать Призовый фонд Турнира Потому что Мы можем Потом Напрямую Если что Да ладно Нормально Вот Потому что У нас Задача Дойти до Психологической Полмульта Это было бы Прям очень хорошо Приятно До психологической Отметки В полмиллиона Да Ну так Чтобы Хэппи Задумался Далеко лететь Да Какой-то Что там Димитяж Пришел Там такие Самолеты Комфортные Вот эти В аэроплоте Капец Ему тяжело Быть По СК-2 Не По СК-2 Мы не проводим По БВшке По первому старику Просто никаких Там Там Было Наверное Моментов Пять Когда сообщали О турбулентности И эта Турбулентность Была такая Ничего Не чувствовалось Вообще Че Это повезло Бывает По всякому На самом деле Бывает Трясет Где докинуть А на странице Турнира Есть пополнение Призового фонда То есть Вот Турнир На главной странице Есть Или в разделе Турниры И там Есть как раз Список Там есть Призовой фонд И поддержать Призовой Спасибо Неизвестный Только подпишись А то мы Пусть будет Неизвестный Может ему нравится Может быть Так Я отвлекаюсь Давай ты на чат Будешь отвлекаться Я буду На игру Может быть Так Кто у нас играет Хавк Нейтрон Счет 1-1 Бой 5 Погнали Две лорницы Делаются У Нейтрона Он хорошо Он хорошо Под это самое Подхарасил Я вполне вероятно Его мог Фогичем назвать Кстати в процессе Комментирования Вполне Потому что Отвлекался По Тгреха Пока получше Чувствует Чем прошлый Поначалу Ну У него все равно Потери были По этим По лимиту Хотя я смотрю На лимиты Лимиты равные А что там По Т2 Да Лучше 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 Ты прав Потому что К тому моменту Когда был Т2 И второй герой Там панда Уже была Третьего уровня А здесь она Наполовину вторая У нее есть Наверное еще Минута полторы Но это немного Этого скорее всего Не хватит Для того Чтобы докачаться До третьего Уровня Уровня Победителя На ваше Победителя На ваше усмотрение Репортится Форма 3 НДФЛ Никто не отменял Сайт на Логру Хав такой Сейчас Что У нас такие Призовые Сфера Нерегулируемая Я думаю Что такие Темы Начнутся Тогда Когда Пойдет Большой поток Призовых Турниров С призовым От Федерации Компьютерного Спорта Потому что Вот они Как раз Будут И должны Будут Следить Внимательно За тем Как Спортсмены Ну или там Какое-то В КС Я думаю Другие задачи Я уверен Ну может Быть Да Парень спросил Как вы Оформляете Призовые Ну только что Ответили А Окей Тот вопрос Так А где у нас Нычка Я не могу Насколько Еееей Красавчик Спасибо за поддержку Пацаны Вообще красавчик Призовый пополняется Блин Мне бы еще Тыкнуть Надо было тыкнуть Что я стримил Этот турнир Надо после этой игры Сделать Тогда Будет отображаться Поддержка А чего я так торможу Давай-ка сейчас Сделаю быстренько Раз Два С Армию Игрок Стримы А уже есть Смотреть Призовый Не работает Читбак Тут не проправили Ну то есть В чате Должно быть Отображение Паш Не доделал Убралось Это Раньше Было Мы Это Из-за Кажется После нового Турнировного Модуля Мы Не допереносили Этот функционал И он особо Не был нужен Ну вот Товарищи с Мортал комбат Первыми Заметили Сейчас Вот Необходимо Ага Можно зайти на страницу турнира И там сейчас Не творится На гудгейме Там В ЮМК В третьем Мортал комбат Рубаются Очень Такие Туричи И поддерживают Тоже Хорошо Там комьюнити Такое Слажное Тоже Кажется Минус Телепорт У кого-то Сейчас будет Ай-яй-яй-яй-яй Прист не справился С лечением Но нейтрон Все равно Во-первых Выбивает С красной точки Прекрасный артефакт Барабана клана песни Во-вторых Я зевнул Экспанд А он оказывается Уже готов И ставится В нестандартном месте Возможно Как раз для того Чтобы Ну дольше жить Сейчас В идеале Конечно Нейтрону Через центр Успеть Еще вторую красную Забрать Ну через центр Через Вот эти вот Три точки Раз Два Три И потом сюда Ну это конечно Маловероятно Но Хотелось бы успеть И при этом Еще выйти в Т3 В целом Все в его руках Панды работают Медведи первые Появляются Говорят что Нейтрон забыл Примерно Да ладно Да Ой-ой-ой-ой-ой Ну Заметил Сейчас должен заметить Ну возвращаться Не-не-не Он отправил Виспуф Просто вот Издалека сюда Он же не ведет их А-да Поэтому Да Это косяк Это косяк Ну такое бывает Когда ты Крипишься В одном месте Харасишь В другом Строишься В третьем А предмета Не говно Нет Ради предмета Собственно Это крепится Не ради денег И даже не ради Экспы Ну я говорю Еще и предмет Хороший Пустил Предмет топовый Да Ну такие ошибки К сожалению Допускают Игроки Всех уровней Всех Ой Какой-нибудь Ну баса До муна До муна Да Потому что Это мы стоим В одном месте И тыкаем И смотрим Ну нет Понятное дело Мы даже Чтобы не заметили Это там Эксперты с чатика Сказали Там бывает Через шифт Тыкнешь Он не тыкнулся А ты уже Убежал И не заметил Это пасхалка От фоги Да Фогич На этой же карте На том же самом Респе Такой же Кажется Ну вот Только здесь Он его где-то Посеял Этот артефакт Но это Предмет Очень хороший Он универсальный Он добавляет Всем 7% урона Ну да Чатик Такие ошибки Не совершил Еще на 4% Вообще Спасибо большое Ребят Я думаю Дотянем Ну да Панда 4% Врывается Дышит В рабочих Две Две атаки Такие Одновременные Панда врывается Дышит Телепорт Идет От хошка Он сейчас По идее Не трон Когда вот он Перекликивает героев И смотрит артефакты Он должен Задаться вопросом А че не так-то вообще Где мой артефакт Если ты его не продавал То где он У тебя все под рукой Перед глазами точнее Все вот эти вот Предметы Возможно Сейчас он посчитал Увидел Что что-то не хватает Вертикс 25% 25% Пожалуйста В общем всем здоровьем Желаем Держитесь А тут Сражение Хавк разменивает Свитки На ману Панды Нейтрона Панда Панда Хавка Смотрится Не так эффективно Вообще Потому что Ну скауты Будут здесь дышать В двух арчей Или в двух В там Ну хотя в трех медведей Будешь дышать В трех медведей Окей 59 лимита На 62 Ситуация Очень хорошая Для нейтрона Особенно Учитывая тот факт Что у него работает Слева экспант Да Это еще не конечная Конечно для Хавка Но он отстающий А прикинь Нейтрон И в этой серии выиграет И на отборочных Он выиграл Квоту И здесь выиграет Будет все вполне Закономерно Хотя Ладно У Сережи будет отмазан Он скажет Что он там спать хотел Туда-сюда Джетлаг Ты же помнишь Что Нейтрон Вчера делал Ну да Ну вот Нейтрон тренировался Все нормально Нейтрон Да Локич Кастон Локич Так Продолжаем Кажется Хавк даже не в курсе Об экспанде левом Не уверен Делал он разведку Или нет Но он Так Действует Как будто Не знает Об этом экспе А Нейтрон Всеми Всем видом Своим Пытается показать Что Экспанды У него там Лет Кто же заберет Барабаны Ребят Давайте Это Хотя нет Это всего лишь Да нет Спор какой-нибудь Кто заберет Чё с артефактом Лежит Я бы поставил На то что он Будет лежать До конца игры Там Ну ну слушай Нет Это слишком Очевидная Ставка Так нечестная В смысле Типа кто заберет Там Либо Ты там На условно На Хоги Ставая На Нейтрон Я бы не стал Да На Нейтрона А я там Допустим На Хавк Или наоборот То что он Там будет До конца игры Лежать Просто слишком Очевидная Тема Это там Вэлью 70% Ну я тогда На Хавку Поставил Ну окей Всё Принято Забились Потому что Если Нейтрон На такой Дистанции Не обнаружил Пропажу То Скорее всего Артефакт Ты должен Физически Увидеть А это Произойдет Скорее всего Тогда Когда Хавк Сюда придет А в таком Случае В таком Случае Хавк Первым Увидит Этот артефакт Разумно Но Мне кажется Что он Голосовал Кто Заберет Барабаны Вот это Хорошо Так Дрядочки Пошел Т3 Картечь Но Картечь Не успеет Потому что Панды И медведи Работают И очень быстро Убивают Мастерскую Хандрит КГ Привет Тебе Пенсиональный Шавэ Здравствуй Хандрит Мортирка На свою беду Выскочила Всё-таки Получила Прикопку Минус Минус Кузни Ещё У меня такое Впечатление Что Хавк Реально не знает Об экспании Это такая Большая проблема То есть он Длинной пары Дыханием Сколько Аби Катаешь Я не знаю Чё это такое Сложный вопрос Диспл 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 Надо было делать Элементально Можно было собрать Ладно Ну что У нейтронная ситуация По прежнему Очень хорошая Да У него С точки зрения Ресурсов Как-то маловато И Хавк Сейчас выходит Ну Вышел в Т3 У него сейчас Появятся новые вещи Хорошие Кстати У чатика Появилось предложение Что Хавк Прокликал героя Увидел Что предмета нет И типа Значит экспонент Чё-то Казань Откай Хавк Просто не Разведывал Всё проще Да Сейчас он пришёл Увидел 5600 Удивился наверняка Очень О предмет Увидел Ну-ка Кто Чья ставка победит Но они здесь контролят У них Не в том месте Хотя вот сейчас Должен был О Видит Видит Нет Увидел Ты выиграл Молодец Ну В хавку надо валить Потому что Всё тут красное Тут всё сдуется Сразу же Вали ты Что сейчас сдует Убегай Маны не хватило Ему на последнее дыхание Ооо Да Вот так вот Но долго Долго метался Долго Не мог поверить Интригу создавал Ну просто опять же У игроков Во время контроля Другой фокус То есть Ты смотришь Где там присты Чё там Как героя Кого отводить Там туда-сюда Предметы Ты честно не воспринимаешь Картинку прям Или экран у тебя В другом месте Может быть Во всяком бывает Но когда он увидел Он понял Что надо брать Будет обидно Если цена победы Забытые барабаны Но да Таки да Привет О2 Да Барабанчики Это не просто Утренний ВК3 Для нас уже вечерний Братан Уже вечерний Добрый вечер тебе Пол шестого почти Для эльфа Это Было бы Плюс 7 А сейчас Получается Для хумана Плюс 7 То есть Получается 14 Ну да Так что Это существенно А в процентах Так-то вообще Очень правильно Горят Минус Бладмейдж Под прикопкой Оооо Какое дыхание Ой Пархмага сдули И панды минус Это ГГ Все 2-1 2-1 Как Владивосток И праворульные автомобили Тут более того Тут даже Праворульные ГИБДДшники Есть Да Нетроша Снял наушники Что-то Решил написать Мама Я почти чемпион Готовь сегодня Мама Я еще не проиграл Дома не жди пока Хавк Хавк Кстати Хороший вопрос Давайте сначала Посмотрим на сеточку Ну Это понятно все А Хавк Призадумался Че Хавк Хавк Никому не пишет Тенденция Динамика Не очень хорошая Да как так-то Блин Кто комментирует Смайк Рус Подчеркивание Нижнее подчеркивание Брейн Нижнее подчеркивание А че там Тейку троллят Рыбой Че за прикол С рыбой Да Не хочу ничего Нет Спасибо Ну что Заходим в следующую Пока что Смотрим на Хавк Он без энтузиазма Сейчас смотрит Будущее Эльфы чертова имба Наверное думает Я бы не думал Да Друзья Сори что вчера Отменили стрим по Диаблю Потому что Когда мы сюда пришли Настраивали Настраивали Задник Слушай давай флаг Что в этом такого Что в этом флаге Ну просто нормальный флаг Просто есть Есть две Раньше была Короче одна тема Как Что можно сказать американцу Чтобы он подвис Жестко На how are you Ответить Better than you Сразу же У тебя есть там 20-15 секунд А теперь есть другая тема Вот этот флаг Вообще У тебя минута просто Есть автомат А вы же ездили в Америку Насколько я понимаю Да Ну мы нет Мы с этим флагом Мы по Норвегии гоняли И по России Ты как где вы там Американцев нашли Ну там находили В Норвегии когда шли Найс флаг Пацаны говорят Ну это флаг исторический Насколько я понимаю Да Ну он нигде не использовался Космический задник Но его не без удовольствия Держит Арктонс еще Ромео говорит Порадуйтесь за меня Я вчера предложение Девушки сделал Молодец Попал А мы же не знаем девушку Мы же не можем Порадоваться за тебя Да как бы И какое предложение В чем суть его заключалась Можно как бы Кстати Короче нужны Детали Нон стоп Нужны детали Я предложил выйти за меня На работу в понедельник И ес Вот хорошо Красавчик Молодец Молодец Нормальное предложение Ипотечное предложение Пропал Зато можем порадоваться За девушкой Это была девушка с твича Что вы вечно Этот твич лепите Куда ни попадет Вообще Это какие-то Эти Мемы Мемы Локальные Мешек с твича Ну по-любому Так вернулся Хошк Готов Продолжать играть Снял очки Что это значит Он играет в зажков? Да Ааа А куда он ходил в очках Неинтересно В туалет Зачем в туалете очки? Чтобы не промазать Ну ладно Хорошо Давай Счет Сейчас мы сделаем Ух Ну что друзья Попробуем Конечно Сейчас Мем Сейчас кто-то ливнет Не расскажи Сейчас кто-то ливнет Это не мем Это жиза Жиза Это то что вы сможете Не ну слушай Это всегда так Увидеть на это самое На трансляции Получается что Юра На родной земле Заберет Турик Очень хотелось бы Очень хотелось бы Он может По шансам Он пошел Во-первых Если Если мы верим Не трону А мы верим Не трону Что он пристает Что он типа Если выигрывает Да что типа Либо топ 4 Либо топ 2 Да То есть он может И с фами побороться А на плюс морали В конце Может Как бы пофиг То что А он Уже На Дальнем Востоке Больше чем остальные А Фоги Уже будет хотеть спать Да Это хорошо Это хорошо Не Интрига есть Но Я не хочу Естественно Против Хавка болеть Тем более Этих эльфов Как нерезаных Дофигачу Было бы А так баланс будет Хуман И вообще У нас на кубке Орк А Орков нет Да Ну где же в Орке Он увидел Как надо с Люцифером Играть проще будет Когда он комментирует Я не знаю Ты застал или не застал Он вообще не парился По поводу игры С Люцифером И если ты застал Первые две игры Но они были На такую Такую полухаляву Отданы Люциферу То есть он Проигрывал 0-2 Ну там Там ошибки грубые Просто Потом 2-2 Сделал Ну и Еще Короче нельзя Не надо Люциферу Проигрывать Поги преимущество Из дома Играет Ну в данной ситуации Это не совсем преимущество Потому что у него пинг будет побольше Да вроде одинаковый у них пинг Да Ну ладно Ну ладно Хавк утверждает Ну мы видим Что здесь будет бист Потому что карта такая Потому что Да почему такая карта Я в принципе Видел много раз И когда ты стримы смотрел Да ты всегда комментировал Что со мной Здесь берут биста Всегда Почему? Не так давно Мода пошла Потому что Бистмастер помогает Тебе Хумана прессовать Если он ставит экспант И И все И хуманы Обычно уже не ставят экспант Ранняя агрессия пришла Медведя задиспелили Но минус рабочий И минус жестыстных троллей Как минимум Слушай, говорят, что Минус лишь туда И там не бегает Моя фермер Да ладно Покажи мне Я не мутил Просто что-то заряд Да что? Что? Пропал? Пропал? Да, пропал Нам нужны новые батарейки Они в Черном С этом Сейчас, пацаны Батарейки умерли Да, в переднем кармане В переднем кармане В маленьком переднем кармашке Сейчас мы Только туда, да? Друзья, энергайзеры не выдержали Они уже несколько часов работают Да, там должны Нет, правильно, правильно Здесь должны быть Что, не нашел? Ну, я же говорю Армию игрока Так Тут у нас бой пока Максимум, чтобы там мог найти Это чистые носки Максимум Бист Бист напрягает Кану О! Да ладно Ну, все, уже говори в микрофон Можно? Да? Ну, все, хорошо Скажи еще что-нибудь Ну, дай я не замигаю Видишь, как удобно Спасибо, чатик Вы спасли нас Так, Арчу подрезали сверху Я слышал крик А, вот она, видимо Нет Где-то в другом месте Она была подрезана Не вижу трупа В начале, в начале В том смысле Посреди карты Я слышал крик здесь Вот в чем дело А, да? Ну, хз Ладно, не важно Подрезаны и подрезаны Бист мастер в агрессии Арчи спрятаны Не так много каменное рыло На это самое На убивал Так что Нет пока преимущества Жесткого у Хавка Но Судя по тому Что Хавк достраивает Рабочих Которых у него Хотя нет Он может пойти в Т2 После этого раба То есть Против бист мастера В принципе Новая мода Это играть Все-таки В тег Не ставить Да Не ставить базу Не провоцировать Блин А медведи же еще Хрен заврали Да Медведи сделали дешевле Он и раньше 125 Как элементарь был Сейчас Сейчас Сосочку И Не трогали Больше Майнинг тайм А даже Просто забирает Жух-жух Еще быстро Может мне кажется Или ему Скорость Перемещение добавили Когда-то Может и добавляли Он хорошо Доедает Сейчас нейтралов Что второй уровень Получить Плюс троля берет Это тоже очень важно Для дополнительного урона Ну в принципе Могу отметить Что у нейтрона Опять начальное преимущество Небольшое правда Но есть У него Значительно Быстрее Грейт Но это нормально Для Эльфа В целом Всегда Против Беста А что там Нейтрон Рассказывал Против Беста Типа Играть Маутен Кинга По фасту Его качать То есть Он рассказывал Как контрить Эта стратегия Когда он Был здесь Посмотрим Что будет делать Хавк Но то Что он опять же Не пытается В тупую Поставить Экспанд Это уже Очень хорошо Свиньи Пошли Свинота Свиньи Это минус Башни Срава Подрезал Красавчик Здесь больше Он получил урона Минус ферма Опять же Майнинг Тайм Странно Что не добил Эту вышку Там выстрелов 2 Максимум 3 Надо было Для того Чтобы Потом Добьет Так В том И дело Что сейчас Ее чинит Она Доградится И все И будет Магическая Вышка Другое Дело Блин Реально Нитрон Может Хавка Забрить Второй раз Второй раз Когда мы Смотрели С вами Последнюю Квалификацию А именно На последней Квале Нитрон Взял Квоту Не дав Ее Сенсационно К хавку У них Стата За Последний Год Была Типа 80 на 20 Не в пользу Нитрону И Ну Мы были Сильно Удивлены Когда Домашний Турич Домашний Турич Это все Так Работает И сейчас Да И сейчас Он На плюс Морали Явно Играет И ведет То есть В бо 5 Он там Очень давно Не выиграл Вероятность Была Отрицательная Так Выпадает Хороший Артефакт Пояс Силы Великана И урона Шестерка И 150 Хитов Третий Уровень И причем Добавляет Второго КК Добрый день Миша Кирилл Ну и Второй Ну и Второй Миша Хулиганите Потихоньку Хорошо Молодцы Что организовали Такой турнир Удача в развитии Успехов Чатик привет Не болейте Не болейте Да Молодец Кукушка Кыкейка 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 Бах Не Нитрон Здесь Отбивается Да Не Но Тут Отбивается Баш Еще Бах Медведь Медведя На такой Стадии Почти Нечем Конечно Ну только Диспел Но сейчас Ухавка Серьезные Проблемы С деревом Он Доделал Грейт На Т2 И при этом У него 800 Голды И 130 Дерева То есть Он не Может Построить Арканов Санктум То есть Хромы Стены Вот А Нитрон Нормально Тратит Ресурсы Все у него В балансе 200 на 300 35 лимита На 36 Х Вперед Ну я думаю Что он будет Все таки Т3 тыкать Хотя Может и Тут есть Развилки Пока Пока не ставят Книжки Потому что Докрепливал Не было никого Рядом Какой же нейтрон Жесткий Да не Ну просто Родная земля Ребят Это как Андетт На своей Проплитой земле Угу Почему ДХ А не Панда О Потому что Ну Что тут Панде Делать Ну Нейтрализует Ману Бладмейдж Дим Как-то Больше Походит На Такой Лайтовый Универсальный Вариант Английский Термин Версатил Более Универсален Да Ну Вообще Хорошо Вопрос Я тоже Задумался Может Реально Надо было Панду Брать Ну Ну Нет Наверное Панду Реализовать Сложнее Особенно Вначале Пока Она не Третья Она еще Ничего Делать Не будет Димка То Сразу Даже И Первый Может Победить Да Он И Отклитая Земля Нет Для Нейтрона Родная Земля Бонус Родной Земли Как Жан Давид Он Еще Одним Бестмастером Умудряется Это Все Свеженькие Трупы Раз Два Три Четыре А Это Телепорт Кажется Есть И Персонель Есть Это Рифл Это Рабочие 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 Блин Ну Это Конечно Жестко Очень Жестко Если Сейчас Отбивается Не Тро А Он Отбивается Здесь Лимита Пацаны А Майкер Вышел Из Группы Майкер Финали Виви Привет Виви Это Жива Олд Скул Еще На Турниры Ходил В Питере Да Это Очень Похож На 3 1 Я Я В шоке Ну Че Два Эльфа И Андет Ты Не Отвлекайся Давай Ну Толпа Кос Бежит Сейчас Сразу Минус Элементаль Тут же Раз Два Димка Третий Три Медведя Давай Давай Диспель Медведя Минус Телепорт Минус Футмен 1 Футмен Почти Что Второй Красную Точку Забираем Артефакт Получаем Кавку Бежать Сейчас Пытаться Забрать Вторую Красную Эту Эту Нычку Ой Этих Нейтралов Он Забирает Сразу Вообще Сходу Станно Что Хавка Решила Вот этих Забрать А не Пойти Красную Потому Что Очевидно Что Эльф Будет Забирать Красную Никак Помешать Тебе Не Может Хотя Надо Было Аркадить И Бежать Туда Не Тороше Выпадает Нет Извините Аура Андедовская Очень хорошая Аура Потому Что Дриады Завязаны На мобильности Дриад Очень сложно Лечить А вот Тебя тут Два в одном Получается Они регенерировать Начинают Хоть Потихонечку Но начинают И скорость Увлечивается Так что Артефакт Просто Прекрасный Ну и Тебе проще Отступать Тебе проще Наступать Ну все Правильно Делает Что Собирает Нейтралов Тоже Рядышком Нейтрон Чувак Спрашивает Иллюзия Мишки Башит Нет Она Башит По анимации Но она Не башит Вообще По эффекту То есть То же самое Что с Иллюзией Блэйдмастера Они же тоже Критуют Да Но Без реального Крита МК Тоже башит Под своим Если ты Иллюзию МК Сделаешь Эффект Башу Будет И вот эта Вышка Не добили Она все Еще Работает Ну ладно Пошел Телепорт Ой Ой Там Забудился Бест Немножечко Но не успел Хавк Забрать Красную Точку И Бамбр Кстати Огр Громила Тоже Отдается Вот это Много Эксп Здесь Нейтрон Делает Экспанд А мне Кто-то Говорил Что Баш Иллюзия Может Продить Эффект Станы Вранье Вранье Бессовестно Лгут Может Какие матчи Уже прошли Нейтрон Проиграл Майклу Он же Лепсифер И подрезали Двух Рабочих Весь контроль Сейчас На стороне Нейтрона Он делает Что хочет Он крепится Где хочет Он навязывает Сражение Как хочет Он харассит Еще при этом Смотри В отличие От прошлой игры Где было Ну откровенно В одну калитку У Найт Эльфа У Найт Эльфа Было 4-4 героя Против 3-1 Здесь Гравный герой И нет Лишней нычки У Найт Эльфа И Нейтрон Еще На мой взгляд Немножечко Зря вышел Из лимита Для Хумана играбельный Хотя он отстающий В сравнении С предыдущей Безусловно Диспл Диспл Свиньи не дали подойти Не Хавка с такой ситуацией Может выиграть Безусловно Разве что Он там еще На прошлой Голову морочил Долго И с проигрышной Пытался Так что Здесь шансы есть Да Дрядки тут Снова дропаются Выйти сейчас С базы Будет крайне сложно Пока ты не сделаешь Воркшоп Пацаны из чатика Говорят то что Нейтрон на вебке Похож на Джеффа Безоса В очкочках В космосе Да В космосе Приходится Хавку терять Огромное количество Времени Он оставляет На базе Рифлов Он ждет Когда у нее Доделается Эта вышка А в это время Нейтрон собрал Красную Он собрал Желтую И доел Свою желтенькую Ставит экспант Нейтрон Нейтрон по сути В соло Забрал Две красных Сам Ну здесь Артефакт выбил Все таки Хуман Но Нейтрон доел Красную Там осталось Три тролля Он их тоже Докушал Потому что Пришлось хавку Прерваться В тот момент Когда к нему пришли Ооо Вот это интересный момент Минус дриада Минус дриадка Но тут же На персоналке Улетает Старают Нет Забрал Слушай А он и первую Спас Там Посмотрим Да Сейчас можно Правда Все потерять Не Ну Зачем Я не знаю Чем По моему Он уже Перемудрил 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 Иногда Лучше Просто Прожать ТП Ребят Иногда Просто Лучше Прожать ТП Не Выпендриваться Не это самое Так Доиграться Можно Тем более Когда у вас Стоят Рифлы И битые Дирижабли У вас Дирижабли 7 юнитов И вы Рядом с лесом Это 1-2 залпа И все И Минус Там 20 лимита Плюс Экспа Противнику Короче Ну Не тронать 70 лимита Правда Даже Если бы он Потерял Сейчас 20 Игра Даже Не выровнялась Учитывая Димку Пятого И Бестмастер Тоже Пятого Да 5-5 Твою Ж Большая Ну Каминьманы Ну Дима Пятый Там Медведь 1200 ХП Врывается В Присы Такие Пию 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 Они Они Попытались У них ГД У них КД Просто У них Слишком Много ХП От 300 Снимает Диспел 225 Кумановский Диспел 225 Раз Или 200 Даже Оказывается 225 Это у Арковских Видимо Блин Как же Тяжко Раньше Было Проще Преста А им Ж Добавили В Патче КД На Диспел То есть Ты не можешь Одним Престом Сделать Диспел Подряд И все Даже Если У тебя Полная Мана Ты не Можешь Просто Заспамить А Им Еще Кажется А Нет Им Увеличивали Дальность Диспела В Последнем Патче Дальность Чтобы Они Как раз Не Толпились Доставали 200 Орка 250 Правильно Подсказывают А 300 Это у Дрядки 400 Это у Шамана Вот Может быть У Дестроера 225 Но У него Площадь Ладно 50 на 74 Работает База У Нейтрона И Ну Чего Хавка Похожа Ну Да Тяжело Ему Будет Скажем Для Начала Он Пытается Выйти Из Лимита У Него Проблемы С Лесом А у Него Тир 3 Нету Не 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 Какой Т3 Тут Уже Т3 И Не Будет Ну Чтобы Т3 Сделать Нужное Время Которое У него Нет И Ресурсы Которых У него Тоже Нет И Быстро Он И Не Получит У Хавка Нет Телепорта Пошел Персональный Телепорт Сюда А почему Решил Перестроиться Интересно Ладно Банишем Спасает Не Доконтроливает Немножко Здесь Нейтрон Ну Хотя Сзади Рабочие Умирают Тот же Рипл Который Подбанишем Ну Окей Пока Один Водин Светокличение Димка Там Ну Все Минус Все Рабочие Рифленые Начинают Умирать Пятый Архмак Ну Зачем Подмоздрят Вызывать Элементали Я до сих пор Не понимаю Но это Это Отчаяние Это Рефлекс Такой Ну Все Он Просто Через Шифт Прокликивает Сейчас Главное Рифлов Убить Просто И Все Хотя 34 на 60 Ну И Что Да Герои Остались Живые Арчи Уже Знаешь В принципе Разменяться До Минус Да Да Ты прав Тут Размен равный Вполне Хавка устраивает В смысле Нитроны Да Нитроны Конечно Минус Престы Нитрон Тактически Скорее Отступает У него Почти Шестой Бист Почти Шестой Демон Хантер С ультой Мы Скорее Все Увидим Супермены Прикольно Один ХП Да Вообще Можно Тыкнуть Т3 Кстати Не выходить Из лимита 25 Тыкнуть Т3 Не знаю Зачем Одна Дриада Реально Здесь уже Ничего Не решает Даже Даже Вредные Из Апки Повыходить У тебя Герои Блин Такие Классные Что Лучше Бутылки Собирать И Дар Бы Дожить Да Нитрон ЧСВ Издевается Над Прогеймера Да Нитрон Провел Этот Месяц С Пользой Для души И тела В Лос-Анджелесе Из тренировок Последних У него было 30 игр Заорков И Тем обиднее Конечно Хавку Да Я на тему играл Ну сейчас В имбовую штуку В хатхантер А что сейчас Серки В хатхантеров Играют По новой имботемы Ну из новых Стратегий Это самая классная Да Она реально Проста В исполнении Не проста Но очень эффективна Шестой Ну, красавчик. Что, зову? Обоих, наверное? Да нет, по одному. А что, можно обоих сразу слева-справа, нет? Да, давай. Ладно, обоих. Черт. Нейтрон такой довольный. Сейчас с Майклом. Блин, реально Нейтрон может в топ-2 выйти. Ох. Да. Все, Росбрейн и тут, и там показывают. Сейчас перетащат. Спросите про барабаны обязательно. Подерутся. Да не-не-не, сейчас будет френдли общение. Вообще, я в шоке, если честно. Присаживайтесь. А где? Сейчас подойдет, да? Пока еще нет. Пока не видно тебя. Сейчас уже видно. Так, ну что, пока Хавка нет, я хочу восхититься просто. Восхититься. Мотафака! Восхититься, как же ты барабаны-то профукал. Я просит, на красной палочке. Какие барабаны? Хавка, присаживайся, пожалуйста. Я присаживаюсь. Куда? Сюда. Пообщайтесь, френдли. Слушай, мы вдвоем что-нибудь? Да. Это какое-то издевательство. По-моему, с Хавком, нет? Нет, ну типа, я бы не хотел только слив сидеть и что-то обсуждать. Ну ладно, решайте сами. Так, и что нам обсуждать? Ведущий ушел. Смотрите, как вы поиграли. Хавк, ты видел хоть раз вот такой хрень? Чтобы вы понимали, чуваки, мы только что закончили. Один выиграл, один проиграл. Одному грустно, другому весело. И как мы можем поговорить? Ну это такое, конечно. Миша, ну это, хавк-то об этом не знает. Я их взял. На какой карте? Мы с Майкером поспорили, кто их подберет. На какой карте? На какую сумму? Майкер, Майкер проклят написал. Большая стирка с Майкером. Слушай, ну я не знаю, это самые неловкие моменты в истории Хиберсмарта. Да, еще я плохо сыграл просто. Ну да, я тоже плохо сыграл, но чуть лучше. Теперь реванш в арм-рестлинг, говорят. Спасибо, хавк, какие у вас планы на будущее? Блин, ну ребят, я... На завтра, шаверный, сегодня. На завтра. На завтра у нас планы хорошенько отдохнуть. Хавк, почему не рифлопуш спрашивает? Так был в последней катке рифлопуш. Был в последней катке. Ну, короче, Майкер выдал. Взял, ушел. Я думал, он и с нами будет сидеть, еще нам-то сидеть. Да, да, мы типа вопросы задаст. Вот такие вот дела, ребята. Договорился ли он на встрече с Пантерочкой? Они уже все, живут вместе. Майкер без зазрения совести топил нон-стоп за эльфов, пишет. Да, я ему уже говорил, он за эльфов. Да, не, что, как бы, я расстроен, естественно, но просто всегда проблема на лан приехать и отыграть нормально, потому что, блин, монитор не такой, это не такой, джетлаг, там все дела, как бы, ну, бывает. Согласен. Там главный деклар, я мечтал, что-то не шут. Как бы, я просто, если для того, чтобы понимать, когда у нас уже лимиты более-менее за 50 было, я просто ничего не видел. Я просто через атаку пускал. Из-за экрана? Ну, вот из-за того, что вот это все сливается, слишком яркий экран, я просто через атаку пускал и даже ничего не контроливал. Я только мини-карту почти не видел. На мини-карте вообще не было ничего видно. Хавк, что думаешь про Паладина первым героем? Хороший герой. Расстроен, но не раскроен. Возможно, слабое утешение, но тем не менее. Теряется. Пожалуйста. Давайте тогда это самое. Давайте по очереди. Нет, сначала с Хавк. Давай. А то больно ты веселый. Нет, конечно, конечно. Да, давай, иди уже. Как бы ты нормально среагируешь? Нет, нормально. Вот. Хорошка, держи. Ну, во-первых, все равно молодец. В смысле молодец? Я сыграл ни о чем. Ладно, какие ошибки были? То есть, как бы, если я из дома играл бы, я бы в Венерах уже был бы. Ну, по факту. Да. Ну, слушай, ты с нейтроном играл на лане. Ну, блин, как бы, да. Но он-то уже здесь несколько дней. Да? Он же дней пять в Хабаровск приехал. А-а-а-а. То есть, он от GTLAC-то отошел давно. Ну, ты же помнишь, что он вчера пи... Пи... Праздновал. А, я же тоже не... Окей. Хорошо. Так, что по играм? По играм, по играм. А тут нет ничего обсуждать. Я просто плохо сыграл. Плохо сыграл. Я же говорю, я просто из-за этого монитора не могу понять, что происходит вообще в игре. Я не знаю, как так играть. Просто мониторы топовые, вроде типа 240 Гц. Но я не знаю, почему у них такой контраст. То есть в RTS это невозможно играть. Ну, у Neutron там еще хуже было, но он, видимо, просто... Адаптировался. Он умеет адаптироваться. Да, спроси, заявка, может, разница во время повлияла. Кстати, как ты себя чувствуешь после приезда? Ну, вообще, в целом, как бы, играть в 12 утра даже тоже не очень. Ну, просто, понятное дело, у нас тут только один день. Изначально же на два дня было. А во сколько вы хотели начинать, если два дня было? Во сколько мы хотели начинать? Где человек ответственный за хотение? Не, мы ничего не планировали, на самом деле. Опа! Ну, короче, если даже в три часа дня начинали бы, я думаю, получше пробовать. Да. Там тебе еще 2000 бонусов присылали. Присыл товарищ. Долларов? Нет. О чем разговор? Ну, приятно же должно быть. Слушай, ну, все равно же внимание. Да, просто я не вижу смысла какого-то внимания. Типа норм сыграл. Я же знаю, что я как говно сыграл сейчас просто. Ну, по факту. Я даже на первой карте учитываю, что у меня там full 3-3 грейды были, целая куча коней, я всех рабов там сливал. Что-то еще сейчас бы еще на разводах как-то отдался бы. Ну, там гипотетические шансы были, если бы он ульту не слил пару раз. Не, ну, ульта там ничего не решает, потому что у меня 80 лимит 3-3 кони. Ну, бесполезная ульта. Там просто трупов не будет. Ну, там были трупы. Ну, от него. Да. Ну, как бы какая разница, все равно можно было поподнимать. Ладно, хорошо, давай тогда о твоих планах игровых. Что ты планируешь? Где планируешь играть? Какой ближайший турнир будет? Так вот, сейчас вернемся, этот будет в Эк-3 чемпион. Ну, там… А, сезон? Сезонный, да. А, кстати, мы туда, скорее всего, тоже впишемся, что там нет ограничений. Ну, он как раз в конце недели, 20-го, что ли. Ну, на следующей неделе какой-то, пятница, суббота, с ксени. Там будет full double, ну, 2-3. И 16 человек, да, как обычно? Ну, там… А там еще 2 на 2 вроде как турниры, или они уже… Я не знаю. Сейчас только 1 на 1. Там 16 человек, и там много корейцев с китайцами подтвердили, что вот играть. То есть хэпич будет играть… Ну, хэпич понятно, да. И там… Ну, там список уже есть, по-моему. Как минимум, 12, что ли, человек уже есть. Ну, это хорошо, потому что мы успеем вернуться, и ты успеешь реттироваться. Конечно, там половина списка – это корейцы, китайцы. Ну, те, кто в Топе были. То там Лоулит, по-моему, был. 120, конечно, тоже согласился играть. Не уверен. Но это надо смотреть сетку. Они там в Твиттере выкладывают, типа, это… У них интрига, кто подтвердит Регу. Там, типа, как бы по сетке… По рангу можно посмотреть, сколько там народу в Топе, да, там, кто 16 человек. Но некоторые же не хотят играть. А вот там кто-то отказывается. Тем более сейчас еще… И они интригу сохраняют, типа, 120 захочет играть или нет? Или там инфи будет играть или нет? А на следующей неделе вроде… Ну, азиатский же DreamHack заканчивается на этой неделе. С сегодня. Ну, а что не играть, почему бы не играть? Или там призовой небольшой, или почему интрига? Я знаю, ты еще спроси у Хэппи, что он не играет там какие-нибудь другие турниры. Давай еще спросим, почему Хэппи сюда не поехал, да? Он как бы мог это… Знаешь, тоже не прилететь. Ой, я пропустил рейс из дома, как выкатнуть. Плюс сколько там 3к или сколько он там получит. Да. Схемы. Подсказываешь схемы нездоровые. Ладно, значит, следующий турнир у тебя такой. А в основном, как ты, не устал от Warcraft? Будешь катать, тренироваться. Какие у тебя планы? Да катаем пока DreamHack есть. Ну, пока турники есть. Мне не нравятся текущие балансы, и никто не следит за ним. Это провально. То есть, баф на летних хэдхантеров чертовых. Ну… Да и с эльфами сейчас намного тяжелее стало играть из-за баф медведей. Да. Ну, что делать? Писать Blizzard? Там у них такое… А там уже некому писать. Там только твоих писем не хватало еще. Там распорядок, что уже некому писать. То есть, там все вот эти, кто балансом занимался, они… Я думаю, больше патчей не будет, мне кажется. Когда был последний патч? Весной вроде какой-то там вышел. Мне кажется, даже больше патчей не будет. Крэксафир, спасибо тебе там за то, что поддерживаешь. Я вижу, но мы пока интервьюшечку ведем. Когда домой ты едешь, еще планируешь, наверное, с компанией, да? Сегодня куда-нибудь поедем, выдвинемся. Посмотрим. Я, главное, не хочу заболеть, а то я говорю, что у меня горло, и что-то это… Ну, я думаю, температура там на 0,5 подняла. Надеюсь, сейчас отойду. Да. Ну… Это перелеты часто бывают, что там… А? Люци без камеры? А почему без камеры Люци? Ну, как так? Ну, надо написать ему тогда. Расскажи что-нибудь еще, пожалуйста. Мне, к сожалению… Торики спросил, ну, вот этот, этот, Торик, а дальше что-то… Не знаю, осенью. Ну, что там… Ну, DreamHack следующий, когда там надо… Из того, что я из этого DreamHack вылетел, я там кучу поинтов не дотянул. И теперь надо будет это в топ-5 уроз, чтобы на сезон попасть. То есть там надо будет отбор какие-то еще проходить. Первый раз буду отбор проходить на DreamHack. Какое. Ну, типа, это для этих… Да, для на басах. Подладдера. А ты в Diablo 2 не собираешься играть? Собираюсь. У нас на КГ будет марафончик, кстати. Кто первый пройдет с этой тресной? Да, только 2 на 2 это будет. И на хардкоре. В общем, 2 на 2. Ну, чтобы веселее было. Так что выбирай кого-нибудь. Ну, это понятно. Ну, там какие-то правила будут, там же куча… Конечно, конечно. Либо мы будем запрещать популярные билды, либо мы будем делать несколько призовых мест. Короче, занимается товарищ. Ждите анонсов. Там просто очень много спидранов, если кладем в год. Там даже… Там, по-моему, за 40 самый простой делают. Это нормальный самый простой. Самый быстрый. Ну, нормал, да. Там ты, по сути, там в одном месте фармишься, а потом просто через телепорт, да, всех боссов. Ты летаешь. Да. Ну, это как бы… Это никак не понятное дело не запретить, потому что… Ну, это только нормал. Только нормал. Там дальше за 40-ку идет повеселее. Ну, нахер на этом найди, да. Там как-то из-за иммунных. Ну, ты же можешь скипать, допустим, все. Да. Только с боссом, да, проблема. Как вы собираетесь, Турик, проводить с падающими серверами? Ну, надежда, что сейчас бета-тестирование пройдет. Пройдет еще целый месяц. А что там? С червами? Ну, да, подлаги, спайки идут сейчас. Вот, но, да, это… Да, за месяц, наверное, починить это не проблемное с серверами. Посмотрим, насколько популярная будет игра. Главное, давай, не трогай. Да, давай. Это самое, не грумпуй. Да я бы посплю, пожалуйста. Правильно, я бы тоже поспал, но видишь, тут свои законы. Так, ну что ж, Нейтрон, на удивление, он, конечно, был настроен… Ой, зачем мне два микрофона, говорю? Нет, я по-другому, там муд я делаю. Нейтрон очень был недоволен после поражения Люцифером, потому что Люцифер был самой слабой для него из оставшихся. То есть, выбирая между Фогги, Хавком и Люцифером, он бы сыграл с Люцифером. И, глядя на то, как проигрывал Хавк, он особо не… Ну, смотрел на эту картину без энтузиазма. Давай, давай, что ты. Вот, ну сейчас сам Нейтрон, в общем-то, и расскажет. Только надо ему включить, чтобы не было мута. Держи, только помни, как держать микрофон. Йоу, как? Вот так? Ну, чё? Слушай, ну, Хавк расстроился. Ну, понятное дело, мини проиграть. Ты сам не ожидал, на самом деле. Нет, ТГБ проигрываю, так же расстраиваюсь. А ты часто ТГБ проигрываешь? Нет, раз в полгода. Ну, вот он как раз Хавк тоже раз в полгода. На квоте, когда вы за квоту сражались, я посмотрел статистику на WarCraft 3 Champions. Там было типа 70 на 30 или 80 на 20. Да, да, я постоянно ему сливаю. Я вот до отборочных, я вообще не помню, когда я его выигрывал в последний раз. Типа давно-давно, когда там патч еще был в 2018. Ну, если не трон будет в микрофон говорить нормально, то будет все отлично. Миша, если бы микрофон был нормальный, мне пришлось бы выпендриваться. Прям вот так вот. Алло, алло. Слушай, Боря, на WarCraft включаем стрим оттуда. Там чем подрифтим настоящий? Да ладно, серьезно? Кайф. Так, ну чё, вопросы есть по игре? Блин, ай, хоть ты сейчас начнешь... Барабаны переоценивай. Да, а чё с барабанами чё ты их не взял? На какой карте? На снежной. Я забыл их? Да. Ну, не, на самом деле барабаны Херстин. Вот если бы там была, например, трубочка, точнее, ну не, это как он там... Пайпа. Да, пайпа. И либо ТЦ Аура, либо Декаура я простроил. Соба, барабаны это четвертый по кайфу артефакт. Ну, у тебя нет ощущения, что ты приходишь на красную точку и уходишь без артефакта, что что-то не делал. Слушай, я там контролил в пяти местах, как бы мне вообще на этот артефакт вообще класть. Я боялся, лишь бы он не прочекал. Там экспант все время старался на виду быть там и так далее. Ну, я понял, что в лоб я, наверное, не смогу выиграть. Начал вот такой вот разводик играть. В последней игре что-то доразводился, начал драться, все триады сдохли. Я думаю, ну ладно, пофиг, герою уже 6-6 почти, там уже не важно. Да, да, да. Нейтрон не в фокусе. Нейтрон сейчас будет в фокусе. Сейчас уже в фокусе. Все хорошо. Ну давай, какой у тебя план на Люция? Ты видел, как он с нейтроном, с нейтроном, с Фогичем поиграл? Ну же говорю, как кусок дерьма. Ну вот, и давай его мочи просто и все. Все, первые игры я что-то плохо сделал, сейчас будет 3-0. Ну если он не возьмет ТС, потому что на ТС я не играю, он ее с собакой не черкнул, так что придется играть. Почему ты ГВ не смог отобраться на Лан, спроси его? Будет ГВ спросить? У нас нет такой возможности. Что думаешь про гигантов вместо медведей против хуманов? А лечить-то кто тебя будет? Нормальная тема гиганты, но после мишек и с дыхой. Они танкуют лучше и дыха нарезают. Иногда можно парочку построить. Почему ТГВ не смог отобраться? Потому что ТГВ кусок дерьма, играть не умеет вообще. Ну вы хотите правду, вот вам правду. Сейчас делают клики, заплюсуют, я уже вижу, как ТГВ делает минус, ставит минус этому клипу в комментариях. Да, ТГВ сам меня любит еще так же. А вообще ты не тренировался особо, да? Я же говорю, три дня за Орков поймал. Да, я понял, блин. И 16, 15 игр за Эльфу. Кайф. И Джонни Кейс. А вот Джонни крутой чел, я прям респектую тебя, Джонни. Ты играешь очень-очень здорово. Так, ну что, пора Люцифера обратно в ад засунуть. Ну бывает, сейчас пока еще Люцифер не вернулся. Мы можем по вебке посмотреть, когда он придет и его подключить. Но сейчас, как мы видим, его просто нет. Его просто нет. А, нет. Это что, это чьи? Вот это Люцифер с кровати. Это Люцифер, да? Да. Видимо, ссылочка новая появилась просто. Короче, это... Молодец. Так, ну рассказывай, рассказывай, продолжай. Блин, что ты хотел сказать? Ну, интересное что-то было наверняка. А, про ТГВ. Ну, он хоть и кусок, но стримит часто. Смотри, кто я. Хочу прорекламировать. Если вы хотите побольше нытья и скуления, то вот вам к нему. Я обожаю играть с ТГВ, в ладдере или еще где-то. Я его выигрываю и сразу иду к нему на стрим. Он горит, я начинаю что-нибудь писать, он меня банит обычно. Ну, орет там, орет. И каждый раз говорит, что я стрим палю, поэтому и выиграл. Поэтому увидел экс, потому что все такое. Короче, он кайфовый чел. Ой, хорошо. Будем, ребят, на лане одевать мерч-гиде. Кстати, ты футболку подрезал? Да, да, Женя, давай. Какую? Ты щегла взял или что? Нет, пацаненка. И так сойдет на мерцовую? Да, это хорошо. Ну что, смотри, Люцифер уже пришел. Так, все, пойду мочить этого ляду. Давай, давай, давай! Давай! Он не дал мне пять. А ты не хотел? Я хотел! Я хотел! Я хотел! Ну что ж, веселенький турнир получается, да? Потихонечко. А я за Люци, говорит, Андет Савра. Ну и болей там себе. Ковид же. Да, мы все привиты. Какой ковид? У нас после стрим-феста все привиты. А, ковид? Дай часику пять. Да, я расстроен. Чумандр, можешь озвучить кого-нибудь пустили по тем или иным причинам? Уже много раз об этом говорили. Фоги что-нибудь пустили по политическим соображениям. Лала это не пустили, потому что он сам не приехал. Он выбрал азиатский дрим-хак, который, как мы не пытались, наложился все-таки на турнир. И... Надо было, конечно. Но если бы он не прошел, он прошел бы к нам. А так, увы. Так, у нас еще вебки не те, кстати. Ну ладно, давайте. Я передам эстафету Михаилу. Он переставит, пока мы посмотрим. С вами на сеточку. Поймем, что... Поймем, что... А! Все выпьете? Точно, сори. Это я туплю. Это может это... А это не трон в кепке. Красава, Михаила. Поймем, что у нас осталось две серии. Кстати, не так уж и много. Начало седьмого по местному времени. А мы уже подходим к финалу. Миша, футболки поступили в магазин? Нет, Анти. Они будут, когда мы вернемся домой. То есть числа 18-го, 19-го, 20-го. Вот. Я два раза после вакцинки приболел. Говорит, Мэлон РНД. Беда. Вчера на английской трансляции, когда играли Lean Remind, было 11 ска зрителей. Тут я понял, Warcraft Jeep. Еееей. Это круто, конечно. Я азиатский, к сожалению, Dreamhack пропустил. Привет, Fastlight. Ну, я буду болеть за нейтроны. Хочется реванша, хочется, чтобы пусть и финал такой. А Фоги из дома играет? Да-да-да, Фоги в результате играет из дома, так же, как и Люцифер. Вынужденно. Ну и после этой игры надо будет, наверное, провести интервью с Люци, наверное. Особенно, если он проиграет. Нет, у Винера нет преимущества перед, насколько мне известно, перед лузером в финале. Игражишь? А-а-а, чёрт. ЦГ действительно игражишь. Сарямба. Готов. Готов. Начинаем. Есть, есть, есть. А-а-а, он ушёл. Он ушёл, можно пока эту плашечку поставить. Ждём Люцифера тогда. Пинги у них хорошие. 30 на 35. Есть всё-таки плюсы. Вону нужно было хотя бы в кандалах привезти, на сцене бы выставили как экспонат. Да-а-а, это сложно. Болеем за Муна. Я что, говорился и сказал Муна вместо Нейтрона? Такое может быть. Почему Нейтрон с волосами не на фотке? Это времена, когда были... О, пошла игра. Когда он на гол приехал. Погнали. 0-0. Играю до трёх побед. Проигравший собирает... Что собирает? Собирает манатки и занимает третье место. Ну, победитель может побороться за главный приз. Во, и так здравствуй. Раньше весь трафик из Владивостока сошёл сначала в Москву, а потом только в Азию. В итоге на Евро был пинг 213, а на Азии было по 4. Совсем недавно из Влада сделали Нордпинг до Азии. Это хорошо. Ну, это вполне вероятно, да. Потому что магистрали там, не знаю, монополизированы. Были, возможно, там тем же самым Ростовиком. И выбора особо не было. Погнали. Там какие-то вообще за... На карстингах, кажется, там гоняют, на трассе машины, звук машин доносится издалека. Мы находимся сейчас во Владивостоке, в какой-то айс-арене. Тигр, кажется. Где проходит финал Russian Cyber Games с призовым фондом. Не знаю, во сколько там 400, сколько-то тысяч рублей. Четверо финалистов. К сожалению, двое из которых только добрались до финальной части. Татикман, здравствуй. И сейчас мы смотрим финал нижней части сетки. Где сражается Люцифер, он же Майкл, против нашего соотечественника Юрия Карева. Карев, кажется, да, фамилия у Юрца. Который, кстати, родом из Владивостока. Но 6 лет здесь не был. Ну а победителя ждет Фогич в суперфинале. 424 277 рублей, говорит, Войстрит. Владик был выбран для привлечения азиатской сцены или причина другая? Да, был выбран для того, чтобы проще было добираться китайцам и корейцам в случае попадания на финал. Но, к сожалению, проблема была и с ковидом, и с наложением на азиатский ДХ. Да, увы. Поэтому азиатов, к сожалению, на финале нет. Ну и плюс во Владике... Во Владике френдли атмосфера. То есть тут отличное место для того, чтобы провести мероприятие. Понятно, что куда. Нитрону сразу ведет. Выпадает большая бутылка маны. У Нитроши есть шанс? Есть. Шансы всегда есть. Какие, сказать не берусь. Прошлую серию выиграл Люци. С боем 2-3. Но, на мой взгляд, исправь, Нитрон, пару недочетов. Могло бы быть 3-1. Едем дальше. Нитроши делает грейд на Т2. Скелет проверил криппинг на экспанде. Нитрон пытается выбить артефакт, но это очень аркадно. И ДК подбегает. Это уже понятно, что. Ага, выбивает Джезл иллюзии. По крайней мере, артефакт взял. И не попал в окружение. Пока не попал. Не факт, что не попадет. Нет, выскакивает козел. Ох, не хватает немножко здесь виспа. Для того, чтобы там трех скелетов и ДК задиспелить. Козел пытается харасить. Прикапывает одного, одну гульку. Но... Куда ты? В кого ты стреляешь? Ой, Нитроши начинает ошибаться потихонечку. Нехорошо, нехорошо. Нехорошо. Минус скелет. Козлик приобретает себе, видимо, персоналку, да. Ну и пошел экспанд. Опасная контактная игра. Зоги говорит, если не трон выиграть чемпионат, брошу пить и курить. Ты адекватно оценил, да, шансы? Ну давай, смотри, Зоги. Поверим тебе на слово. Прикопка гульки. Какой диспел? А, ну хотя там все равно койл был. Гулька все равно бы ушла. Пытается подрезать еще одну гулю. Ну, такие есть. А-а-а! И Нитрон делает то, о чем говорил, когда мы комментили Фогича. Он реализует банку пораньше, для того, чтобы получить... получить плюшки. Теряет Арчу, к сожалению. Подрезает две гули. И... Ну, здесь нерубка. Блин, и козел сразу попадает под нерубку. Пострелять бы лапкой. Там койл один есть, и противник должен бы вылечивать эту гулю. Да. Маловато, маловато, маловато. Плохо мы продали. За недорого продали эту бутылку маны. Хотя, доели немножечко нейтралов на точке, и, возможно, у нас наш третий уровень будет быстрее, чем третий уровень противника. Было бы неплохо. Но не хватит. Чуть-чуть не хватает. Там уже лечевка скоро выйдет. Черт. Беги, козел. Беги, родной. Уходит на персоналки. Нычка достроилась. Надо срочно ее ставить, раз уж мы здесь. Хотя козел не обязательно должен сидеть и ждать. им скорее надо как раз, да, идти продолжать пытаться, пытаться харасить. Пытается получить третий сейчас по дороге. Виспи, 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 виспи. Давай, давай, давай. О, хороший диспл. Дождался, когда спадет сетка. Подошел. Видел, что нет койла. Но, тем не менее, ДК тоже получил третий уровень. Козлик не успевает подрезать. Гулькум. Арчи возвращаются, лечатся. Нечо Блэйсинг, лорница одна. Демон Хантер вторым героем. Видим, что идет такой своеобразный стандарт нейтрона. Энты, учитывая милишный урон и средний тип защиты у этого клыкара-охотника убивают его. СДК бегает, гад. Ну, этого не убьют уже. Если бы подконтролил первого энта, может быть, и убил бы. А, здесь лично. Ничего себе. Ну, у нас Димка уже готов. Сейчас быстренько, чтобы не убили. Главное, артефакт тиснули. Ну, Моноберн сделай, пожалуйста. А, он добивает тролля ради Моноберна. Мы не боимся козла отдать. А, там Койл. Ой, телепорт. Опасная ситуация. Нужны срочно виспы. Неча Блессинга нет. Дерево может упасть. Это трендец, конечно. Минус дерево. Ну, классические ошибки, капец. Где виспы на экспанде? Это минус дерево. Ну, вот был бы один висп, мы бы диспульнули. Это уже... Это уже прям... Прям удар. Смещается тайминг. Где-то минус два косаря золота. Ты должен все равно восстанавливать базу. Это прекрасный нейтрон понимает. Но он также понимает прекрасно, насколько он позади. Капец. Все. У Люци просто... Просто все прекрасно. Он понимает, что у него есть времени вагон. Он может крепиться. Он может ждать, там, тира нужного. Лимита хорошего 50. Да, выпадает нейтрону. Блин, вампиризм. Возможно, это сподвигнет его выйти раньше в Т3. Потому что надо халявить как-то. Я не знаю, как. Реально надо тыкать Т3, видимо, было. Ну, не пытаться над рядом как-то выгадать. Выдержать. Прикопка Койлнова. Козел очень в опасные игры играет о ее ее и в одночасье состала как-то не очень была сейчас база совсем другая игра была но это это типичные эльфийские ошибки дима 3 дима клипится здесь идет выход судя по всему на экспант и криппинг хорошей красной точки артефакт так себе слава богу что ловкость никому не нужна ну и раз аура ауры нет и пошел экспант это тоже может стать проблемой потому что не трон не проверяет он может не ожидать такой подставы хотя проверять надо безусловно надо 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 проверять 4 зима им хорошо но там 43 у нас тоже как бы 43 то есть преимущество нет никакого пошла разведка и вот в этот момент не трон должен как минимум проверять эксп как минимум то есть он побежать побежит отбиваться от атаки кстати не так что его просто не съедят дисмен на экспанде и ее где виспы опять опять виспов нет перегруппировывается эльф койл новым бёрн хороший минус арча рядку подконтроливает всеми рядами бегает где еще бёрн где бёрн не успел сделать нормальный койл вылетел гульку подрезали следующую гульку тоже режем но здесь уже есть нерубка понимаете андет спокойно может отступить на проклятую землю у него будет реген у него будет нерубка и задача сильно усложниться у нейтрона штурмовать это все делом атакуют не трошим инвул прожимает вынужденным и строй рочи хорошо здесь может залетать за за вышки пошел циклон минус две триады 48 48 димка подставляется пытается димки что-то передать арча своей мешает падает демон хантер уменьшая и без того невысокие шансы на штурм от его экспанда и отступает нейтрон подкармливает вражеских героев персонал к нужно срочным ох пять хитов он уходит просто на волю долю но даже спася спасая кипера он я не знаю как здесь выигрывать уже все пошло из-за отмены экспо что отмена построившиеся нычки это минус 2 косаря недобытого золота 2 косаря это 15 20 лимит сейчас нет экономического преимущества у нейтрона нет лимитного нет по армии преимущества нейтрона по героям у него тоже нет преимущества учитывая убитого демон хантера и шанс вернуться в игру тает на глазах возможно взорвать подрывниками рубку вороваться вокалитов развести на телепорт дождаться как-то демона построить день под шумок экспант ну как тут построишь на такой карте под шумок на это вырывается пытаются околитов убить пошел телепорт немножко зевает телепорт нейтрон если это минус пара юнитов будет скорее всего нет убегают справа арчи странно что новую не словили и теряется только одна дрядка как же так декану на половину 5 и личи почти 4 и приходит люцина экспант берет третьего героя и очень серьезное намерение пошел персональный телепорт попытка напугать противника и дриадки нова люци может тыкнуть экспант просто и все пока там какой-то урон эти дриады нанесут до минус эксп можно не сражаться можно сражаться в целом если пока ну пока не в минус размениваешься можно и поразмениваться а у него телепорта нет не на даже так 70 лимит на 50 что мы что мы можем здесь делать что мы здесь делаем финды в закопке просветка минус один финк минус 2 финк на 55 на 62 неплохой кстати был размер димка сейчас умрет доставка нет это гг ох 1-0 1-0 1-0 да и люци сразу ливает он уходит курить что ли окажет после каждой игры трошка певает водичку да давайте взглянем на сеточку начало не очень хорошее но опять же нельзя ошибаться грубо особенно в игре против такого сильного андета нельзя отдавать экспант на халяву нельзя и не трон то знает но от ошибок никто не застрахован что еще раз да 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 у него разные тайминги есть иногда бывает такое что ты даже если магазин поставил у себя на мэйли герой не успевает хотя он использует второго стандартного героя то есть реально став после помогает как шла первая серия нейтрона с люци до похожим образом нейтрон проигрывал даже 0-2 а потом сделал 2-2 они не надо меня мне не надо лучше на нейтрон посмотреть но это андетовская карта была передайте нейтрон телефон камбэчный да карта тут причем все же нормально было чего начинается вот реально просто просто базу защитите все даже даже один висп который не не чинит а просто дисплей этих четырех скелетов помог бы погнали надеюсь я угадаю со счетом победителя финале ждет не дождется нет не угадалась еще там абсолютно непредсказуемо каким образом где какие игроки появятся слева справа справа слева поэтому писать счет до того как они появились это 50 на 50 причем фогич с тем же самым люци скорее всего справится играючи как в прошлый раз вряд ли принципиально может настолько поменять свою игру или сферу ну или фогич конечно может поменять свою игру и это это опасно как мы знаем но в целом то что мы видели там настолько все надежно столько все на голову выше но вот хотелось бы чтобы нейтрон вышел финал да альфийский мирор но его не было вот эльф андет было было большое количество страдает кура и еще бы по-хорошему напомните мне после этого матча пообщаться с люцием попробовать с ним созвониться если мистер light на связи не мог бы он например предупредить или а или аспирант например мы правда не тестили звук о хорош спасибо за переподписку люци может от безнадеги пойти какие-нибудь неожиданные страты андедом удивлять крайне сложно ну я и эльфы как правило готовы он он пытался он пытался фогич там с двух склепов убрать например и весьма такая неожиданная стратегия знаешь бурятский на английском будет нет я на английском конечно да и лет хорошо на английском говорят говорит я думаю мы сможем понять друг другом приятно видеть флажки на карте такие губи и маски да из игры приятно тоже стримить с колечком нам так не везет немножечко но если например нейтрон решит на этой карте сыграть в два нишин ту винда и сыграет в алхимика кольцо может алхимику неплохо зайти но о там еще поддерживать призовой фонд спасибо да друзья еще не поздно пополнять призовой фонд хочется дойти до отметки психологически как русбрейн заявил в полмиллиона не знаю насколько мы близко далеко вот я понял короче спасибо большое что пополнять призовой хорошо развешаны виспы да и сучку дала ртонс на турнир спасибо большое оттуда собственно пополнение идет пока что мы в легком плюсе за счет того что дк долгое время не мог найти где находится где находится козел но вот как так можно вообще заходить в окружение о такой зевок просто на две секунды ты только что закупился куда-то переключился блин на минимапу не смотришь не трон расстраивает это он реально расстраивает грубо ошибается опять арчу сдает ладно гуля убивает прикапывает ой только вот сейчас не надо минус или как же и люция группа кружи окружает круто хорошо выскочил на чудесах козлик по низу ну моргнул он закупился побежал пошел куда-то что-то строить и все и андет был там был на месте подходил к магазину ему как раз нужно было гуляя сплетануть забежать в нейтралу мне не бей какой фуфа ты чё с ума сошел не дает даже даже шанса добить роля козел бегает дк пока не 3 будет 3 у нас будет минус телепорт скорее всего сразу же строится база на все стандартные и гули пошли доедать козлик сэкономит ману в лунных колодцах и подлечиться на фонтане немножко я не знаю эвэ мисс это это вторая половинка не троши или или нет если да то с регой если не да то кто это я не думаю что во первых там ева анимаша это смурф тгв так ну мы видим что майкл выходит в гарк ставит при этом экспант все достаточно стандартно чтобы противостоять этому нужна хорошая разведка но не трон пока занят криппингом но в целом сам козел получив 3 уровень уже бежит на точку интересно что просветил а вот что просветил люци гарги прилетает на экспант видят что димка крепится козел трется рядом он халяву не пробежишь уже понимаете уже есть лич и андет сходить с этого места уже не будет так просто ты тут уже экспант не отменишь это плохо пытается окольными путями как как-то забежать козлом и тыкнуть и вроде прорывается и вроде что-то что-то поотменяет разок отменит как бы не пришлось на телепорте отсюда уходить энты бедолаги отдаются здесь огромное количество экспы отдают ладно не огромные но зато в это время пока андет стоит у себя на экспанте димка крепится это очень хороший разделение труда так скажем дима постепенно выходит к третьему ему выпадает самый лучший артефакт из этой точки это мощное изделие исцеления и учитывая текущую ситуацию может быть даже не трошу сможет о козел в инвизе интересно увидел ли уца что там инвиз был куплен может быть не троша сможет красную подобрать ну то есть дрябками выманить попробовать поджать как-то в это время козлик будет отвлекать внимание врага и еще глядишь один разок отменит нычку правда если козел отменит нычку то это будет либо это будет точно минус тп а нет вы посмотрите просветка работает на козле по очень рано инвул езнул козел пытается выиграть время и телепорт это время основная армия пытается на экспант и кажется пожадничал уйти смотрите он не дождался когда закончится шахта и он уходит если бы он был рядышком и в такой хороший тайм врывается нейтрон когда шахта уже почти закончилась когда строительство шахты почти завершено это сто секунд это где-то но это не где-то это косарь голды и даже больше но отсюда надо улетать на телепорте только на телепорте димку прячет и димку пап получил получил третьего уровня красава не то что выиграл еще времени кучу вот это хороший мув был хороший мув ну все собираемся что выходим из лимита дриадами димка третий бутылка есть дирижабль есть противник правда собирается сейчас очень быстро не кажется надо сейчас уже выходить из лимита пинчить его пинчить мунвела есть на выход из лимита 40 50 на 60 и 50 на 70 соответственно после оболиша две дриады и погнали да денег только нет а как это денег нет а вот так вот мы свиток и закупаем гульку 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 подрезаем молодец ой хорош как бы это забрать то надо бы зигурат взять мув стоимостью 640 голды но шахта минимум косарик не добывала плюс еще лес а почему а минус 2 тп там еще ой да там дороговато получилось капюшон из воротливости для димки тоже не очень хороший хоть ловкость есть но винта ему не особо нужна кипер пытается пытается снова отменить строящуюся шахту но армии у противника довольно много и шахта почти доделалась тут ничего не сделать шахта доделывается увы и надо просто типа персоналку делать возможно даже раньше надо было ее делать чтобы не рисковать козлом из плюсов из плюсов пока козел развлекает не троша зачистил центр делает потихонечку т3 сидит на лимите 50 и глядишь успеет еще забрать голема хотя это рискованно конечно может противник уже бежит сюда выманиваем 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 ой димка получил сразу камень успеем 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 да большую инвулт тиснули нормально койл новая большая бутылка пошла у него тоже 50 лимита минус гулька еще бёрн прописать бы дима четвертый это очень хорошо койл бёрн бёрн хороший 81 дрядку подконтраливает фокус 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 пора делать уже контролить нужно контролить не трон минус дриада минус гарга дк нитроша собрался гульку 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 минус гуля плюс разменялся безусловно даже с учетом минус бутылки все равно в плюс разменялся ну и опять же он закрепил эту точку это тоже хорошо что будем делать дальше нычку хотел третью сделать но нычку нам отменяет нитрон сидит на лимите 50 загрузился полетел на мейн на мейне что на мейне все на мейне околиты но гарги это довольно очевидный ход так скажем что ты после мастерской идешь идешь с дирижаблем надо бы сейчас не отдаться на гаргах это очень опасно выискивает сейчас и видит и видит что армия за энтоми побежала отличный момент для того чтобы сделать дроп красава и околиты подставляются минус один прикапывается второй третий четвертый отступает телепорт разменивается на телепорт и арчу только надо бы успел да вроде как никто не умер хотя головокружение было уже было очень опасно хлеборез нарезает лес у нас не хватает леса все равно потому что нетроша вложился дико в грейды 2-2 против 1-0 ну хорошо что упал не на елке друзья это было бы мы могли потерять это пятнашка лимита ну и люци собирает второй второй фонтан ну аккуратненько 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 прикапывается дк димка идет кидать берн можно все равно берн кинуть где став у нас став есть хорошо да игра конечно жесткая надо выходить из лимита оба выходят из лимита такая чуйка классная ну давай дриад о это гаргу 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 которая отстала есть уже арба есть Т3 минус гарга доедаем еще тролля идут дальше дриады странно что дриады ни одного медведя нет и ну че надо третью базу видимо тыкать денег конечно у нейтрона много меня смущает наличие вот этой вот наличие большого количества бабла на руках ой дриадка давай аккуратненько выпей побежал и димку став и это хорошо очень много маны тратим он джуса еще берн прописать по личу можно надо третью базу ставить надо сейчас беготня начинается сразу тыкать нычку доделывать может виспов каких-то я не знаю но вот эта бесцельная штука беготня она меня очень очень напрягает ну дима бернет дриадка минус минус гарга я слышал дриадка одну спас другую хорошо не трон и минус вторая гарга так он не то чтобы забайтил но он спас обе дриады убил гаргу 2 гарги убил обсидианку и отдал только одну арчу великолепный контроль контроль 70 лимита у нейтрона 70 лимита на 56 блин он все в его руках все в его руках делает третий грейд на атаку третий грейд на защиту козочек спасенных выхиливает если бы не грейды на защиту они бы конечно отлетели быстрее бы значительно ай-яй-яй дима почти пятый да пятый димка продает кольцо но здесь действительно уже места свободного нет делает иллюзии берется по гейм нужна третья база на мой взгляд нужна нужна зачем барак хороший вопрос зачем ему аов ну арчи делать уже поздно под такого леча он явно сделал аов на замену этому аову а что нельзя сделать без аова да все вроде можно делать без аова меткость нельзя сделать без аова зачем ему аов кто-нибудь знает соф он хочет делать баллисты нет коты нет арчи уже точно нет как виск бес инвул уже юзать, наверное? Или все-таки уйдет личий? Я не уверен, что уйдет. Да, нужно инвул юзать. Использует инвул. Можно было окружить, не вып... А, там телепорт. Все, наверное, тогда... Наверное, нецелесообразно было окружать. Слишком шатко. Опять же, нет базы у нейтрона. Я не знаю, почему. Подрывника не взял. Ему надо как-то вот эту вот штуку штурмовать. Козла подставляет. Нехорошо. Провоцирует противника на то, чтобы вот возвращаться. Митвеганы. Минус Дестройер. Митвеганы, смотрите, как всех Дриад заражают болезнью. Медведи пошли убивать Акалитов. Риджув. Форма. И пока медведи там хулиганят, основная армия работает над основной армией Андеда. Фокус пошел под Риадом. Свиток лечения. Минус Дриада, минус Гарга. Пытаются фокуснуть еще. Минус Митвеган один. Не доконтраливает Люци. Ну, почти. Минус второй Митвеган. Размен хороший. 66 на 57. Свиток лечения, правда, и Люци нужно фокусить. Падают и Гарги, и Дриады. Но учитывая, что лимита больше у... Да, выигрывает здесь все-таки не троша. На половину шестой Дима. Пытается Люци под башней отступить. Медведя подрезает попутно. Но Дима рвется вперед. Хотя нет бутылок больше. Надо его стопануть бы назад. Надо бы его стопануть, чтобы он вернулся. Да-да-да, перегруппироваться немножко. И база. Отлично. Все. И нычка по центру делается. Дима быстренько лечится. Возвращается назад. И здесь будет совсем уже другое дело. Один Демон Хантер возвращается. Уже здоровый, с полной маной. Подрезают Гаргу. Подрезают Абома. Дима очень близок к шестому. Но Люци огрызается. Убивает еще Дриад. Наскоком. Минус Гаргом. Нитрон, давай за это самое. Заказывайся. 1200 у него на руках было. Давай. За Тарка по полной программе. Медведи. Бараков добавил все равно зачем-то. Я не знаю. Что это за замух такой интересный? У него все хорошо. То есть третья база. Отличный был размен. По XP все шикарно. Демон станет шестым. Дима, игра закончится. Если станет шестым, я бы даже сказал, когда Демон станет шестым, игра должна заканчиваться. Книга знаний. Отлично. 1-1-1. Вот. И сейчас нужно собраться со следующей атакой. Закупить свитков, закупить бутылок, дождаться подкрепы и с лимитом плюс 20 прийти на врага и начать, ну, навязывать игру, навязывать размен и размениваться, получать шестой уровень Димки. Прожимать шестой и убивать быстро вышки. Потому что с хаос-уроном Дима под ультимейтом абсолютно спокойно эти вышки собьет. Люци понимает, что ему нужно как-то держаться. Моноберн хороший. Не успел даже Люци Койл кинуть. Сам виноват. Гаргу теряет сразу же. Дима врывается. Не тормозит. Инвул на 15 секунд. Еще минус Гарга. Берн еще. Минус обсидианка. Пару-тройку юнитов нужно убить до шестого. Лич получает... Лич падает, кажется. Да, не успел. И шестой уровень. Ультимейт. Понеслась. ГГ пишет. Люци. Один-один. Один-один, друзья. Ух, хорошо. 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 Турнировщик самолучший отнес. Отлично. Спасибо, Витя. Да, жалко, что это произошло так поздно. Ну и сеточку наблюдаем. Фоги ждет победителя финала нижней сетки. Финале нижней сетки Люцифер против Нейтрона. Счет 1-1. И... Мы заходим в третью игру. Карта Амазония. Там просто трешик, мистер Лайт и вопрос. Понятно. О, ну что, здрасте. Тем, кого не видели, мы во Владике. У нас уже вечер не такой поздний, но близко. У вас, скорее всего, дело к полудню идет, а у нас дело к 7 часам вечера. И сегодня во Владивостоке проходит финал Russian Cyber Games. Он, конечно, не без проблем, потому что где-то проблемы с наложением расписания на азиатский DreamHack, где-то проблемы с доступом через границу. И да, еле-еле. Еле-еле. Два из двух у нас только финалистов присутствуют. О, стиха здесь. Привет. Мы на этом финале впервые попытались сделать что-то вроде такого базового продакшена. Это заняло у нас вчера пару часов настроек. Вот. Нервов и сил немножечко тоже заняло. Минус один шнур. Ну, ничего. Зато у нас есть возможность посмотреть на игроков. Посмотреть, например, на пустой кресло кресло Люцифера. Посмотреть на пустое кресло Нейтрона, который тоже... А, нет, вот Люци вернулся. Оп. Вот такой он. Да, там песик сидит на этой... Посмотреть за Нейтроном. Почему микрофон такой грязный? А я его не протирал. В пыли, просто в пыли. Ну, мы в игру, друзья. Возвращаемся. Ох! Ох! Юрок тоже курит? Не, у нас вообще из людей, которые приехали, а человек, наверное, 15, никто не курит. Ай! Раз он не поставил Нейтрон. Вот Нубас! Вот Нубас Нейтрон, а! Я специально говорю громко, чтобы он услышал. А, кажется, все равно не слышит. Даже, даже несмотря на то, что там с задержкой был звук в плазме, он все равно даже не улыбнулся. Значит, комментирование не слышно вообще. Окей. Не, хорошая динамика. То есть, сейчас игра была без грубой ошибки на старте. Игра перешла в макро, игра шла по такому стандартному шаблону. И мы видели, что ну, все все делали, что должны были делать. Один ставил экс, второй ставил экс, выходили в макро, пушили, харасили, подрезали, качали. В общем, и то, что в такой затяжной игре нейтрон оказался победителем, это, конечно, очень отрадно. Привет, Кримчик. Привет. Ласт Рефюдж. 1-1, Б5. Разница между третьим и вторым местом должна быть уже существенная. Кубки, кстати, абсолютно одинаковые за исключением надписи. А так все трое получат орка на мосту. Доди Додо говорит, прошу прощения, но как без грубой ошибки на старте, козел зашел в окружение и склонтировал как раз грубую ошибку. Но по сравнению с оданным экспандом это все-таки то есть есть, ну, короче, да, не так я выразился. Потеря нычки, которая не принесла 2000, и потеря телепорта, которая стоит 350 голды и как бы не приводит незамедлительно к негативным последствиям, потому что не факт, что тебе в ближайшее время потребуется телепорт, он скорее только увеличивает риски и обостряет игру. Да. Ну, я посмотрел реально эльфийский мирор, потому что такое количество эльфандет у нас на этом турнире и Фоги играл с Люцифером, и Нитрон играл с Люцифером первый раз, и сейчас он играет второй раз с Люцифером, но это перебор. Тем более, конечно, приятно, если корейца одолеет удастся не трошу. Не зря все-таки Хапа пострадал, правильно? А, тем более, он ушел на персонал. А там был один в один в плане Экспа, во-первых, нычка не принесла тысячу не трон, потратила трех, вон, вообще не в один в один. Что за, что за ерунда? Что у нас за эксперт, экспертный, нет. Еще спорить будет, ведь, а? Запомнил. Первое место 191 499 рублей, второе 95 749 и третье 57 449 четвертое, ну, надо без без рублей, надо по тысячам. 191, 95, 57, 38. Хороший приз. Пикер болеет за ушастых. Исключительно для того, чтобы... Ооо, опасно, опасно. Не стал тратить виспа, вы видели? Одного скелета и деку не стал тратить виспа. Хороший койл на реакцию. Во время грейда потерять парочку виспов, если там не было экстра виспа, но должен был, конечно, это не так страшно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Да нет, тут виспов с запасом. Вы что, вообще без проблем. Возможно, он так отчаянно хотел виспов убить для того, чтобы второй уровень получить, но... О-о-о-о! Ну? Хорошо. Опа, а это минус телепорт же? А, какой минус телепорт, если у нас первого уровня и прикопки нет? Да, подблочили, как могли, с одной стороны, но ДК выбрал другую сторону и все, убежал, скакал. О-о-о! Гульк сейчас можно па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Но Гульки не начали криппинг, к сожалению. Ай, там уже можно не будить. Если вот он начал бы крипиться и пошла бы сеточка, понимаете, и точно Гулька бы не ушла. А вот она, сеточка. Но поздновато. Но мне нравится агрессия от Нетрона. И то, что он получается первым берет второй уровень. У него появляется прикопочка, там ДК битый, понимаете? Надо сейчас ДК быть очень аккуратным. Не туда зайдет, хоп, и минус телепорт. А Козлик-то рядышком уже, все. Пошла регенерация, боится. О-о-о! А в это время не рубки нет на Мэне? А Калита сразу в разные стороны. Перебить лечение, перебить лечение. Перебил лечение, причем иллюзии. Хорош! И арчами, и арчами. Давай дальше на Мурлоков куда-нибудь, не знаю, вот сюда, например, или куда-то. Где-то что-то нужно делать. Иллюзию подставит. Ой, хорош! Не трожь разошелся, видите? Энд, конечно, битый, но за счет того, что 5 арчей и плюс есть иллюзия козла, он может одним козлом напрягать здесь, и при этом еще неплохо вытанковывать козликом. Аркадненько, но в целом... А-а-а-а, и увидит сейчас, увидит. Нет, байт, какой красивый байт. И все, и прячется, правда, кольцо защиты, возьмет противник. Но экспа досталась нам. Просветки нет. Красиво. Так можно вообще прикопать ДК? Не, мы не хотим прикопать ДК. Хороший момент. Ай, просветка, не трон, подставляется арча, и второй уровень все-таки получает ДК. Он теряет, конечно, тоже гулю, но ауру получает. Все-таки получает второй уровень. Еще одна арча может не уйти. К сожалению. Еще минус вис. Ой, недоконтроливает немножко. Надо бы задиспелить, чтобы хотя бы арчу при. И надо подблочить, подблочить, чтобы арчурка спасти. Молодец. Вторая. Тяжело, тяжело уже. Ай, ай, она еще в камень, дура. Блин. Ну, кто так? Ну, она сама виновата. Вы видели, куда она зашла? Больно смотреть, как умирают арчи в такой... Ну, куда она пошла? Вот реально в камне. Демон Хантер выходит вторым героем. У нас уже есть экспант, и он еще умудряется. Какой логотип, красивый ГГ. Ааа. А, и тут телепорт. Ну, здрасте. Моргнул, посмотрел на логотип ГГ, и выяснилось, что нетроша взземнул окружение. Сейчас главный ничку не отдать. Нейча Блессинг все еще делается, виспы далеко. Неужели сейчас классическая ошибка будет с этими свиспами? Там тоже лечевка. Очень опасный момент, друзья. Ну, без виспов это, конечно, аркадо так делать. Ново. Крипджек. Димка здесь. Деку, деку, деку надо тыкать. Димку зажимают. Ново. Деку надо тыкать. Хорошо. Это вообще лучший расклад, который мог произойти, блин. Лучший расклад, поверьте. То, что он противник отсюда стелепортировался, и слава богу, не дай бог. Господи, не дай бог. Стриг говорит, мы только просыпаемся от нас, а у вас тут уже вечер, во все военное ремесло. Да, разница в 7 часов, конечно, поражает. Дима первого уровня. Во-первых, он успел сделать стрима наберно, он лишил маны и леча, и почти полностью, ну, деку лишил. Он там вытанковал хорошо, поджал деку и не дал в обиду нычку. Было бы значительно хуже, если бы вся армия андеда вместе с оставшимися нейтралами бросилась на экспант, рядом нет виспов, наичи блестинг еще не был готов, и у нас был бы минус экспант. Вот это была бы трагедия. Нейтрон сам добил Диму? Не, вроде не сам. Так, что по артефакту? Может повезет нам, а? Мампиризм. Да, весьма, весьма, весьма неплохо, учитывая то, что мы в медведя идем и в перспективе в гиппогрифов. Хотя, может быть, и на дриадах придется остановиться, черт его знает, когда там Т3 будет тыкнут. Но артефакт, назовем его перспективным. Козлик смотрит, есть ли экспант или нет у андеда. Нет экспанда у андеда. И это наталкивает нас на мысль, что будет тайминговый пуш. А это значит, нам нужно, не нужно делать грейт на Т3, нужно штамповать дриад, возможно, повесить кого-то на лагерь наемников для закупки, перевести, а то и протектор бахнуть на экспанде. Ну и прокачать Димку до третьего уровня. Желательно. Если успеем, конечно же. Димки немножко осталось, но там противник уже бежит. Может и не успеем. Да, вот и он. Он берет тинкера для пуша. Опасный момент, друзья. 48 на 47, причем противника даже немножко больше. Экспант у нас только-только начинает работать, протектора нет. Ай-яй-яй-яй-яй. Закупает две бутылки жизни. Надо сначала поподрезать гулей. Блин, а как же тут сражаться-то, а, без третьего Димы? Пошел в леча. Дима ловит все. Ой, ну давай Берн. Пытается ворваться дрядками. Аккуратненько, аккуратненько, надо каятись. Дима, Дима, став! Ну став! Ты что ж, ты епарасетый? Ой, блин. Ну да, контроля не хватает, не трону. Что ж такое? Да, ну, пуши без того опасные, мега опасные. А тратить героя это прям очень-очень-очень рискованно. Вот как сейчас без Димки сражаться, я не знаю. Там уже финды, которые не дают рядом подойти, а ты без Демон Хантера сражаться не можешь, пока он выйдет из таверны, тут столько времени пройдет. Под адреналином лезут гульки, подрезают арчей. Душераздирающие зрелища. Магазин подставляется. Очень полезное здание, надо закупать здесь по возможности бутылки, пока есть возможность. Дерево подставляется. Нужно срочно висповку вытаскивать отсюда срочно. И опять же, как-то пытаться справляться без Димы, но я не знаю, как виспы все чинят. Кажется, перед... Да, динамика отрицательная. О, нет. О, нет. Третий лич. Ну, не стафанул. Не стафанул Димку. И Димка не третья не стафанул Димку. Это... как-то подойти к... Ну, так надо было сделать. Что-то не дело такая. Ну, и сколько мы видим. Ну, когда ты играешь, блин, три дня, 30 игр за орков перед турниром. Можно совершать ошибки. Ну, то есть, понятное дело, почему у нас происходят ошибки в плане микроконтроля. Увы. Пытается вырулиться за счет Т3. Четвертый ДК. Начинает контролить. Там инвул улича. Мало вероятно, что удастся его забрать. Там 15 секунд беспредела. Плюс Койл есть. 42 лимита на 58. 58 у Андеда. 58 у Андеда. Да. Ну, а свитку выкупает Нейтрон. Ну, это не конец, конечно, гипотетически 2-1. Шансы есть. Ну, и здесь, как бы, какие-то шансы есть, но... Но нет. Привет. Нейтрон расстроен. Расстроен, а Люцифер уже ливнул. Просто вот. Его и не было, да? За него играл стул. Как обычно. Да. Да. Собака играл даже. Песик играл. Это не конец для Нейтрона. Будут еще турниры. Вот и токсик какой. Бывает. Да, смотрим на сеточку. Люци идет в суперфинал, но еще не проходит. Он пока на пути на своем. и... Ну, Нейтрона шансы есть. Нейтрона шансы есть. Он не унывает на картинке. Да, и Люци тоже не это самое, не... не особо грунпует. Да, всем... Да я уже начинаю грустить за это самое. Почти не сомневаюсь, что Фогич справится с Люци, учитывая то, какие там были игры и 3-0, и вообще без шансов. Но... Хочу Эльфийский Мирор в финале. Ты не любишь твоих зрителей. Что еще раз? Не любишь своих зрителей. Почему? А это лучше, чем в четвертый раз смотреть Эльфан Дет? Эльфийского Мирора еще не было, а Эльфан Дет мы уже смотрим третью Бу-5. Как бы... Тогда уж лучше, чтобы Хавк прошел. Исходя из... Лучше бы на Хуманов посмотрели. Но в идеале я считаю, что надо выбирать в следующий раз. И, кстати, нет такой... Нет такой системы проведения. Кирилл. Надо делать... Надо делать турнир и выбирать сильнейшего представителя каждой расы. Да. Типа Рейс Ворс, но только соло. То есть пильнуть какие-то квали интересные, которые... Кто? Кто? Рейс Ворс... Кто триггерится на Рейс Ворс? Представители черной расы. Черной американской расы? А я не уверен, если у нас тристрим на Твич. Но даже есть, хрен с ним. Потому что... как бы у нас есть гудгейм. Мы можем не ссать, в отличие от остальных. Мы можем называть негров неграми. Пожди. Что? Пошел флаг опять. Провокации чистой воды. Вот. Кого как мы можем называть? Мы можем называть негров неграми. Потому что в России рабства не было. И слово негр не имеет негативной коннотации. У нас было крепостное право. Приблизительно в то же самое время, кстати, отменено, что и рабство в Америке. С разницей в один год, если я правильно помню. У нас было угнетение белыми белых. Ну и тем не менее, как-то справились, да. И... Так что... Агеев как можно называть? Причем здесь... Любят. В зависимости от того, как вы к ним относитесь. Да. Так, ну что, не трожь. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, сделай 2-2. Вот-вот, сделай 2-2. Вот так, да? Я уже сделал сам счет, сам счет 2-2. Но мне не позволил Лесориус поставить этот счет. Давайте посмотрим. Да, со счетом на этот раз угадал. Кастра, карта Острова Эха. Привет, сколько призовые. До хрена. Призовой фонд все еще можно пополнить. И welcome, пожалуйста, пополняйте призовой, потому что такие турниры идут исключительно благодаря поддержке комьюнити. Без спонсоров они проходят исключительно благодаря поддержке там, киберспортивного фонда, частных инвесторов и частных меценатов. Тут нет вопросов инвестициях. Вот. И рядовых синевиков. Сейчас начало, конечно, тоже опасно, потому что первый гуля сразу идет и отменяет нам барак. Мы пытаемся отменить гулю, но висп недостаточно ловок и умел. И в результате минусаов у нас. Призовый фонд на данный момент 425 555 рублей. Раз я не синевика надонатил, я меценат, получается. Ты в... Да. Пошел второй барак, ну, то есть первый, но уже второй, в месте под экспант. Но накрылась медным тазом накрылся медным тазом криппинг на лагере наемников, к сожалению. И начало для нейтрона очень нехорошее. Добрый вечер, God Helmet. Элаяр говорит, а я напоминаю, что разжигание межнациональной розни от преступления, к которым следует уголовное наказание. Конечно. Конечно. Мы все по закону. УК РФ. Интересно, разжигание розни в чатике оно тоже карается? Разжигание. А как разжигание классифицируется? Если подгорел, то значит разжигание произошло успешно. карается банами. Ну да, это просто где-то грань. потос, привет. Ну, козел нарезает круги. Он пытается выиграть время. Интересный, смотрите, билд. Можно было увидеть такой билд где-нибудь в начале рока, когда андеды ставили несколько мейнов по непонятным причинам. Ой, ну сразу, конечно же, у нас сеточка. Надо выманивать и две сеточки. Да как так-то? Да как так-то? Бесячие нейтралы. Две сетки кидают, еле-еле удается их выманить. И в это время ДК уже бежит в атаку. Ну, ё-моё. Ещё если он прочитает, что там криппинг. Слава Богу, не прочитал. Козлик подрезает, неплохо гулю. Вторая прикопка. Блин. Козёл стремится, но ему тоже очень далеко бежать до экспанда. И есть шанс потратить и виспов, и арчу, и предмет, и барак. Да, и вот она пошла разведка на этот раз. Ой, всё равно недоконтролил, нет, доконтролил. На этот раз я нейтрон увидел, что к нему идут, поэтому надо сейчас аккуратнее возможно артефакт убить. Ну, где диспл? блин, нейтрон, ну, блин. Ну, что ты делаешь? Ну, ёпарас, это он нереально не доконтроливает по таким простым вещам. Да, противник подбирает артефакт. Я начинаю всё уже затильтовать. Пошёл экспант, невзирая на то, что ты видел, что там противник бежит на тебя экспант. Меняется, да, ну, блин, ну, как так-то? Ну, как так-то? Нинус эксп. Ой. Ой. О, там отдельный привет Михаилу Новопашину Хоту. Здоровье. Вроде там планируются ивенты в поддержку. Больше нужны обратные связи. Да. А нейтрон продолжает страдать. Барак ему отменили. Экспант ему отменили. Артефакты у него стырили. Разве что по опыту он не сильно отстаёт. Но в остальном в остальном да и по опыту он сейчас тоже будет отставать. Противник очень грамотно с обе центральные точки защищает как вы видите. И здесь тиснул. Хотя может крипджекнем, а? Может крипджекнем? Пытается не выпустить. Прикопка. Гули направо. Гули, 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 гули. Главный гули. Гули попробовать подрезать. Минус 2 гульки это хорошо. Хорошо. Люци, конечно, непросто. Пошла база. Блин, не трожь, я понимаю, что тяжело. Капец. Не тяжело из такой ситуации выпутываться. Но пожалуйста. Шансы есть. Димка прибегает. Бёрн сразу. Прикопка. Хорошо. Благодаря этому можно отвалить деку отсюда и забрать оставшуюся... О, хорошо. Ну куда ты бежишь? Ну куда? Зачем? Почему? Давай-ка лучше сюда. К чему это беготня? Скажи мне. Почему желтую не взять? Боится, что лич выйдет по таймингу, а там более поздний герой. Ну, видимо, из-за того, что гулька пришла на старт. Поэтому позже это два, позже лич. То есть мы могли собрать этих четырёх нейтралов. Безопасно. Плюс делает разведку, видит, что строится, выращивается дерево. Мы стратегии своим не изменяем, тем более, что дело не в стратегиях, а в исполнении, естественно. Если она работает, то почему бы и нет? Фанк, спасибо за переподписку. Сегодня у нас без озвучек и донатые подписки, потому что мероприятие такое уникальное, но большое спасибо вам все равно. Козлик пытается до третьего, Димка пытается хотя бы как-то. У нас в целом армии приблизительно столько же сейчас, сколько у противника. Боевые когти плюс девять, неплохой артефакт. Хотя для Димки, наверное, лучше что-нибудь танкоподобное, танкообразное. Ну, медальку жизни, например. Что Дима очень много бегает, не атакует, моноберны делают туда-сюда, там до Мунвелов и обратно, вот эти вот метания по магазинам. Кажется, Люци будет так же пушить с этим. Да, это будет пуш с тинкером. Капец, сложно будет отбиваться. Ах! Я уже чувствую вот этот вот приход, когда у тебя опять нет Димки третьего, когда у тебя по лимиту не все так хорошо, как хотелось бы. Может и успеет до третьего дотянуть, я не знаю. Пустые Мунвеллы. А где Магас? Магас поздний. Очень опасно вот эту точку собирать. Хотя телепорт есть. Но надо, а что же делать? Начинает работать экспанд. Нормальный висп контролит, видите, базу. Ну, Нейтрон, я думаю, догадывается, что противник будет делать, играть в пуш. Пуш мега опасный. Козла назад, для того, чтобы опять же Дима прокрепился. Фолиант знаний, хорошая тема, 1-1-1, половина серклетки, фактически. И тут же вы... Козел, как нормальный саппорт в дотке, просто отводами занимается. Ну, фолиант знаний-то, ну что, ну как, ну... Успеет получить третий Дима, успеет, уже точно успеет. Но надо готовиться к тому, что противник сейчас придет через, скорее всего, центр. А нет, Акалит! Акалит, он будет играть в лейт. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Мы сейчас можем увидеть, что видим. Землю видим, это уже хорошо. Оп! И тут Койла словила, видел как? Хоп! Четенько. Все. Это значит, что игра у нас идет в затяжная. Это значит, что, по крайней мере, от одной атаки мы не улетим. И это значит, что мы, хоть и не сильно, но все равно впереди. Потому что экспант у нас уже насобирал 700 голды. И учитывая 100 секунд, ну, 90, ладно, короче, у нас будет преимущество по золоту. То есть, у нас появляется, по крайней мере, возможность что-то предпринять. У нас есть выбор. Делать-то 3, выходить из лимита и пушить. И именно это выбирает, кстати, сейчас Нитроша. Передает плотные артефакты Димке. Кольцо регенерации, кольцо защиты. Покупает сейчас став персональных хорошо. И, скорее всего, еще один свиток купит. Можно хорошо персональный став. Хорошо. Ну что, 56 на 48. В целом у нас есть лимит. Диспл, диспл. Хорошо. Герои сопоставимые 3, 5, 3, 1, на 3, 2, 3, 3. Нерубка еще пока не готова. Ай-яй-яй-яй. Ну, врывайся пока, КД нет на... А-а-а, он будет околитов перехватывать, как по стариночке. Да, вот он, первый околит. Люд слезевает, но подрезает, подрезает две арчи, но мы подрезаем двух околитов и ориентировочно одного финда. Размен отличный. И еще делаем бёрн. Минус финд. Минус околит. Давай, 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 не трошим. Можешь, 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 можешь. Все, сейчас как бы вот эта вот база, которая с двумя околитами, она неполноценная. Мы можем перехватывать подкрепу, штампует, конечно, околитов, и в обход повел. Смотрите, караваны околитов будут обходные, обходные маневры совершать, чтобы на базу добраться. Да, прочитает, не прочитает. Тут две дрядки на перехват. Они могут тупо на рандоме на... на... бороться. Смотри, смотри, уже есть вижен, уже есть вижен. Увидели? Нет, не увидели. Здесь собрали одного околита. Там не увидели околита. Провоцируем противника на... на подойти. Моноберн, остовь, великолепный, до первого койла Моноберн. Козел подставляется, козлик, козлик, аккуратненько, аккуратненько, новов козла. Ой, как бы не пришлось отсюда на телепорте уходить. Ему бы телепорт минус две гули. Телепорт, ладно. Моноберн еще на леча. Ну на леча, зачем? Ой, хорошо подрезал, две гули, околит, финт, на один телепорт. Отлично. Так, ну что там по медведям? Мы сможем пушануть ему? Блин, до медведя еще как до луны пешком. Грейт на Т3 на 20% только. Но вообще сейчас был хороший размен. В целом, я думаю, даже и без медведей, учитывая такую куцую защиту, можно будет попытаться попробовать Люци подбрить на экспанде. Четвертый Дима, тоже хороший такой боец. Размен был, безусловно, плюс. То есть мы по уровню противника уже подогнали. Ой, валидолит Нитрон. Проигрывает пока 1-2 и вполне реальные шансы у него сейчас на 2-2, на выравнивание счета и на решающую пятую, но до этого нужно еще довести 70 лимитов Нитрона. Люци понимает, что скорее всего к нему сейчас побегут. Он выходит из лимита. Бомбы. Бомбы пошли. Нитрон тоже видит, что идет выход из лимита. Скорее всего сейчас будет куплен свиток, а то и 2. Где свиток-то? На свиток денег нет. Ну хотя бы один. Ждет он свитка. Ждет, но не дождется. Сейчас, 250 нам нужно на свиток. Поехали. Ну тут уже доделывается неру, это, спиритка. Невидимый Дима. Энт побежали, провокационные. С моноберной, с инвиза сразу начинает Дима. Ловит, правда. Зачем он отступает, не могу понять. Ага, вот он второй Берн. Сразу став, наверное, лучше сделать на Димон Хантера. Пусть он спокойно отойдет. Койл нова. Ну-ну-ну-ну-ну. Чего ты не ставанул его? Смысла-то нет здесь. О, Абома недоконтраливает. Люци тоже играет без... А, там уже первый Реджуф идет. Так отлично. Не безупречно. Люцифер тоже играет. Подрезается Абом. Минус 4 лимита. Хорошо. Наверное, будет ждать Медведя Мастеров. Делается лапка. Еще Медведя здесь заказать одного не хватает денег. Но я думаю, сейчас протыкнет, как только... Ну, деньги есть. Не успевает немножко. Давай, давай. Не трожь. Ну, не это самое. Тыкай. Мишки сейчас очень нужны. С парой Реджуф выходящего. Они же просто топовые. Но время уходит постепенно. Надо сейчас реализовывать преимущество по лимиту и то, что противник... Ну, противник начинает догонять уже постепенно. У него разделенный лимит, как вы видите. Что там на мейне, что-то на экспандием. Для Люци еще задачка, как соединиться здесь. Медведи пошли в форме. И Люци начинает крепиться. А мы в это время нападаем на магазин. Хороший момент для атаки. Минус Магаз. Появляются Дестройеры, Дестройеры из маны. Лучше здесь не сражаться, конечно, потому что хороший сплэш, магический урон. Пытается выйти Димком делать бёрн. И армия Андеда объединяется. Соединяется. Блин, опасно. Опасно. У нас, конечно, тоже медведи. Возможно, стоит забрать маркетплейс сейчас, чтобы сделать Димку поближе к пятому. Возможно, что-то даже приобрести. Хотя, ну что здесь, серклятка хорошая. Блин. Ну, проблема в том, что Люци уже достроил 80. Да, у нас преимущество по грейдам. 3-2 на 1. И химерница пошла. Одна. Одна тоже хорошо. Это как контракт обом и возможность пушить экспант. 80 лимита. Но сейчас нейтрон уже не будет лезть никуда. Максимум, что он может делать, это вот так точечно подрезать, пытаться юнитов каких-то. но армия андеды уже колоссальная. 80 полностью объединена. Чуть не зевнула улица снова обома своего. Переживаю за нейтрону очень. 3 свитка. 3 свитка на 2 свитка, да. Пытается спровоцировать, но ситуация такая, что лучше сейчас до появления, наверное, первой, первой химерней. Хотя на 80 лимита можно посражаться. Дима идет встречать героя. Опять делает первый бёрн, это очень хорошо, что зевает регулярно Люци. Дрядки подставляются, перегруппировка, зевает еще дестройер одного, не идеально играет, очень идеально играет Люци. Еще один отличный монобёрн на леча. Будем ставить медведя? Не ставим медведя. ДК четвертый. Ну, 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 еще бёрны, ну не тут, а, в тележку бёрны, надо было в леча. Минус еще один дестер, третий улетает еле-еле-еле. Мишка, настафани мишка, ну. Минус дестер, минус медведь, кипер четвертый. Лич, кстати, пустой. Работает по финда, минус один, минус дриада, минус второй. Фокус по дистрам, обомы в таком количестве, уууу, болючие, дикие обомы. Размен был равный. А равный размен нам не очень, конечно, хорошо. Что делать? Что делать? Ну ладно, дестройера подрезали, финда подрезали, уже как бы и в легкий плюс размен. Хотя 53, 48, 50 на 48, разницы почти нет. Козла бы не отдать, вот я так считаю. Подрезать, сделать, бёрн напоследок и все. К Диме вообще никаких вопросов. Он на свою ману сделал, шесть монобёрнов, шикарно, обез... обезманил, обезвредил деку, потом там побёрнил леча, побёрнил обсидианки, понарезал. Да, мы разменяли коз, но сейчас можно сделать... Ооо, а сейчас, кстати, можно даже посидеть на лимите 50. И это такой грамотный ход от... от нейтрона. Он заказывает корозы в пресс. Ну, это... какое-то там дыхание разрушающее. Какое... Разгидающее, наверное, дыхание. И... сейчас Димку можно на пятом как раз вот здесь вот прокачать. И вот тот факт, что мы сейчас сидим на лимите 50 и получаем 200% от инкома, а противник получает только 140% это очень хорошо. Главное, не упустить момент и четко выйти из лимита. Вопрос тут, когда? Выходить из лимита, наверное, нужно медведей плюс химеры. Потому что химеры против абомов, медведи против финдов. То есть забивать на каких-то там возможных гипосов или вообще до талого сидеть на лимите 50. Как дурачок. Просто пускать пыль в глаза. Димка там пятый. Пятый Димка. Йес! Пятый Димка. 850 хп. Шикарно. Манабер на 144. Хороший. Койл нового, тем не менее, конечно же, Димка ловит. Но ничего страшного, он бежать в любом случае сможет. Я думаю. Не промахнулся Кипер, слава богу. Он решил второй Берн прописать по лечу до того, как нового появится. И отступает. И вот сейчас нейтрон выходит из лимита. То есть он спровоцировал, повыигрывал какое-то время и рассчитывает на то, что успеет отстроиться до того, как андет его убьет. Ну, ему бы вместо двух Химер 4 Люци не сильно торопится закупается на магазе. Кстати, друзья, надо еще подумать над вопросами Люциферу, так что помогайте, чат. Я смогу попереводить на английский базово. Вот, мы попробуем спонтанно взять у него интервьюшечку. Мистер Лайт, если слышишь, предупреди, пожалуйста, Люци, чтобы не убегал после этого матча, после этой серии. Ну, если он проиграет. Я уже так готовлюсь на всякий случай. Потому что Нейтрона мы не отпустим в любом случае, а Люци может куда-нибудь ливнуть. Поэтому надо бы предупредить. Вот, и пока куковал на магазине Люци, Нейтрон успел отстроить по крайней мере 80 лимита, но там часть в заказе. Две Химеры, Дриады Медведя. Видит Химер, понимает, что возможно уже и не готов. Хотя, ну, 5-й ДК. Выли, вы... Там сетка, наверное, делается, да? Че он отступает так откровенно? Нет, не сетка. Битва! Битва, друзья, козла пытаются не укануть. Химеры, непонятно, по кому стреляли. Сетка на Химер, Абома убивает одна Химера. Моноберн хороший. Где Реджу, вы где? Химеры умерли. Разменялись на Абома, но я не уверен, что хватит здесь. Да, у нас отрицает хреновый размен. У нас очень хреновый размен. Да что ж такое? Ну, ё-моё. Не дождались мы подкрепа, пошли в атаку и приходится сейчас терпеть. Пятый уровень кипер, 67 на 50. А это Майкла меньше! Я такой дурачок! Это Майкла меньше! Все нормально у нас! Дима на половину шестой, подкрепа у нас идет. Дриат, Нитрон отлично отконтраливает. Там дестройеры развалились, видимо, от Дриата. До этого не заметил. Приходит новая химера, правда, нечего делать. Лич на ладан дышит, инвул прожимает, пытается Люция отжать химеру под сеточкой. Скоро Лича отпустит. Эй, Нитрон! Лича, 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 Лича! Вспомни про Лича! Минус Лич! Великолепно! ГГ 2-2! Красава! Решающая пятая игра у нас сейчас с вами будет. Класс! Вот это я понимаю. Капец, валидольщик Нитрон! Ну-ка, нахрена так делать вообще? Сливает там 0-2, потом сливает 0-1, потом там до 2-2 дотягивает и так далее. Зачем, Юрец? Зачем? У нас же... Я в шоке просто. 2-2! Смотрите на сетку. Плотнейшая карта вообще. Да... Ну... Надо было еще, кстати, глянуть на Нитроны, но сейчас невозмутим. А за Люцифера опять играл пёс, очевидно. Интриги ради, очевидно. Разница большая, там, в 30-40 тысяч. Я потерял Месси. Что? Кто? На всего, на всего. Все, на всего. Да. Смотреть на тильтующего Майкера бесцельно. В смысле? А что тильтующий? Почему тильтующий? Видолец говорит, вот это эмоции, вот это good game. Ну, good game – это good emotions, как вы знаете. Сейчас, быстренько. Нитроша собирается. А можно, кстати, сходить к Нитрону и быстренько спросить, где начнется. Я буду обузить эту тему. Такой контент только что сейчас пропустили. Он меня мог послать сейчас в прямом эфире. Что? Нитрон там. Ну, чем-то он сейчас на Соника похож. Что происходит в голове, непонятно. Ведмин говорит, Нитрон, для меня один из игроков из НГ, за которого можно не волноваться. Если он захочет, может выиграть, он это сделает. Конечно! Конечно, можно не волноваться. Все как бы изи. Как бы 0-2, 2-2, 3-2 проиграл. Потом 0-1, 2-2 и непонятно, что впереди. А так очень стабильно играет. Не то, что фоги. 3-0 без шансов и против Люци. Можешь не волноваться, говорит Спейер. Да, так даже интереснее. Ну, как там развалился лимит, я не понял. Две Химеры. Я смотрел на то, как Химеры пытались с скрипом убить этих обомов и умирали параллельно с обомами. Хотя должно быть по-другому. Вот. И не заметил, как при этом при всем Люци развалился. То ли там у него Нитроша перефокусил под шумок там двух из трех Дестройеров, это сразу минус 10 лимита. То ли еще что-то произошло, я хз. Но у них был равный лимит 80, даже у Нитрона в до заказа был лимит третья Химера и что-то в Лорницах. И я не понял. Ну ничего, можно будет пересмотреть. И Мадга говорит, да тут 3-2 без вариантов. Да это понятно, что без вариантов, но в чью пользу непонятно. Но то, что в том же самом бустере я сейчас с уверенностью поставлю еще 2-2 и окажусь правым, это прям точно. Dark Angel говорит, Миша, прощаюсь со студией, уютное место, рад был увидеть всех живую. А-а-а, жаль, нужно бежать, не смогу вернуться в гарнизон, буду онлайн уже топить за фоги, а не трошу. Успел сделать все, что хотел. Химеру убили трех Абомов, Абомы в куче были. Понял. Видалец говорит, кто хочет прямо, ребята, быстро реагируйте. Видалец тот человек, который прямо раздает. Кто быстрее, тот и молодец. Итак, решающая. Пятая игра. Погнали. И сражаться они будут на нестандартной карте Тиренос Стенд. С Богом! С Богом! Нейтрон проигрывает 0-1. Давил грунт до 2-2. Это уже хорошая динамика. Главное сейчас не растеряться. Доди-Дотом еще Адант ударит при мачке. Спасибо большое. Интересно, в кого будет играть здесь Нейтрон? Все-таки карта специфичная для кипера. Хотя, наверное, можно и в кипера сыграть. Я, честно, не знаю, зачем прем, но очень хочу. Но прем тебе дает анимированные смайлы на канале, цвет, иконочку в чате, если ты более-менее активно общаешься. выключает рекламу за место от блока и стримера поддерживает, естественно. Там целая пачка всего. Фанктеки дарит прямачок. У нее есть, кстати. Ну что, сможет ли Нейтроша не пустить корейца в топ-2? Или не сможет? Потому что в том, что Фоги справятся с Люцием, я почти не сомневаюсь. Интереснее было бы посмотреть на вот эти вот чудесный Мирор, потому что там реально может быть как угодно. Плюс мы этот мэтчап не смотрели на турнире вообще. Второй баракт. Так герой какой? Кипер все-таки. То есть два барака Криппинг и Азиз ДК. То есть ни Жук, ни ДЛ, несмотря на ТС, просто играет стандартно Майкл. Я почти уверен, что это будет дикая макрокатка. И я бы хотел на минуту отлучиться. Оставлю вместо себя Арктонса. Он пока ментит, а я должен сбегать в одно место. Но не могу, сейчас катка будет на полчаса. Всем привет, это Арктонс. По игре постараюсь что-то вам показать. ментит. Да, Миша сейчас придет, ждем. армию армию игрока атаку. Росбрейн все говорит скажи что-нибудь про Магадан, я вам лучше скажу, что ездите по России, путешествуйте, смотрите. Она крутая, интересная, вообще замечательная. Вернулся Михаил, ну что, пускать его, как вы думаете, или я норм тут вам покажу. Лучше комментируешь. Вот, вот, я ждал такого троллинга. Спасибо. Ой, а что это у нас тут вообще? У нас тут попытка поставить экспант не увенчалась успехом. Кипер третьего уровня с двумя мантиями Инта плюс 6 прикапывает приста жрецалестных троллей. Так это ж начало топовое, о чем вы здесь говорили? Ё-моё, два барака, погнали. Т2. Нычку не поставит противника, и у нас зигурат, ну, правда, зажали козла, хотя он за себя еще тролля заберет, смотрите. Не заденайл, тоже хорошо, минус телепорт. Нет, на самом деле два тролля, один там по 265, другой по 195. Сумасшедшие деньги плюс экспа. Это нормальный размин на телепорт. Только я не понимаю, где у нас вообще нычка. Мы вообще будем базу ставить? Вот она, кажется. Вот, это начинающая нычка. Или... Да, вот она. Все, побежали. Главное, контролить постоянно, чтобы... Потому что, если есть земля, во-первых, есть намерение, во-вторых, там очень просто могут вы... большая балнка маны, правда, выпала ему. Хлебореза взял. Там очень быстро могут вырасти несанкционированные зигураты, понимаете? Поэтому надо постоянно даже виспа, наверное, поближе чуть поставить, для того, чтобы увидеть чуть что. Так, а тут подходит ДК. Блин, у него полная мана, капец, он здесь никого не выпустит. просветочка. Койл. Ой. Что делать будем? Ну, ответный Харас, видимо, получается. Тролль убегает. Тролль Койл раз. Тролль пытается убежать. Ну, это минус тролль. Ах, жалко. Жалько, жалько, жалько. Кипр прибегает, масса гулей, вызываем, прикапываем, убивать, пробуем гулю. Это четвертый уровень у Кипера. Успевает на персоналке вернуться. Ой, слушайте, это уже не очень хорошо. Прикапывается еще одна гуля. Ну, нам-то тоже как бы одну нужно убить, но Кипр подставляется, может, у нее персоналка есть, но лучше выйти без персоналочки. Ай. Телепортируется. Капец, какая игра. Какая игра? Кипер регенится, хлеборез есть, второй герой нужен, Димка делается, проверить базу на всякий случай. Все ок. ДК почти четвертый, Кипер пытается при помощи эндов прокрепиться по-быстрому. Да. И вот пошла база. Все. Не тронутый видит, но я не знаю, каким макаром ее отменять, учитывая то, что мы потратили Арчуму, потратили Троля и потратили деньги на хлебореза. То есть, по сути, у нас есть единственная опция с этим экспандом, это его на халяву отменять. Люци видит Веспа, знает, что у него экспанд. Блин, Барак не отдай, Барак не отдай, Барак пригодится еще, ну не трожь, ну не трожь, ну давай. Ретаргет, ну ретаргет! Ладно, у нас есть Барак еще один. Черт. Так, козел невидимый бежит на экспанд. Очень фанатично, конечно, тут Люци стоит на экспе. Вообще, козлу не оставляет шансов. Вы посмотрите. Просто стоит и в тупую ждет. Вот это да. Может он выйдет, а, сейчас? Может уйдет? Не, выходит из инвиза. Не троши. Блин, и гарги уже пошли, харасить будут, гады. А коли-то мы подрезали, нет, ситуация очень плохая. Статция крайне плохая. То есть, макро мы выходим так, себе. ДК четвертый, гарги перспективные. Козел может не уйти вообще. Нет, ладно, ушел. Дима в то время, конечно, в соляного красава просто крепит, крепит дикую, дикую точку. Берет зелью неуязом. Ну, экспант у противника раньше, чем у нас. Вот и все. И вот тебе и макро называется. Как быть, что делать? Непонятно. Гарга на разведке. Увидел барак. Увидел Диму. Козлик кого-то прикапывает. Мы пытаемся соединиться. Как же сложно на такой карте играть. Ну, по крайней мере, по такой стратегии получается. Гульку подрезаем. Дима не третий. Да, там лич, конечно, тоже не третий. Далеко не третий. Но он артефакты выбил. Так, пошла третья база. Мне это нравится. Да, это правильно, потому что ну, либо это разведка, либо третья база. Не трожь халявит. Ну, давай лепи, чего ты ждешь? Не ж просто так покрутиться пришел. Барак выигрывает время. Димка в это время крепится. Берет 50 хитов. Да, и третья база. Мне очень нравится, что нейтрон очень хорошо соображает. То есть, он оценивает ситуацию, несмотря на то, что ему, типа, практики сейчас не хватает по исполнению явно просадки, он оценивает ситуацию очень адекватно. То есть, что ему нужно халявить, как ему нужно действовать, и что Т3 ему раньше нужен, чем обычно, и что третью базу надо делать, блин, тоже раньше. Арбу берет. И даже это, понимаете, ему не дает никаких гарантий, не дает никакой уверенности в том, что можно будет нормально в лейте поиграть с андедом. Потому что наличие такого раннего экспа делает из андеда очень опасного человека. Сейчас крипджек, может быть, так видит. Пробегает мимо, хорошо, мы собираем, соответственно, здесь третий уровень, собираем предмет. Противник тоже крипится, конечно. Кипер хорошо отманивает, опять же, как в дотке. Саппорты. помогает демон хантеру и должен, на самом деле, убегать в нужный момент. Странно, что головорезы он прикапывает, а не какого-нибудь там отравляющего чувака. Потому что они же тут самые жуткие по... Моноберн. Ново. Что по свиткам? Свитков нет. Дрядка, скорее всего, сейчас умрет. Дрядка умрет. Гарга минус тоже. Так, хорошо. Мы дочищаем здесь немножечко. Ставим базу третью. Еще бы повесить виспа сюда, не это самое, не завтыкать. Ну, ниже его перевести. Чтобы левый нижний угол контролировать. Так, в целом, ок. То есть, если мы будем ставить третью базу и играть 3 в 2, то в целом это хорошо. Против андеда я бы... Я бы не сильно расстраивался. Но нужно постоянно смотреть на левый нижний угол. Так. Труша Таура выпадает. Ай-яй-яй-яй. Самая лучшая из доступных ауэр на том тире. И для гарг, и для лича, и для финдов. Ну, финдов не будет, но для гарг. Самое главное, да, для гарг. Два свитка лечения. Андед идет в левый нижний угол. По сути, это последнее, что осталось не закрепленное. И учитывая дистанцию, скорее всего, не успеет вписаться сюда нормально. А может, успеет. Подрывник. Ай-яй-яй-яй. Только подрывника не пали. Пошел дестройер. Подрывника вправо-вправо-вниз. Там гарга может увидит. Моноберн, койл, светоклечение, перегруппировывается, ловит гаргу. Берн будем делать? Нет? Берн будем делать? Дима, Дима, аккуратненько. Инвул пошел. Моноберна 70. И... Подрывник ничего сделать не может. Моноберн, телепорт. Потеряли дрядку. Энты... Есть... Ну куда? Ну как? Во-первых, зигураты не взрываются после патча без нанесения урона. Им же добавили 50 китов. И нетрон это знает. Не знаю, почему он решил так взорваться. Но раньше у зигуратов было 550 хп. Они взрывались. Сейчас они не взрываются. Я в этой ситуации тоже не знаю, что делать было. Забивать на криппинг, идти влево и пытаться пока он там докрепливает нанести урон зигуратам, взорваться. Черт его знает. Ладно. Ладно. Это еще нормально. Не тильтуй. Третья база у нас начинает потихоньку работать. Не хватает трех виспов. Нам нужно выигрывать время. У противника 70 лимита, у нас 50. Вот как так получается? Инвестиция в грейды? Да, 1-3 грейда. Гарк миллион. Реально, лимит 70. Гарк. Крайне опасный момент сейчас. Нам нужно срочно выходить из лимита. И каким-то макаром отбиваться. Я не знаю как. Пятый ДК. Ой-ой-ой-ой. Риджуф контролирует контролирует нычку. Нитрону нужно чудо, чтобы здесь отбиться. У него минус 20 лимита. Риджуф на дрядке. Медведи тоже подставляются. Став. Капец. Капец. Нет. 72 лимита на 53. Косарь на руках. До заказ. КЗ. Но это не лимит. Это нас мало просто. Нас просто мало. Там игульки еще. Там. Верн на 85. Окей. Пытается что-то сделать. Пытается отрезать. Там. Потерять медведя. Пытается фокусить. Видно, здесь гарк просто миллион. Ё-моё. Врывается Люция. Прям залетает на базу. Че делать? Молиться. Лича может тыкнуть. Дряд слишком много. Свиток лечения шикарный. Я слышу только крики дря. Пытается раскачиваться. Бёрн на деку. Бёрн на деку нужно делать. Четвертый Дима. Четвертый Дима. Бёрн на деку. Блин, хоть как-то отбейся. Хоть какая-то. С третьей базы будут шансы. Лича прикапывай. Там нет телепорта! Там нет телепорта! Там нет телепорта и только камень жизни один есть. А, ну есть магазин же рядышком. Вот тебе и телепорт, и свиток, и всё, что тебе нужно. И инвул даже купил. Ай-яй-яй-яй-яй. Точно. Тут же всё. Тут же мага с подвоком. Как быть? Личку мы, конечно, про... Ну, 73 на 55. У нас опять же миллион на руках. Но не знаю, как отбиваться. Что-то передаёт там. Лечу. Пытается фокусить минус гарга. Пытается козла убить. Козёл, 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 козёл. Телепорт делает козёл. Минус вторая гарга. Минус дриада. Ну, грейды 2-3 у нас. Там 3 грейда на атаку. Я не знаю. Надо эту нычку отдавать, видимо. Всё. Шансов нет. Ну, а толку от неё идти отдаваться. Да. Он про третью-то пока не знает. Можно попробовать как. Я не знаю. Минус гарга, минус ману у деки. И он идёт дальше. 51 лимит на 71. Капец. Минус 20 лимита. Крайне тяжёлая ситуация. Крайне тяжёлая. Бёрна тележку. Пытается на чудесах микроконтроля как-то подкайтить. Там на половину шестой уже дека. Став. Пустые мунвеллы. Лечиться негде. И противник идёт на третью базу. Не успевает взять всё. Ну, потому что и здесь надо контролить. Там нужно контролить. Там шреддер. Здесь дриады. Забывает. Забывает лечение. Это может боком выйти. Потому что он может рассчитывать на это лечение. Не, Дима вернулся за лечением. Взяла толпень. Просто гард. 55 лимит на 78. Инвулом красиво ловит. Монобёрн леча. Минус гард. Минус гулька. Минус дриада. Ну, просто его в полтора раза больше. Чё тут сделать? Просто в полтора раза больше. И штампуется, штампуется, штампуется. Пытается восстановиться. Не трошим. Пытается посражаться. Минус гарга. Минус дриада. Дриады на кайте просто. Сейчас третья аура будет. Ещё скорость перемещения. Даже ульту не берёт, естественно. В такой ситуации третья аура имба. Димка, Димка. Нет, не успеет. Не успел. Заблочили. ГГ. ГГ. Нитрон всё-таки проигрывает. Увы. Люци встаёт, уходит. Вообще без эмоций. И выходит в финал. Это... Это жаль. Это жаль. Не произошло чудо. Нитрон дважды проигрывает Люци. С одним и тем же счётом. Раз, два, три. И нас ждёт четвёртый тот же самый мэтчап. Эльф андет. Да. Да, Люци просто сигаретами пошёл курить. После каждой игры. А вот и сеточка, друзья. Красивая сеточка. Хотелось бы, конечно, хотелось бы, чтобы... Нитрон справился во второй раз. Но что там, что там. Не удалось, не получилось. Чуть-чуть. Чуть-чуть. С фирм, да? А сейчас? Не, потом, потом, после финала. Сейчас же они будут настраиваться, черкать. И сейчас надо... Нитрон позвать? Нитрон позвать, да. Сразу кубок принеси? А-а-а... Я бы что-нибудь заточил. Ну, сейчас придёт Нитрон. И будет у него такое моно-интервью. Он всё расскажет, как есть, без утайки. Что такое? Давай, Нитрон. Да расскажи, я пойду что-нибудь похаваю. Так, камеру... Алло. Кто там? Видно меня? Здорово, челики. Так, Майкер опять отлонивает от своей работы. Хочется, чтобы я просто сам поговорил. Ну, что могу сказать. В целом, в принципе, я должен быть доволен своим выступлением. Но что-то нихера я не доволен. Такие близкие игры. Вот. Но я на 100% уверен, что если бы был бы стандартный маппул, я бы так треть... Ну, как бы одна игра у нас получается просто на вылет. Потому что что ТС, что ТР, это карты, на которых я ни разу не играл за последние годы. Ну, и это бред. Играть эти карты. То есть на АЛ и Тайтхантерс там было бы все совсем по-другому. Вот. Ну, вообще, на самом деле, играл хреново. Люци тоже что-то отдавался. А, третье место. Ага, хрен. Фокус, фокус. Ну, короче, трофей у меня есть. Спасибо. Да, спасибо за турнир. Было очень круто. Люцифер мне не сдался в этот раз. Но то, что я выиграл Хавка, это я уже царь и бог. Так что я сегодня съем что-нибудь сладкое. Гударил. Да, да, да. Ты же говорил, подожди, ты же говорил, либо топ-4, либо топ-2. Да, ну, видишь. Не получилось, не портануло. Да тяжело на этих картах. Просто очень тяжело. Ну, я, конечно, не хочу ныть, что типа вот, если бы не карты, я бы 100% выиграл. Но было бы намного легче. То есть ТС и ТР это карты, на которых я с андедами никогда не играю вообще. Почему? Ну, потому что на ТР очень удобно андеду крепить всю карту. Там все точки близко, куча бутылок выпадает. Ну, и эльфу очень тяжко. А на ТСе андеду очень легко ставить экспи. Его никак невозможно отменить. Только алыном каким-нибудь, что я и хотел, собственно, сделать. Но он пошел в теч. Вот. Ну, и вообще карта, опять же, такая неудобная. И там вот он просто встал в тупую и стоял, короче, пока у него экспи строится. То есть ты все, ничего не сделаешь. Можно, ну, я вышел в третий, там что-то вроде делал. Я думал, что все вроде нормально, но может надо было раньше из лимита выходить. Не знаю. Ну, короче, сделал все, что мог. Думаю, что лучше, чем на ТС сыграть, чем я сыграл, у меня бы не получилось. Там все было достаточно хорошо. Если бы, ну, то есть другие карты, вроде А, Л, я играю всегда с удовольствием, вообще кайфую от нее. И, ну, просто неудобный маппул и тяжело играть. То есть понятно, что если бы я был на голову сильнее, мне бы это не помешало. Ну, а тут мы, типа, очень близки, и поэтому, возможно, это внесло свой вклад. Как тебе Орк с табуреткой вообще? Орк с табуреткой. В плане? Орк с табуреткой. Почему с табуреткой? А, верх ногами? Висит такой на табуретке. Да, да, да. Не, кайф тяжелый, приятный. Когда ты получаешь медальку, она легкая, знаешь, как будто из пенопласта. Ну, так это. А это прям, да, да. Был бы Люций, отправил бы его ват вот этой фигне. Да не, шутка, конечно. Но кайфовое, кайфовое. Трофей. Ну, третье место, ну да ладно. Ну да ладно, хотя бы трофей. Да, трофей остается. Вот, такие пироги. Сейчас надо как-то отдыхать. Ты будешь дальше шпилить, Варик? Ну, слушай, если у меня вот без тренировок удается вот так вот бомбить. Прокаляву, да? Потренившись, я думаю, что шансов будет побольше. То есть, на самом деле, вот я вижу, как я играю. Ну, я понимаю, что я играю криво, много ошибок, много каких-то моментов. Я сам во время игры, знаешь, иногда думаю, так, надо было купить это пораньше, это сделать попозже. Там и все такое. Вот. И, 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 и я, ну, косячил, то есть, что тут говорить, косячил. Фоги он не косячил, выиграл легко, так что, ну, на имбу ни в коем случае не жалуюсь. Я вообще обожаю этот матчап, это мой любимый матчап, обожаю играть против андедов. Предсказание финального счета, да? Там best of seven? Нет, был так же, был 5. Думаю, что 3-0. 3-0, то есть, да? Фоги отдохнул, Люци со мной сражался, но он слишком, то есть, он, он на моем уровне играет, не на Фоги. Фоги чуть-чуть выше на голову, и я думаю, что он, ну, не отдаст ему ни одной игры. Ну, в принципе, да, 3-2-3-2 счет показывает, что вы примерно, там, плюс-минус равного скилла. Да, вот если убрать эти карты новые, то у нас 4-4, короче, ну, получается, ну, супер близко, да, вот, ну, проиграл по делу, надо было больше трениться, ну, возможностей не было, но в целом, то есть, но, но я, как бы, рад, что я без массовых тренировок могу Люцифера, там, на равных с ним играть, то есть, короче, выступил, считаю достойно, я рад, и все круто. Ну, красавчик. Спасибо за кап. Бейс! Завтра ты приедешь, понимаешь? Ну, я ничего не знаю, сейчас мы с тобой определим, поговорим. Смотрим, как это? Ну, ты же пока ничего не говорил, про что, как. Ну, завтра, в обед, с обеда и до вечера, до 10 вечера. Ну, сейчас обсудим, короче. Сейчас обсудим. АТГВ веселый чел. Хороший человек. Да, ладно, парни, все, пойду что-нибудь перекушу, жутко устал, жутко хочу есть, и уже пора отдыхать. Меня отпускают, так что можно что-нибудь перекусить. Всем пиз, хорошего финала. Все, давай. Молодец. О, у нас пошел, пошел этот. Правильно, правильно. Так, друзья. Ролик точно. Смотрим ролик. Отличный ролик. Давай вьюс Люци. Так, конечно, сначала финал должен сыграть. А потом уже вьюшки. Так. Ну, что ж. Давайте посмотрим, готовы ли игроки. О, Фоги здесь. Интервью будет или можно идти отдыхать? А, это потом было. Что говоришь? Да, окей, хорошо. Это было старое сообщение. Ждем финала. Нейтрон против Люци. У нас повторение матча было Нейтрон против Люци в нижней части сетки. И сейчас в суперфинале повторение матча Фоги против Люци. А завтра что? А завтра понедельник. Я попросил период. А, окей. Ну, тогда хорошо. Не пропустим ничего. А, тут перестанет. Где она была? Вот эта Нюшка из-за лодыжки тащи к камере. Она, кстати, говорила, что ее нужно позвать. Да, если можно. Просила. Опять работа. А у вас в продаже футболки и так сойдет. Появится в продаже? Да, в продаже появится в продаже платином. Совсем скоро. В продаже. Ради Танюшки сидим. Сейчас. Рюкзак. Не знаю, никакой рюкзак. О-о-о-о-о. так друзья ну готовьте вопросы танюшки потому что она она уже здесь так вот тебе микрофон вот ей ну рассказывай не не нет ближе ближе а я и прости все он живо настоящий всем привет хорошего настроения у нас тут уже время вечер но атмосфера радует игроки радуют всех покормили всех напоили все счастливы микрофон ближе только так да 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 в общем тут параллельно турниру проводят еще дрифт так а подожди микрофон замучен ну как нет я же вижу замучен давай давай все еще раз так всем здравствуйте ведем прямое включение трансляции с киберспортивного турнира в владивостоке всем привет люмакс привет и отдельный в общем все классно ребята атмосфера приятная как дома тепло радостно да и мы и мы все дома в общем болею за фоги лично люблю его очень давно с 2016 начала смотреть его стрим чего любить да вот поэтому ждем ждем победы болеемся вместе сидим в соседнем зале с ребятами наслаждаемся так сказать игрой ну собственно вот вы вчера проводили время в городе взяла на себя ношу экскурсовода и как расскажи что где были что-то рассказывали везде практически в главных местах центральных улиц владивостока погода была отличная шикарная всем все понравилось покатались на колесе обозрения вот чаще лодку посмотрели но все все так по-домашнему по семейному хорошо это зайка говорит спалсингер это танюшка выл надо стримы на гудгейме смотреть чаще что ты будешь стримить следующее мы сейчас проходим black book визуально данного от наших разработчиков мартешки классная игра приятная кто любит кто любит озвучку в общем всем 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 welcome а еще хочу передать персональный привет моему другу стримеру с гудгейма верлоин который всем просил михаил вам прям лично передать привет вот собственно передаю привет приятно и всем моим пирожочком конечно же все люблю 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 побежала пить кофе очень-очень хочу все да отлично вот и повидали танюшку vl сделайте пожалуйста ссылочку да вот спасибо ламакс на ссылку на канал а ты телефон забыл или это мне он со стразиками или с чем это с блестяшками каким так не трон против люци ждем начало финального супер прямо финального а я сказал да у нас там просто подписано неправильно я что мне показывают то есть что там стоит фоге улыбается по написанной трон я такое хоп и все что ребята сейчас исправим но мы впервые заморочились с веб очками со всеми кстати надо перепроверить что фоге чё показывает не хочешь а я спал что ли нет похоже что он перезаходит и у него меняется ссылками вот он конечно молодец я узнаем нормальный фоге совсем не сонный вот он не спал вот и спал представляешь он путать начнет клавиши во время это самое считает ряд чтобы чтобы заснуть лучше оба оба есть есть картинку верните да все нормально ману ригенит да боевая медитация у него ларигенит с джедай учитывая то что турнир несмотря на небольшое количество участников финале он много времени занял double elimination бы 5 вы люди уже успели подустать тем более турнир для фоге что же начался рано-рано утром и соответственно еще пока не создали и соответственно ну он уже часов наверное 7 бодрствует инстинкт 666 горит миша расскажи что за турнир почему уже полуфинал и не стремил начало турнира ха я не стримил начал турнир ты не смотрел начало турнира где ты был инстинкт 4 утра а а у нас уже между прочим начало 9 во владивостоке у вас спайки по fixe plus это местный интернет ничего не могу сделать мы видим люци который выдыхает и один эльф потом второй эльф эльф да да Действительно заправляет Ну реально спайки Сейчас инет просаживается просто дико Друзья, на всякий случай Локальная запись делается И мы после турнира зальем все Но тут что на рестрим.о, что на гудгейм Очень нестабильный коннект Что ж, держитесь, друзья С богом Супер-пупер финал Да, тот же самый мэтчап, согласен, не очень Но, с другой стороны Сейчас мы посмотрим Как альтернативный эльф Почти теми же самыми стратегиями Будет пытаться справляться с люц Погнали Погнали Гейл пишет люци За главными Зум 2200 отвечает ему фоги Гейл хэфэ Нет, достойный ответ ТГВ пришел, говорит Все эльфы альтернативные Интересно, там ТГВ, видимо, тоже подключился Он не слушал интервью с нейтроном У кого пинг больше? Да, приблизительно одинаково, я думаю, будет Там хосты выбираются Такие Демократичные Привет, Заргена Супер-финал Что, после турнира будет? После турнира будет парочка интервьюшечек с Фогичем и с Люци Я несколько переживаю относительно Каких-то технических тем Потому что одно дело брать на месте интервью Другое дело там соединяться Но вроде теоретически не должно быть никаких проблем с Дискордом Все игроки там есть И можно созвониться и спокойно пообщаться Надо обязательно поговорить Как минимум с Фогичем А лучше и с тем и другим Диабло будет? Не, Диабло не будет У нас уже будет поздний вечер Армию игрока Раскидываются виспы по карте Подозрительный Акалит Как бы чего не вышло Да, он четко идет базу ставить Нифига себе Кажется, Фогич понимает Что Ну, что начинается Что началось-то Но не берет почему-то виспа ближнего Блин Козел рядышком Один тролль уже все Минус два скелета Энты Еще скелеты Но виспа нужно брать срочно Гулька подставляется Первая Минус гулька Есть прикопка Диспл И Нет, классно, конечно, Люци контролит Вообще Пошли новые энты Енот немного нам помешал Но в целом Базу мы противнику Немного обломали Козел нарезает круги Акалит А, это кулька спаслась На последних хитах Странно, что не доконтролил Вроде кипер должен был Догнать И козык пытается Акалита убить В это время Грейт на Т2 Арча это все дело видит Второй барак Домой когда? Жду дальнейшее Восвобождение земли Домой где-то Во вторник Я прилечу Прилечу Приеду Люци всегда Бежит Почти любыми силами На эту точку Но Не всегда делает разведку На Экспант Или на второй барак Уже посмотрев Пару-тройку игр На этой карте Против эльфа Можно какие-то выводы Уже делать Как-то подстраиваться Под ним Фогич Гоняет В целом Хорошо все Держим руку на пульсе Контролим как надо Правда не понял Почему именно второй барак Здесь видимо А не экспант Видимо более надежно Чем экспо воткнуть Его Он дольше строится Значительно Его соответственно Проще отменить А так с бараком Ты надежнее крепишься И сразу Сразу ставишь экспант на месте Арча все это время Добывала информацию На мэне Вовремя на кладбище Накидывается кипер И все Все очень ровненько Фоги делает Столько сколько может Из данной ситуации То есть имея Вот такого вот кипера Он И правильно розетку делает И харасит По мере сил Так скажем Висп Как вы видите Контролирует Внимательно Что есть на экспанде И в это время Сразу экспо ставится Короче Движуха идет В разных зонах Арчорку К сожалению Потеряли Но в целом Мы контролируем Вражеский экспант Мы там подхорашиваем Периодически Отменяем что-то на базе И при этом Ставим сами нычку Правда Сейчас можем Барак потерять Сделали ретаргет Вынуждены Армию игрока Атакуют Да Но экспо нам вряд ли Отменят Все ровненько По сути Глобальная задача какая Т2 Т2 лорницы И пристальный контроль За вражеским экспандом Потому что Такая вот Вакантная шахта Она может очень быстро Зарутиться И даже На земле На такой Может что-то появиться Типа первый Зигурат По-быстрому Так Но противник Идет в сторону Нашего экспанда И это не очень хорошо Потому что у нас Четыре битые арчи Пять ладно Арчей И О, это плохо О, это плохо Минус одна Зачем спрятался Если знал Что там вард стоит Третий ДК уже Да ладно Не-не-не-не-не-не Минус гулька Отменит Кажется гад Отменяет Прикопка Стрелять по-другому Почему поэтому стреляет Так Третий кипер Отменит гад Отменит Отменит похоже Прикопки нет Отменил базу Ах Минус Секунд наверное Сто И еще немножко ресурсов На отмене Ну арчины получали Не очень хорошо Из-за Спрятались Криво Под вардом Причем он слышал Что вард ставится Не знаю Зачем он начал прятаться Причем у ДК даже Была просветка Какой смысл было Прятаться в той ситуации Вот Начали хвалить фогича И понеслась Вот к чему Этот был хайт Скажите мне Кто Кто знает К чему этот хайт был Там Держать дистанцию Уходить от гулей Арчи не отдавать Как только он К этому К К дереву идет Сразу Арчи назад Чтобы Ну больше урона было С пятью арчами Можно было Наубивать больше Чем с тремя Или там с двумя Сколько у него осталось Держи Держи Он потерял Ты все портишь Да я понимаю Блин Протектор Вот фогич кстати Очень любит Протектор ставить На экспанде Против пуша С андедовского Стандартного Там с тинкером На т3 Помогает Для кайт Он постоянно стреляет Ой блин А вдруг сейчас Люци начнет Тащить И пройдется Просто по По этим По нашим Всем эльфам Вдруг у него Второе дыхание Или там собака Как-то его вдохновит И начнется Армию Или хэпи в гостях Или фоги Начнет это самое Руинить Развел на вард Так он вард Поставил до того Как тут прятаться Начал Как бы такой себе Развод Очень странный Развод Приходишь в магазин Платишь деньги Потом берешь товары Говоришь Ой я вас развел Ну Тут леча Пытается окружить Окружает леча Энтами Ему передают Большую инву А можно было И постоять 15 секунд Да Долго Но Why not Ой Давай давай Сейчас спускать Уже леча будет Я чую прям Минус леч Хорош Вот это выдержка А Сейчас деку Можно окружить Там скелеты Ах ты смотри какой Да Убегает Арчу Не доконтролил Пока Пока ладно У фоги нормально Он забирает центральную Опять же Лечовка начинает отдыхать Какое-то время И нам опыт за нее дали И И И время есть Чем мы ждем Иллюзии взяли Это интересно Лечи выходят Какой-то подозрительный Акалит Вот это вот Очень подозрительный Акалит Выходят Смотрите Но у нас есть Козырный висп Который Просто видит Что происходит На экспанде Дима второй Кольцо защиты Плюс три Хорошо Козли контролит Энтами разведывает И Странный Акалит Вроде как должен ставить То есть может ставить Зачем-то он его брал Вроде не торопится Да, Акалит идет Все Видит его фогич Понимает тайминг И Сейчас можно уже Что-то думать Планировать Димка получает Третий Скорее всего На этой точке И Абсолютно спокойно Может сейчас Какую-нибудь атаку Запилить Кипер невидимый Прорывается На шахту Вызывает Энтов Убивает шахту Все Можно было даже Наверное Немножко подождать Для Для того Чтобы больше Противник потратил На это все дело В это время Димка Собирает Уже после третьего уровня Еще одну желтую точку У себя под боком Ну и Т3 Наверное Не, не Т3 Будет пушить С рядами Видимо Да 50 лимита 60-70 И пушить С козами Будет Сколько за бомжевого Лича первого левела Опы-то дают Соточку кажется За любого героя Первого уровня Ну и плюс Какое-то фиксированное Количество За каждый Набранный уровень Если я правильно помню Ну и плюс Ну типа там по 45 Что ли Как-то так Все И готовимся К пушам Фоги правда Почему-то не Не выходит Из лимита Не, выходит Может быть Может быть Поздновато Берет иллюзии Протектор в бой Да, формат Естественно Блин, там Такое количество Дроп Друзья Прошу прощения За За просадки По 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 ФПС Очень Нестабильный Интернет Здесь До Москвы Это не у вас Лаги Это у меня Лаги Разборит Энтов Для того Чтобы Дестройеру Было Сложнее Берн Очень Слоупочный Какой же Димка Биты Димку Сразу Ставают Дегурат Минус Новый Протектор Подходит Ждем Возвращения Демонхантера На самом деле Протектор Где-нибудь Закопать Возвращается Димка Протектор Жалко Прям Жалко Жалко Такой хороший Был Снова Берн Койл То ли Свиток То ли Бутылка Очень Небрежно Фоги В этот раз Играет Мне кажется Он Подсдал По сравнению С прошлыми Сериями Либо Набрал Люци Потому что Сейчас На грани Уже АО Идут Вперед Берн На 70 Полечу 69 Лимит На 53 Стадо Кос Бежит Вперед И защиты Нормальной Люциферы Пока что Нет То есть Надо Надо Додавливать Ну и Фоги Хочет Как верить Он Не делает Следующих Улучшений Серьезных Он просто Пытается Додавить Противника Дима На своих Двагах Пытается Добежать Бутылка Ой Тут Зигурат Игрейдится Ай 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 Если успеет Зигурат Прогрейдится Будет Плохо Армию Андеда Немного Ну вот Минус АО Например Хороший Берн Странно Что не было Койла В Абума Пошел Работать По финдам Четвертый Дима Телепорта Нет Но сейчас Начнет Башня Работать Зигурат Ооо Это очень Хороший Урон По Подрядам Друзья Дима Нет Нет Дима Тупой Козел Господи Он пошел Обходить Вокруг Ооо Ну вместо Того Чтобы Подойти Сюда Это Стандартная Тема Стандартная Ошибка Козла Да и любого Другого С Спитфайдингом Кривым Вместо Того Чтобы Подойти Сюда Он Начал Обходить На И Это Минус Дима А вот Это Уже Хреново Выкупается В таверне Димка Пошел Грейт На Т3 Ну Как Ну Как Сейчас Серий Серий 3 3 0 У нас Люцер Рвется Вперед И Очень Уверенно Разрывает Фогича В этой Игре Ну хотя Еще нет Но Все к Тому Идет Ну 5 ДК Представляете 5 ДК Дима Далеко Не 5 50 Лимит На 66 Фоги Что дальше Делать С медведями Как-то Попытаться Да Да Дропы Жесткие Друзья Сори Прошу Прощения Ну мы Разные Варианты Пробовали Мы Пробовали В Японию Отправлять В Через Рестрим ООО Так как Местные Товарищи Советуют Там тоже Дропы Их Было Еще Больше Сейчас Пробуем На ГГ Напрямую Ну и было Нормально До вечера Видимо там Начались Какие-то Загрузки Каналов Какая Вот у нас Какая у нас Сейчас перспектива Что нам делать С первыми Мишками С первым Риджом Попробовать Как-то Постражаться Но знаете Проблема в том Что Андетт Может Сражаться Ну Выбирать Где Сражаться Короче Говоря Отрезаем Финда Неплохо Три Три Лимита Пошел Риджов Надриад Ну Риджу Вы Не Напасешься Надриад Даже Несмотря На То Что Медведи Приходят С Там 200 Сколько Там 70 Наверное Маны Все Рано Не Хватает На всех Дриад Фоги Провоцирует Противника На нападение О Койл Нов Козла Это Очень Странный Мув Дима Прорывается Дриад Вынужден Танковать Абомов Это Очень Плохо Хороший Фокус По Дистрам Минус Один Дестр На Минус Три Или Четыре Дриад Даже Старается Фогич Видно Что Старается Оба Контролят Хорошо Козлик Держит Дистанцию Дриад Там Подконтроливают Как они поменялись На страшении Началось По-другому Они поменялись Местами Красиво Да Да И сейчас Пошли вообще Дикие лаги Вяжу 11 тысяч Пропус кадров Как же Не вовремя На финал Так Ну давайте После этой игры Я попробую Запустить На другой сервак Давайте Попробуем Дотерпеть Как-нибудь Да Запись-то Есть Понятное Дело Но Товарищи Которые Сейчас Смотрят Страдают Ну и Нормализуется Он после Этого Странно Нестабильный Просто Коннект Тот Пять Тот Один Мегабит Держитесь Армию Игрока Атакуют Добавляю Два Ancient to Wind Это как раз Против Дестройеров Вперед Бежит Димка Но Два Димки Сразу Не Не смущает Вообще Люци Он делает Берн О В смысле Делает Этот Делает Нов Прикапываем Немножко Бома 70 на 78 Фоги Чуть-чуть Побольше Там Масса Дестров Сейчас Медведи Так Разваливаться Будут Медведь Первый Умирает Почти Сразу Медведь Второй Умирает Не умирает Став Спасает Там Магический Урон Двойной Двойной Дамаг Проходит Лич Пустой По мане ДК Пустой По мане Димка Почти Пятый Но там Почти Шестой ДК Свиток Лечения Хороший Пятый Демон Хантер Минус Два Дестра Ой-ой-ой Став 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 Дима Умирает Дима Умирает Став Был На КД Шестой Получает Уровень ДК Такая Дичь Такая Этот Лимин Дриад Понимаете Там Пятый Лич Там Шестой ДК Это Такое Начало Серии Финальной Что Можно Посидеть Уже Готовиться Если у вас есть Таблеточки Какие-нибудь Или еще Что-то Я рекомендую Принять Заранее Потому что Это Ну и Фоги Ошибается Это значит Что нас ждет Короче Закидывайтесь Ребят Закидывайтесь Потому что Потом Может быть Поздно Они не сразу Действуют А так Вы хоть Сблаженную Улыбку Будете Наблюдать За Происходящим Аура 3 Взятая На пятом ДК Затащила По мобильности Армии Все Получилось Абом Более Мобильный Что-ли Не знаю Для Абом Все-таки Хочется Койла Хотя Может быть Аура Тоже Тоже Нужна Еще У нас Есть Трабл В том Что У противника Плюс 2 Косаря На экспанде То есть Что будет Когда золото Закончится Свинья Болеет Вот что Будет Как нам Справляться Пока Фогич Сидит Копит Лимит А что На шестом Не берут Ульт Для ДК Во-первых Тебе нужна Бутылка Для того Чтобы Его Нормально Использовать Потому что Как правило К середине Сражения Ты уже Находишься Без ман Во-вторых Ну Есть Перевязка К трупам Они Всегда Трупов Достаточное Количество Потому что Скелеты Поднимаются Ну и В-третьих От ульты Можно уйти То есть Она не Обязывает Тебя Сражаться Да и урона Не так много Если сравнить Ульту У Димки Например С ультой Даки Ну если Средних Уровен Этих Юнитов Взять То Дима Конечно Больше урон Наносит В лимитах Да Два Свитка Лечения Затарка Очень хорошая У корейца Шестьдесят Семьдесят Шесть На семьдесят Два По лимиту Крайне Близко Счет Ноль Ноль Понимаете Еще гипосы Это такой Такой выбор Странный Против Пятого Леча Потому что Там третья Новая Все в стаке Их сразу Так Морозить Будет На треть ХП Они же Еще любят Кучковаться Если Товарищи Получат Сразу Там Каждый По сто Семьдесят Или сколько Там урона Третья Новая Наносит Поэтому Началось Время Молиции Не знаю Дистры С полной Маной 80 Лимита У Люци У нас Грейды Три Два Там Три Ноль И Полный Лич По мане Почти Полный ДК С двумя Инвулами Надо Как-то Спититься Надо Что-то Придумывать Я не знаю Как здесь Лучше Сражаться Минус Мунвейл 78 На 80 Димка Пятый Идет В атаку Дистры Почти Без маны Дима Влетает Дима Ловит Сразу Койл Ново Но после Новый Хорошо Влетают Гипосы Но все Они попадают В сетку Но Дистройеры Пока не могут Подойти Не все Попадают В сетку На самом деле Падает Обом Кто-то Пытается Выклевать Но Финдов Очень много Лич получает Берн Дима Дима Аккуратненько И телепорт Телепорт Пошел от Люци Лича можно убить А там Инвул Так Ну что Мы проиграли Да Не ну Тут минус Два Абома Но у нас Минус Дриада По лимиту В целом Мы остались Почти при своих Но Фоги Сделал Больше Дозаказ Во время Сражения Хотя Может и не Больше Нет Нет Одинаково Одинаково Ладно Одинаково В таких Разменах Есть плюс Плюс Заключается В том Что Если Вы будете На равных Размениваться С андедом То он Получит Шестой И вы Получите Шестой А шестой Хотя Димке До шестого Еще Что-то Вообще Далековато Как-то Мало Было Людей Убито То есть Его Ультимейт Не так Полезен Если Б он Был Полезен ДК Б с ультой Бегал И его Использовал В сражении Так Но у Фогича Все равно Окошечко Возможности Закрывается У него Осталось Меньше Пяти минут До того Момента Когда Закончится Последний Источник Золота На этой Карте Да Есть Мунвелы И можно Даже Попытаться Пережить Андеда Но скорее Своё Будет Койл Ново Койл Ново Отрезание По юнитам Там Пушануть Мы его Не можем Такой Набор Особенно За вышками Это Просто Без шансов Складывается Очень Нехорошая Ситуация У нас То есть Мы Ничего Особо Сделать Не можем Мы Понимаем Что нам Нужно Делать Что-то Но Что делать Вот Мы Отстроили Там 80 Лимита Снова Окей Дальше Дальше Дима Инвизный Наблюдает Затем Куда-то Мандет Идет Основная Эльфийская Армия Идет Провоцировать На Мэйн Хорошая Идея Потому что На Мэйне Нет Спиритки И в целом Можно Перехватить Какое-то Производство Типа Обома Перехватить Если Андет Подойдет Снизу Там Его Димка Подождет Как Провокация Отлично Увидел 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 Обом Давай Давай Дриады Очень Очень Ой Блок Смотри Какой Блок Невидимым Димкой Да Ну Здесь Уже Армия Андейда Подошла Койл Моноберн Из Из-за этого Моноберна Димка Вышел Из Энуиза Ладно Поехали Может Гиганта Добавить Для смерти В контроле Он Во-первых Не помещается Во-вторых Для того Чтобы Сделал Гиганта Тебе Еще Нужно Потратить Потратить Деньги Какая Новая Посмотрите Что творит Творит Лич И вот Это Бесконечно И все И цепляет Гиппогрифов Сразу Минус Один Гиппогриф Минус Второй Гиппогриф Моноберна 150 Пытается Хоть Кого-то За У какая Новая Виспы Исчезают Просто В мгновении Ока Ох Ну и все Это Кайт Это Просто Кайт Сейчас Будет Третья Новая Третий Койл И Постоянная Бегатня Гиппогрифы Вообще Я не знаю Как им здесь Выигрывать В следующий У лечевки Правда Маны нет Не знаю Чего он лезет Лич Понеслась Моноберн 121 122 123 124 120 Минус Дестройер Новая В кучу 75 На 66 Нас уже мало Кипер Без телепорта Ух Настафи Уходит Красиво Против Койла Он был Он был бы Мертв Моноберн Ну что Дима на половину Шестой Удастся ли Как-то здесь Разменяться Чтобы шестой Получить Я не знаю Начинают работать Вышки Ах И попадает В прекрасную ловушку Фогич здесь Лич шестой Какой страх А если убить леча шестого А если убить шестого леча Да куда там шестого леча А бома убивает Близок К шестому уровню Димка Ой Четверть уровня Где-то надо набрать Минус сгиб Агрив Как же прорваться Да Дима один в поле Не воин Подходит кипер Пытаться Может кого-то Не знаю Я не знаю Как здесь можно Можно выиграть В вышках Просто полностью Находится Фогич Не хватает Инву Монобер на 7 Там Успел Койл использовать Димка Бедный Страдает Его все фукусят Он пытается Дойти до шестого Его ставят на последних хитах Козел Попытка отступить Отсюда остатками армии Почти 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 нереально Почти нереально Медведи дают бой Вместе с дрядами Седьмой ДК Минус еще один медведь Минус еще один медведь 60 лимитов На 34 И кажется Это конечное У нас заканчивается Золото Остается Меньше Меньше Шести сотен Димка дома Не шестой У противника Еще целая база Ё-моё Вот это начало 7-6 Ставит Дрядку Я не знаю Можно ли вообще Двумя героями Каким-то макаром Такие вещи За счет мануэлов Выдачить Я думаю что нет Опять Так Монобер на 121 Врывается Ну ты к героям Там дестройеры Вот если бы не было дестров То да Через прикопку Как-то можно было По это самое Но Противник спокойно Нейтрализует Все вот эти вот наши Остановочки Да Вот это игра Ты предвзят Говорит Листон А ты Листон Что-то очевидные вещи Говорит Естественно я за фуге еще болею Не скрываю это Зато эмоционально Пытается законтрить По крайней мере Дистров То есть сейчас Смысла Строить вообще Наверное Медведей И гиппогрифов Нет никакого То есть тут Могут затащить Только дриады Потому что все остальное Коилновы До свидания То есть медведи Гиппогрифы Это все Трышачок Не знаю почему Фогич достраивает гиппосов Честно То есть это все Кайтится Просто без шансов Какая игра Закончилось все золото У фогича 44 лимита На 66 И здесь еще На 2,5 минуты Полтора косаря Как? Как? Шейда бегает за нами Иллюзии бегут вперед Там гопша такая Хрен убьешь И бутылки И инвулы И свитки И маны Все есть у него Я не знаю Как убивать И вышки еще стоят И Хрен сунешься Виспы тоже не панацея Вы видели как виспы Отретинолу Вышатываются сразу Сейчас снова опять Бах Димка пытается ворваться Но только Дима шестой На каких-то вообще Мега чудесах Может затащить На мега чудесах Шестой Дима Пытаются Обом собрать Нова Виспо Маноберн хороший Хороший Есть Минус один Обом Стали чуть ближе К шестому Давай по юниту По юниту По юниту Ой там Гиппогриф Отрезает Мы обсидианку Невероятно Кого-то Но пауки Закапываются Дима подставляется Став И от лимита В сорок У Фогича Остается Тринадцать Надежды на деревья Почти нет Они даже Передумали На секунду И пошли куда-то Но куда идти Карта Ограничена К сожалению И Люцифер Похоже Берет Ну у него такие герои 7.5 6.7 Если в такой ситуации Еще Как-то бы За счет демона Фогич Вытащил На что? Почему не Переучился Фогич На что? То есть там же нет Гарг Какой смысл Переучиваться? Ты не отражаешь Никакой урон Рассчитан На то что Ты сможешь Абумов убить Из-за того что Они будут бить Гиппогриф Которых словили В сетку Это очень Прохладный расчет Очень Если бы здесь Болигарги Другая история Конечно же Дима пытается Хотя бы До ульты Дожить Одного финда Подрезает Вот надо было За деревьями держаться Не лезть раньше времени И тогда можно было Разменяться По крайней мере Заставить противника Тут Ну что Деревья подставляются Танкуют Как могут Такая война Дестройеры Уничтожают Деревья Со сплэшем Причем Некоторые из них Седьмой Лич Димка Не шестой И возможно Так и не станет Дима Отступает Став на мейн Падает ГГ Вот это игра Ё-моё Да Ребята Вы все видели Это просто В лидол И это первая игра Из серии Вместо того Чтобы сделать нормально 3-0 Фогич Начинает Какую-то дичь мутить Ну он до этого Нормально выиграл 3-0 Там даже Комар носом Не подточил Все три игры Вообще без шансов Для льются И тут он такой А сыграю-ка я В суперфинале Потому что может Потому что может 0-1 Вот это начало Да Заходим во вторую игру Мы будем сражаться С честью Мы будем сражаться До трех побед Best of five Шансы конечно есть Но начало Начало Понимаете Оно не очень хорошее Не очень Багать не трехост Сейчас Ать Ааа Сейчас Подождите секундочку Вроде Дропы прекратились Как я погляжу Мне просто не очень хочется Еще менять Бить сейчас запись Потому что запись Это будет без дропов И она Будет цельная Не знаю Как сперан скажет Но тут все равно Рандом Друзья Потому что Может Могут быть проблемы Может не быть проблем Может будут Еще более жесткие проблемы Потому что мы И переключились На прямую трансляцию На ггшные серваки Потому что Альтернативные лагали Это же классика СНГ Что приходит корейц Забирает призовые Ты помнишь Да Отпустили лаги Да мне что-то кажется Что здесь с этими настройками Какая-то тема Потому что вчера Товарищи говорили Что они пошли торренты качать Какие-то А торренты в клубе Это зло Это известное зло Я помню Как у нас Пинг скакал Просто в Арктике Из-за того Что некоторые умные админы Решали покачать фильмы Вот Потому что Проблема сразу возникает Забить 1 гигабитный канал Торрентом Даже в рамках одной машины Не составляет вообще Никакого труда Поэтому таким админам Надо бить по рукам Но Учитывая то Что мы в гостях Кому мы что-то Будем рассказывать Но прибегал админ Узнавал Что у нас тут Какие-то есть проблемы Потом Услышал про дропы И дропы еще Совпадение? Не знаю Не знаю Как-то больно Красава Да На Торрент и Кос Нужно нормально настроить Ну конечно Конечно нужно Приезжай Приезжай Настраивай У нас конечно Сюда приехали люди Со стримфеста Которые могли бы Тут всю сетку настроить Перенастроить Прилопатить Дали бы им доступ Перед это самое Про Романа Конечно Про Алексея В том числе Он же тоже администрирует Да Ты же администрируешь? Да Уверенно сказал Вот прям По тому Как он сказал И закрыл при этом глаза Я уверен Что он администрирует Да Но это не наша Вотчина Понимаете Мы приехали в гости И как бы тут Мы ждем Всех Да Давайте посмотрим Друзья На замечательную Табличку Красивая сетка Отличные участники Прекрасный призовой фонд Уже почти 9 часов вечера В Владивостоке Я понимаю У вас только-только Игра начинает День начинается В Москве Прочти чуть выше Полоза Вот люблю Когда товарищи говорят Прочитаю Что я написал И начинаешь скроллить Можно попросить Помимо нарезок Игр файли Выкладывать на ютабе Это к аспиранту Это прям к аспиранту Вот Просит выкладывать Целеком записи Ну а мы Идем Куда? Правильно Во вторую игру С чувством Настороженности Потому что Вообще непонятно Что эта серия Нам готовит Я Да я пока не знаю Кто где будет Поэтому я Хочу сначала Видишь И уже Набили руку Да И сцена поменять И сцена поменять Шаве Погнали А где Сони Когда он так нужен К сожалению Он не прошел Квалификацию Хотя и пытался Было бы классно Его увидеть здесь Хотя Возможно Он столкнулся С такими же проблемами Как и Фогич Кто его знает Давайте Время молиться Я повторюсь Друзья Эта серия Простой не будет Так что Если у вас Есть возможность Выпить чайку С ромашкой Или Какие-нибудь Там Седативные Жахнуть Если вы Слишком переживаете То Бахайте Мишкир Можешь Пояснить В чем Фокус прокачки Бронилича До третьего уровня Зачем Люци Сделал Этого Бронилича До третьего А я не помню Там были фиксы Фрост Армора Он во-первых Добавляет Три пять семь Насколько я помню Как добавляет Так и добавлял И кажется Кажется Он Его там фиксили То есть Теперь Фрост Армор По-разному На разных уровнях Замедляет Атакующего Противника То есть Раньше он был Фиксированным Если я правильно Помню И реально Фрост Армор До третьего Качать Чисто Из-за Плюс два Плюс четыре Армора Было Немного Резона Но Сейчас Меня Андейды Поправят Потому что Я помню Предпоследним Кажется Патча была А живьем Можно будет Увидеть И потрогать Можно Увидеть Потрогать Приезжайте Еще не поздно Если во Владивостоке Вход в клуб Бесплатный Свободный Мы находимся Продолжи темно За окном Мы находимся На Ледяной Арене Как называется Тигр Тигр А время Заморозки Меньше Говорят Фоги Фоги даже Не попытался Сейчас Добить Тролля Рукой Никто Ему Не мешал Здоровья Было Мало То есть Это чистая Провокация Хорошая Накойл Противника Почему Не попытался Я не знаю Недоконтроль Как минимум То есть За Есть А против Я вообще Ни одного Не вижу То есть Он ничем Не рисковал Он не получал Дополнительный урон Он должен был сделать Два шага вперед И попытаться Убить Тролля Пытаться Всегда Нужно Ну если тебе Реально Ничего не стоит Кроме Кроме Заморачивания С точки зрения Микроконтроля Поэтому То что Фогич так Не воспользовался Возможностью Это минус Он пытается Сейчас Крипджекнуть Но противник Накидывается На черепах Которых съедает Просто моментально Козлик В это время Шопится С толком С расстановкой Очень долго Ждал Этого персонального Става И пока он ждал Тут всех уже съели Я не знаю В это время Арчи С энтами Конечно Тут Крипятся Молодцы Энты Вытанковали Почти полностью Козлик Пытается Доконтролить Чтобы андеду Было сложнее Крипиться дальше А что по экспанду Экспанд ставится Почти классически Для Фогича На мейне Пошел криппинг Прикопка Энты Люци съедает Тролля Потому что тот И лечит И нерфаер Кастует Козел 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 Чуть не зевнул Козла На ровном месте Причем Противник Идиот Прям идет На него Очевидно Собираясь Окружить А козел Стоит на месте О, сейчас попытался Добить Молодец Давай, давай То ли Люци Разыгрался Разыгрался То ли Я не знаю Там точно Люци Играет Давайте проверим Подождите Не, на месте А он рот Открыл больше Нет, это точно он Тут Прям Возможно Он реально Поднабил Руку На эльфах Сначала Не трону Два раза Сейчас вот С Фогичем Сражается Армию игрока Атакуют Вызывает Энтов И собирает И один, и другой Третий уровень Ладно Преимущества пока нет Ни у нас Ни у него Ну такого Чтобы можно было Говорить Межфоги С какой стороны Играет Из Беларуси Довольно смелый Крепинг От Люц А зачем ему Эта мастерская Ради артефакта Что ли То есть Ради третьего Можно было Что-то другое Закрепить Дирижабль Ему не нужен Хлеборес Естественно Тоже Скорее всего Ради Зарядного Артефакта Опа Минус Гулька На крипинге А он Сделал Ретаргет Но потом Начал возвращаться И тролль Просто по Ближнему Поатаковал Разведочка У Фогича Есть Димка С Витя Нечеблассинг Уже Сделал 7 армора Ну и плюс Скорость перемещения Выш Конечно же Что тоже Помогает Большая Бутылка Маны Выпадает Деке Самый лучший Артефакт Везет Корейцу И вард Ставит Ё-моё Так стрёмно Конечно Начинать Крипиться Под Таким Вниманием С другой стороны Мы подрезали У него Гульку И мы знаем Что Противник Бит И максимум Что он Может сделать Это Вообще Да На персоналке Надо лететь Ой молодец Это правильно Нет 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 Ну что Так поздно Закончил Ну в смысле Поздно Закончил Атаковать Она была Останавливаться Раньше Пускать на него Диму Чтобы он Сосалману И все А так Мы огромного Гнола Отдали А нам К спа Нужно Еще Лич Приходит Ё-моё Веспа Отдаст Поздно Веспа Задиспайл Можно было На двух Попытаться Добил Хорошо Здесь Молодец Берн Справ Пропиши Да Ладно Экспанд Мы поставили Без проблем То есть Пауза Почти никакого Не было Шахту Нам не отменяли Можем Потихонечку Потихонечку Выходить Вдряд А тут Как вы видите Невгарк То есть Даже Собирать Фонтаны Не будет Оттайминговый Пуш Протектор Обычно Строит Фогич Да Да Все по Стандарту Мы же Столько Посмотрели Этих Актуальных Игр Против Эльфа На этом Турнире Что Просто Чуть ли не По секунду Знаем Кто Куда побежит Что будет делать Фоги молодец Выманивает Поздно Кажется Может не заблочить Нет Заблочил Молодец Э-э-э-э! Куда-куда-куда-куда-куда? Красную точку собираем. Надеемся на какой-нибудь 5-5 ловкость сила или аурный артефакт. Ну или... Да, сила ловкость лучше всего, конечно. Боевый кохте плюс у нас. Очень хорошо. Очень битый андет. Фоги это видит. Но, к сожалению, там уже лич с арбой. И, как вы видите, не будет никакой агрессии со стороны андета. Он просто через финдов и гулей играет в эксп. Окей, макро так макро. Ты видел, как искусно жабу облачил арчей? Не заметил. Не заметил. Но это они часто делают. Именно поэтому, по старой памяти, многие люди просто начинают новую игру и всю живность по пути перерезают. Потому что, когда она на тебя там подблочит юнитов, героя, не дай бог, ты проникаешься ненавистью к созданиям этим. Светокличение, просветка. Что, мы сможем продавить его? Не сможем. 50 лимит на 43. Преимущество есть, но... Там нерубка достроится в любом случае. Плюс арба есть. Тоже нехорошо. И вот куда поскакал Фогич? Кто знает. Что-то решил через всю карту метнуться. Он думал, что здесь нейтрала будет на мастерской. Но плохие новости. Пытается перехватить Акалиты. Этот второй Акалит как раз можно попытаться. У меня на Сокалит первые дестройеры появляются. Надо ценой телепорт отменять шахту. Ой, хорош. Ценой телепорт отменять шахту. Ценой телепорт отменять шахту. Ай, рановато телепортировался. Ты чего? А, ну там... Ну надо было свитокюзать. Почему нет? Нет. Ну, было видно, что он не успеет добиться. Надо было свитокюзать. Потому что это шахта и это косарик. Это косарик недодобытых ресурсов. Плюс штраф по отмене. Блин. Не просчитал. Не, не посчитал. Не почувствовал, что надо продавать свиток за шахту. Это еще ошибка. Ну, тут как бы на тоненького, но... Там был косяк еще в том, что он рядами подблочил своего Демон Хантера, что он не мог подойти, блин. Там пара ударов Демон Хантера решили бы вопрос. Решил. Реши. Пора. Решила бы вопрос. И в результате, как бы, у Андэда нычка. Ему пофиг. И сейчас... Начинается, начинается. Точнее, продолжается вот эта вот тема. Два иншинта винда. Т3 медведи. Выходит фоги в Т3. Ну, крепится он хорошо, конечно. Ничего не скажешь. Выпадает ему кольцо плюс... Не, это на другом месте выпало кольцо. Здесь еще непонятно, что выпало. Пояс сила великана. Возьми, пожалуйста, пояс. Спасибо. 150 хитов, как-никак. Минус 2 арщик. Как же... Не, а Люция начал... Начал играть гораздо точнее. Именно с точки зрения исполнения. Точнее. У нас могут быть проблемы. У нас уже есть проблемы. 60 лимита на 55. Собирают точку рядом. Там ДК на половину пятой. Даже ближе к пяти. И... И еще в 3,5... Да, арбаты, 3 все дела. Первые медведи. Там, бла-бла-бла. Люди собирает всю фигню оставшуюся. Медведи. Скоро. Ой, только не надо в медведи лезть. Хорошо. Назад. До грейда, я имею в виду. Он просто на сколько сделал. Это нормально. Хорошо, что вебка не эта самая камера не работает. У меня на лице, блин, боль. Так тяжело. Минус гулька хорошо подрели. Давай, Фогич, ты сможешь. Появились первые медведи. Что по грейдам? 1-1. 1-1 на 0-0. Не, ну здесь, конечно, противника сложновато будет пропушить, на мой взгляд. Ну, потому что лимит сопоставимый. У нас Т3 есть, арба есть. Че. Можем посражаться. Перерезать всякую фигню, типа гулей, которых почти нереально в такой ситуации, в таком лимите контролить. Не отдавать, естественно, никаких своих медведей. Просто не отдавать, говорю, медведи, молодец. Полетели гиппосы, сеткой их ловят, окей. Фокус по гиппогрифам. Пожалуйста, делай Берны. Ты сделал один Берны, это было полчаса назад, уже почти вся мана здесь. У тебя две обсидянки рядом стоят. Фоги, проснись! Проснись, Берны, алло! Капец! Опять возвращаются Фоги, которые не делают Бернов за сражение вообще ни одного. Есть, проснулся. Мана Берн на 79. Медведь минус один, медведь минус второй. Еще Берн в ДК. Какого? Он же выпил большую ману, блин! Он за сражение делает один Берн. Нитрон, ты видишь это? Капец! Я горю! Ох, 56 на 54. Он сделал в начале сражения Берн, и у него мана почти полностью отрегенилась за сражение. Фоги не любит Ману Берн. Да, сегодня нормально все было до этого. На, действительно, на тебе этот. Мута. Держи, не трошь сейчас подключи, только прямо вот так, не бесси меня. Давай. Что-то жесть. Ты видел игру? Ты видишь? Ну, я смотрел так, но у меня там издалека не видно было левелов, лимиты и так далее. Да, вот тебе, пожалуйста, посмотри поближе, как говорится. 4-4, 5-4. Ну, такая ситуация. Устал? Устал, наверное. Он же проснулся посреди ночи. Армию игрока атакует. Ну, на самом деле, Фоги любит Ману Берн очень поздно, либо Ману Берн на 6 прописывать, это его фишка. Ну, сейчас пропивает ДК большую ману, он Бернет обсидианку после этого. Иногда многие не юзают стоп, то есть, если ты, ну, нажал моноберн на кого-то, и демон уже замахивается, ты не можешь никак на стоп жать. А это надо отдельно тренировать, ну, привыкать к этому. Да, там время прошло, вагон, это не... Он успел выпить, потом кинуть Койл, прошло еще время, и он за моноберн он сбежит. Ну, устал, значит. Ну, что, сидеть надо на лимите 5-го. Да, то а что делать? Ну, теперь тоже 1500 уже. Может, все-таки третью бахнуть на халяву? Это же ты почти ничего не теряешь, когда бахаешь третью в такой ситуации. Ну, да. Я бахал, он мне два раза отменял ее, потом чуть ли не на базе уже ставил. Надо, надо. Надо, надо. Ну, видишь, обычно... А, вот он и ставит как раз. Да, да. Обычно ставишь эту базу, когда у тебя какое-то преимущество есть, а у него дела тоже... Ну, когда ты все равно на руках, у тебя деньги есть, они все равно... Ты все равно моментально из лимита не выйдешь. Ну, да. Эти 300 голды, ну что, полтора медведя. А игру могут поменять. Смотри, блин, тренулы такие. Просто. Ну, по КД скупают просто. Ну, это и есть в этом смысл. Это дотеры, дотеры. Дотеры пришли? Да ладно. Ух, а зачем мы сейчас выходим из лимита, скажи мне? Ну, все, считай, что накопил. Ну, и боится, что андет придет к ним. Так он же видит, бегает, продакшен. Может, там на базе что-то где-то стоит. Ты же всегда находишься с неполной информацией. Не знаешь наверняка. А там 2 600 на руках улиц. 6 вообще. 2 600. Андет в этом плане сложнее пробить, если он еще не вышел. Конечно. Будет туда-сюда кайтить под пушками, под базой. Ну, я не люблю вот эту страту фотковскую с масгипогрифами. Он ненадежный, особенно на такой стадии, когда четвертый лич уже. Ново слишком мощное решение. Ново, аура ДК. Так же и переставали же играть. Помнишь, на Тейме, когда макро были нормальные игры? Как раз из-за леча качаного переставали. Как бы, понятное дело, что дрядки по сравнению с гипосами... Я не могу понять, зачем они сейчас. В том-то и дело, что они тебе не помогут отбиться. Я не понял, что это... А, ты про то, что... Финдэ, Абом тебя убивает, потому что у тебя недостаточно земли. Ну, не знаю, мне больше нравится. А, вот так вот. Можешь тогда третьего взять? Вот я задавался этим вопросом. Кого третьего? Ну, героя третьего. Дээла? Нет, нет, нет. Там Дээл, там переучиться на ауру, это понятно все. А третьим все-таки взять кого-нибудь из полезных против воздуха. Тимкер в уроке. Тимкер с ракетками. Да нет, они на первом уровне настолько, там, меньше секунды или треть секунды, что-то такое. Ну, а сейчас снова пойдет. Ну, там мало, мало гард. Ну, а понеслась, блин, вот эта бесячая тема. Без химер, это как бы бесконечная вещь. Да, уже прошел. А мы не переучились на ауру, это как понять? Ну, забывают люди, я тоже никогда не... Куда ты сейчас новая-новая будет? Ну, грубые ошибки допускает. Ну, понятно, короче. Ну, что это за... Да, все нормально. Да, жалко. Свиток 11, вот это плохо. Ну, экспанды, считай, нет. Да. Тут выставляешь пару медведей. Кстати, свиток это... Вообще лучше отсюда если телепортирую. А, телепорта нет, ну класс. Нет, нормально, нормально. Нормально, да? Окей. Погнали. Погнали. Ну, надо свиток уже юзать. Воздух же, воздух, воздух. Не диспейли, да, он съест, он съест. 76-66. Дреддворда можно убить. Фух, слава тебе, господи. Очень опасный. Капец, фух. Что за валидол-то вообще? Что за валидол? Ну, финал-то интересно должен быть. Все-таки играют за 100 кусков. Да. Ну, там начало было не очень хорошее. Ну, вытащил, молодец. Ну, Майкл, Люци, был тяжело, конечно. Он столько игр отыграл. Но зато все против эльфа. Да, подразогрелся. Угу. Ну, давай, анализ. Анализ. Да я не видел игры того, что там анализ. И все, у шамотки шорты не смешные. А что у него там? Или, значит, торчит. Может, лямочки какие-то. Ну, друзья, у нас сеточка 1-1. Суперфинал идет. Фоги против Люцифера. Еще раз посмотрим, как сыграл Нейтрон. Да, Нейтрон. Боролся. Напоролся. Ну, сначала 0-2, потом 0-1. И все равно камбэк 2-2, 3-2. Боевые такие. 3-2, 3-2. 1-1. Ничего, в следующий раз я буду играть из дома тоже. Из-за орков? Нет, не из-за орков? Условия жесткие, жесткие условия. Мы тут, на не своих компах, а не так. Ну, понеслась. Но это не повлияло. Включи камеру, хотим седого бобра. Сейчас, где у нас там камера крупная? Далеко Нейтрон здесь просто. Двигайся. Сейчас будет камера. Здрасте, друзья. Мы сидим еще живые, но время подходит уже к... Время к ночи. Здесь, во Владивостоке, уже 9 часов 15 минут. А турнир начался в 12 часов. Нейтрон Хавка 3-1 катнул. Там человек вообще перестал играть. Или Нейтрон норм. Как тактично ответить на этот вопрос? Про Хавка отмазок или про вон тот верхний? Там была... Это называется, игра была равна, играли два говна. Вот у нас такой мать был. Примерно. Старались как могли. О, спасибо, что... Видел тебя на... Ты уже все сделал, я уже все сделал. Да, было дело. Перехватил только мне этот... Контроль. Контроль. Ну что, мы заходим в апсы. Нейтрон, он видел тебя на Абу-шоу? Что такое Абу-шоу? Это YouTube-хемористическое шоу. Ага. Комик выходит в зал и общается с публикой, и... И ты сидел как комик или как публика? Не, как публика. Я специально сел в первый раз, чтобы он со мной поговорил. Я ему накидывал, там он меня подколол, короче, и все ржали. Смешно было. Надо посмотреть будет. Майкер хочет спать, но пьяненький, поэтому и хочет. Пока вы тут не видите, тут за камерой столько бутылок, он уже выпил. Да. У нас отход 6 и кофе. В СК-2, не, не поигрываю. В СК-2 я сыграл на турнире, там меня пригласили. До этого там 50 игр в ладдере успел пульнуть, и все, больше не играю. Но игра офигенная. Старков 2? Меня позвали на турнир. Ты серьезный, что-то? Да, ну он уже прошел. Ага, прошел турнир. Там все олдскулы были. И я играл с каким-то челом. Я его даже умудрился выиграть два раза. Ну, то есть и братку проиграл, и еще кому-то. А что ты братку-то проиграл? Ну, так вот. Не успел натрениться. Но игра кайфовая, конечно. Очень красивая, очень все легко двигается, контролится. Прям вообще приятные годы были тогда играть в нее. Ну, давай болеть за фоги, наверное, или ты за Люцию будешь болеть? Нет, конечно, за фоги. Просто мне там приявы в чат кидали, типа, о, предвзят, комментатор предвзят. Нет, ну а что, за корица болеть? Сейчас мы еще будем топить пустые. Давай не трону убей, а потом еще фоги убей. Вообще классно. И такие, ура, отправляем. Все в коре. А как же Brood War? Brood War для меня слишком сложный, брутальный. Я когда он появился, я еще был совсем шкедом, не оценил. Ну, то есть я играл там во дворе в компьютерных клубах, там, один против троих, там, всякое такое, знаешь. Но на уровне топов я, конечно, даже близко не умел. Там вопросы про, почему я хэппи не пришел. Да. Еще идет. Еще идет. Может быть, идет. Где там. Ну, давай, комментируй. Комментируем. Это под вечер уже ленивый комментарий. Фоги опять крип эту точку. Надо у него будет узнать, зачем. Так, на нейтрону должен быть за кого-то шуточек начинающих физиков. Че? Че? Я бы не понял. Я тоже. Тараканы шутят. Только вернулся, кто комментирует? Комментирует эксперт по играм с Люцифером. Да. После этого турнира многие станут экспертом по играм Люцифера. С эльфи. Как тебе, кстати, идею? Я уже закинул, не нашел отклика. В следующий раз, если будет ограниченное количество код, типа 4 или 8, сделай так, чтобы выбирать лучшего представителя конкретной расы. Тяжело. Почему? Ну, в итоге поедет на турнир, там, какой-нибудь слабенький орк. Ну, типа тебя. А, кстати, можно у меня быть кодом. Понравилась идея сразу. Да, хорошая идея. Хорошая идея. Вот все запроблено. Ну да, андеды сильные найдутся, хуманы тоже. Эль тоже всегда. Ну вот хуманы, да, с орками больше всего проблем. Хотя, если будет... Ну, Эль, по сути, сейчас только один есть в Европе. Как андед. Не, ну, что, так и есть же. Это я, типа, не про себя. Да я понимаю, что не про себя, но как бы... А как же Соник? Соник вообще мясник. Ты так накидываешь, знаешь, что я скажу. Подожди, а мясник? Ну, мясной, короче. Ну, я понимаю. Хлебушек. Блин, за что? Простите, парни, но Соник не конкурентен. Он зато хорошо рисует у себя на лице. Мне кажется, у тебя немножко зависть говорит. Не, я хочу зависть, он играть не умеет. У него нулевое микро, нулевое макро, он все время теряет на мури. И там все. Сделайте мне B109 против Соника, я поставлю свою жизнь на этот матч. Звучит как шоу-матч, ребят. Просто хорошо, ребят. Турнирный модуль ГГ позволяет сделать шоу-матч вообще изи. Призовой фонд будет жизнь Нейтрона. Интересно, что поставишь? Нет, давай, ладно, не жизнь. По крайней мере, год это ты отработаешь. Ты согласен? Год в тюрьме. Не, не в тюрьме, а что-нибудь полезное нужно. Тюрьма — это как бы общественная работа. Например, что-нибудь полезное, стримить на ГГ, например, ежедневно. Ну, надо посмотреть, что Соник поставит. То же самое. Не, мне бесполезно. Мне пофиг, что просто. Мне бесполезно. Типа, я должен что-то с этого получить взамен. Например, Соник там, не знаю, почку у меня свою продает. Да. Турнирный модуль позволяет поставить жизнь. Вы просто вместо данной карты вводите свои паспортные данные. Слышишь, вот я недавно смотрел фильм «Бремя», помнишь, с тем «Берлейком», где у каждого вместо валюты, где у него было время. Да, да, хороший концепт всем. Он причем старенький довольно-таки, ему там лет 6-7, наверное. Да, да, может даже побольше. Короче, ну, этот фильм я его два раза смотрел, один раз недавно, один раз, когда вышел. Он жутко мотивирует. Ты так смотришь, и не хочется тратить «Бремя» на всяком фильме. Ты пошел за орков, ты в 30к так играешь, да? Ну, это ж не 900 игр в месяц, как некоторые. Ну, так вот. И вот если можно было все время Соника поставить на карту, я бы с удовольствием забрал. Ну, часок бы оставил, конечно. Что? Что? Блин. Ой-ой. Так, опасно. Соник, при всем, при всей любви просто, при всей... Ты понимаешь, ну, это тролли просто, сидя. Соника платит операцию по наращиванию волос, как вариант. Ну, если его волосы пересадить мне... Ну, ладно, это уже слишком сложно. Так, давай-ка игре, а что-то происходит. Ну, кипер не третий, ДК не третий. Хороший расклад. Демон качается. И какой диск, видела? Да. И все, минус Экалит, и минус... Ну, вот, а чего? А чего ты так не сделал? А нет смысла в этом. Потратить не хочу. Ну, на самом деле, знаешь, вот я впервые столкнулся с тем, как Люцифер делает. Обычно всегда можно как-то обойти сбоку, там, в инвизе, забежать и отменить шахту. Да. А он просто на последней карте встал, окружил, и все, я ничего не могу с этим сделать. Да. Вот, но это... Но на других картах отменялось нормально. Зипили, что ли? Потом будет вопрос, почему кудрявый? Ладно, хорошо. Просто шутка дошла там следующая. Про пересадку волос. Походу, шутка такая. Не очень. Да, такая. На фантазию просто. Так, экспант готов. Демон крипится. О, кольцо офигенное. Это факт. Демону приходится качаться, и вот это восстановление хп, чтобы не бегать на базу, все время очень полезно. Гораздо лучше, чем там... Чем все. Любое другое. Ну, когти еще хорошо. Ну, вот когти мне больше, меньше всего нравится. На кипер хорошо. А, на кипер, да. На кипер, да. Не, я думаю, что ты Димке хочешь оставить, когти, ему танковать нужно. Да, да. У Димки хороший закуп, это... Клетки, кольца, что еще, медальки? И три бутылки. Три бутылки. Потому что их покусят, как проклятые андыглы. Ну, а какую у них выбрали? Либо ты вкусишь, либо тебя минус-манус. Так что все правильно. Ну, ситуация вообще идеальная вот сейчас. Ну, эксп контроль, и такс поставил... Деканет третьего уровня до сих пор, он не может толком ничего делать. Ну, правда, он близок, но все равно. То есть обычно в этой стадии Деканет третьего уровня поджимает. Ну, хотя и козел тоже не третит. Это, кстати, плюс того, ну, в пользу того, чтобы не крипить кипера до третьего. Потому что он, по сути, не особо-то и нужен. По сравнению с ДК третьим, да. Да, а ДК третьего, он очень сильно... Конечно. То есть если есть выбор, надо агрессивненько, да? Да, я вот за это, да. Не всегда получается, и там... Но мне кажется, игра придет к такой стадии, где только так и будет. Потому что... Ну, ценность сразу. Третий ДК, Лич сразу идет харасить, твой ДХ нифига не крипится, тяжело. А здесь, получается, он харасить не может, ты спокойно крипишься, и он очень медленно крипит своего ДК дальше. А тебе третий кипер, но он вообще ничего не дает. Сейчас хорошие андеты, научились не терять. Там, ну, убьешь ты пару гулей, но это не решает. Интересный поворот. Да, он против меня так же делал. Я не ожидал... Это вот так игры проигрываются. То есть я когда увидел экспу, так вот налейм, и все, сбегает. Ну, зато артефакт полезный выпал. Ну, да. Ну, тут есть рынок, можно поменять на что-нибудь более полезное. Гулю, гулю. Я смотрел. Надеялся, верил. Три-три-три. Все, три-три. Ну, сейчас он должен разведывать. Вообще, по идее, надо купить. Да, купил. Что, он серкал купил или что? Этого? Соби? Реген. Реген, даже хп сейчас. А, реплешмент поушен, да, я понял. Вот. И у него висп висит на экспанде. На левый верхний угол он... Что это? Что он заказал там? Барак или мейн? Но он увидел, что идет сюда экспант ставить, и сразу... Ну, если так уйдет, то да. Ну, правильно, в принципе. Потому что драться сейчас тяжело, Люми почти одинаковый. А там арба, все такое. Т-3 еще нету. Нету. Надо заказывать. Да. Т-2 можно пытаться пробить, но это такая утопичная история. Лучше сразу Т-3 кликать и постараться перекликать. О, смотри, какой артефакт. Ты бы взял? Ну, я думаю, поставил бы. Хорошо. Хорошо. Подыграно. С армией игрока. На этой карте можно демону закупать хорошие шмотки. Да, что там? Нет, ну, этот. Рунный? Да, 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 рунный браслет. Очень кайфовый артефакт. Ну, правда, рынок так устроен, что там порой подсовывают всякую влажную, а нормальный артефакт нет. Ну, много точек осталось. Вот он, видишь, в этот раз хорошо делает. Он не тратит экспону кипера. Кипером где-то бегает. Одином киперся спокойно. Угу. Одинка сейчас четвертый получит. У кипер что третий, что пятый там разница. Да, да, да. А демон прям решает. Иногда не сильно расстраиваешься, что в сражении кипер умирает. Ну, да. Вот так, как-то далеко, что-то. Угу. Ну, там нового. Будет удобно. Ай, ай. Спил вернулся. Страшно, да. Давай, давай, бёрн, 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 бёрн. Ну, и демону нужны ботинки все-таки ввойти. До слотов жалко. Ну, хотя сейчас пока... Жалко, но надо. Ну, вот считаю, тут два свота такого у него нормальные. Все остальное лишнее. Особенно масками зачем, кстати? А, он как выиграл, так и... Не передал просто. Ну, её можно продать, да, и продать, наверное, лучше. Вот это хорошо. Только надо не забыть, да, заказать. Ну, если создавать напряжение здесь в районе экспанда, то... Ну, да. Ну, на самом деле, вот это место для экспа вообще идеальное. То есть андеду бежать через всю карту, он тогда оставит эксп. Либо он будет нападать на натурал эльфовский, а там уже защищаться. Ну, короче, хорошее решение. Но сейчас нужно... Ну, можно в зепелин вообще и на мейн полететь. Он просто ходит под крепа, хочется ловить. И не выпускать андеду. Но надо... Т3 срочно. Сколько там уже? Половина, нормально. Апгрейды 2. А, уже 2-2 делается. Нормально. Сейчас время потянуть туда-сюда. Ну, правда, вот так вот он ушел. Да, и сейчас экспант под это самое, под ударом. Как паука подрезать? Ну, давай, давай. Прикопка. Побить. Несмотря. Сейчас же можно здесь отдаться. Ну, да, не очень так-то позиция. Лимиты равные. Слиток один всего. Минус дриадка. Минус вторая. Минус вторая. Это первый Берн пошел, кстати. Минус. Свиток минус арча. Ну, в одно арчу. Ну, вот шмотки бесполезные. Дома, конечно. Ни одной бутылки, ни сапогов, ни цирклеток. Просто... Увидел экспант? Да, уже поздно. Что он сделает с ним? Ну, а что сейчас Аль будет делать? Ничего, бегать туда-сюда, свитки покупать. За счет того, что денег больше, он может там... Размениваться даже чуть не выгодно. Ну, просто время тянуть. Опа, тинкер. Укачается. Ты можешь кликнуть, что в рынке, когда он подсвечен? Вот хороший артефакт. Ну, да, армию игрока. И все. Я просто не знаю, это лимит-то у андеты хороший. Он может и нычку успеть убить, пока эльф там мнется. Ну, да, пока нет эту три, нету арбы, нет медведей. Тяжело. Ну, по-хорошему, в принципе, надо отдавать. Ну, если он тут будет нас не обстражаться, это ни к чему не придет. Он может забрать... Он может время выиграть. Минус дриада. Лучше бы побежал сразу на экспанты. Размен на мейн убил бы рабов. Попробую пару юнитов забрать за эксп. Хороший бёрн. Но медведей нет. Ну, пока размер нормальный. У нас все равно 3-2. 67-68. Да, Димка в живой. Надо андеты просто держать без маны. Дима отлично отработал здесь. Ставчика так не хватает. Вот. Ставчика у кипера. Блин, он ставчик, конечно, с свиток лечения. Ну, кипер, конечно, не хватает. Минус деструйер, тут же энтов вызвал. Смотри, красиво как. Ставь передай, ставь передай, ставь передай Стефаниеву. Ну, можно же, да? Может, но не хочется. Мне кажется, он там что-то на базе еще делал. Сейчас просто старт. Ай. Слушай, ну, в любом случае, размен тут просто какой-то супер крутой. Да. Люци перестарался. Он не должен был фокусить мейн. Надо было сразу драться. Переключаться, да? Ну, там все равно от этого экспанда толку не было. Все виски были убиты. То есть время было не критично. А сейчас надо бы, наверное, сва... Нет, успеет. Капец. Все, это правильное решение. Вообще, можно даже и здесь восстанавливать. Ну, это перебор. Почему? Ну, по лимиту все хорошо. Сейчас бы в полотиночке посидеть, еще апгрейдики заказать. Орбы купить. А, он купил Орбы. Вес раз. Две, да. Он не в домогазе или... Похоже. Армию и... А, да, в домогазе. На рынке что-нибудь подкупить. Ну, типа, нет смысла сейчас прям выходить. Ну, пока нормально все. Ну, пока, пока, да. Пока победка. Пока победка. Ну, что, лимита больше, герои лучше. Блин, ну, жалко, что козел он отъедает этот от пятого Димки. Ну, да, да. Так бы он тут мог получить. А больше никого на карте не осталось? Здесь что-то осталось. А, по-моему, вообще эту точку не крипок, кстати. Да? Сторожевые перчатки. Ой, дрядка такая подобрала. Не, еще все. Это он задрот. Сейчас такой чик-чик продаст. Дряда может продавать? Да. Офигеть. И купить еще себе арбу и будет стрелять с ядом. Это я знаю. Как это надо передать, чтобы мы обсуждали. Маутенчайл. Так почему он не отводит козла? Ну, слушай, тут уже пятый уровень был бы. Надо бы уставнуть каких-то ракетов. Он хотел, по-моему, уставнуть. Уставнул кого-то другого. Или он со шмоткой кого-то ставнул. Город васэк. Не знаю. Ну, да, это было. Ой, ну, как не вовремя. Не успеет убить. Как он не вовремя за секунду? Фоке так же подумал, что нужно какие-то строить. В итоге все ресурсы потратил. Ну, да. Нету Т3. Ой, Т3. Они делаются у него Т3 вообще? Делаются. Больные. Пингвин ващах. Смотри, ты просто отряда убил. Пингвин ващах. Пингвин ващах. Ты зараженный. Слушай, ну вот этого дночка нельзя игнорить. Да, и ДК там уже почти пятый. Может быть опасненько, что купит. Медалька хорошая. Надо медальку брать. Демона вообще отлично. И больше монобернов делаешь. И хп намного больше. Вообще этот шлемак лучше, да? Ну, идеальный шлемак, да. Но это тоже норм. То, что тут нужно пока демона бернить, бывает, что у тебя сама мана кончается. Ну, когда Демон третий, вряд ли. Не, в смысле. Так, Михаил, а реальный челлендж, когда на экране орки раз в день врубаешь орки жблат на месяц? Я не знаю, что такое орки жблат. Привет, Крэксапфай. Еще раз. Давайте, сейчас Фогич должен собраться и мочить, но у них одинаковый лимит. И вот не докачал он Димку до пятого? Ну, вот это косячок, косячок. Надо забег куда-то устроить, вокалитов апнуть пятый и свалить. Ну, и, соответственно, как пятый у тебя, ты можешь битвы избегать, просто мана бернешь, стафаешь и отлечиваешь. Очень удобно. Но только надо так, чтобы... Капец, позиция здесь хреновая какая. Что он делает? Зачем он здесь сражается? Ну, мисклик. Минус. Минус два. Это став. Ну, давай, а-бум, а-бум, а-бум. А, может, не стоит сражаться здесь? Вообще надо, было. Ну, как, да, надо. Очень удобная позиция. Там еще... А-бум-то делался, все хорошо. Рэмплейдж. Да, что-то битва началась с потерей... Пятый и Димка. Одиннадцати лимитов. Ну, почему ты берн-то первый и второй делаешь? Ну, не успел качать. Не успел качать. Пятый ДК. Это лишь доказывает, что хобби человек. Семь и четыре на пятьдесят семь. Мы уже развалились. Киндов надо убивать. Но нечем. Ну, да, не хватает армии. Ой-ой-ой-ой. Герои хорошие, но юнитов не хватает. И нету прослепки, да? Сейчас успеть бы портануться. Было близко. Да там третья. Да, опасненько, опасненько. Третья база. Пятый ДК. Четыре с половиной лич. Штинкер почти. Ой-ой-ой-ой. Печаль беда. Блин, неужели корейцы? Вот что-то его не остановило. У тебя было две возможности его остановить. Да, было. Ну? Пригоняйте его на лан. Убирайте ТС-ТР. И он будет остановлен. О-о-о-о-о-ом. Просто. Добавь воды. Орки жба от музыка, героически песни орков. Можно послушать. А забанит, конечно, за музыку. 72 лимита на 73. Но там начинает работать эксп. Может быть, дождаться, когда мейн закончится, и уже пойти ставить экспант наверху. и пытаться как-то разводами может быть. Я хз? Я не знаю, если честно. Ну, надо начинать драку тогда, когда маны не будет у андеда. Просто делать моноберн став, потом опять моноберн с инвиза, там вот это вот все. Подрывник, подрывник. А что подрывник? Бесполезная фигня, нечего подрывать. Ну, убьет один зигурат. Но подрывник стоит столько же, сколько и зигурат. Под заморозку попал. Да тут без разницы, ты по этому не будешь делаться. Вообще, надо было в нижний, наверное, взрываться. Вот так и надо, вот смотри. Сейчас вся армия, да, да, вот я про это говорил, а вся армия на тот экспантер. А где вся армия? Ну, вот она должна была быть где-то в районе магазина, чтобы сразу сюда портануться. Прикинь, и все, и ты тогда съедаешь, там нет телепорта, и все. Ну, вот это был бы хороший мув, но почему-то Фогги так не сделал. Он требует планирования, это довольно нестандартная ситуация, да? Ну, не знаю. Я периодически такие штуки делаю, когда есть возможность. Ну, думаю, Фогги тоже так делал не раз. Может, просто не подумал, поздно решил. Плюс у него, видишь, у него не было ТП, и он побоялся, видимо. Ой, сейчас кто-то новый получит. Ой, кто-то свитки получает, но хотя ситуация хорошая. Слушай, это хаотично, и непонятно, кто куда-то заходит. Для эльфа вроде как это лучше. Да, конечно. И вот деда нету маны вообще. ДК пустой. Минус дестройер. Берны, делай! Берны! Он не слышит нас. Уже мог сделать. Уже мог. Да, уже два. Ну да, вот у Фогги есть вот этот косячок. Представь, что будет, если он исправит вот эти вот ошибки. Да, он сегодня играл, а Берны пока делал в игре. Просто обычно он очень поздно делал. Еще, еще. Берны, Берны, Берны. Вот отличная драка вообще прям. А бом еще подрезать. После этого на экспант идти, да? Спокойно его забирать. Ну тут уже не важно, куда идти. Здесь очень все хорошо. Очень хорошо. Ну можно отправить... О, почти шестой Димка! Да, это пофигу. В смысле как? Это же игра закончится. Шестой Димон не решает так сильно. Не, серьезно. Хорошо. Если бы он просто был пятый, постоянно монобернил, как сейчас происходит, и не становился шестым, это тоже ок. Ну то есть тут уже... Вот сейчас я бы сказал, что все, уже тут игра выграно. Я как эльф, я бы здесь чувствовал, что все, у меня все отлично. Но правда нужно что-то делать. Нужно пеньков вызывать и отправлять их на тот эксп, потому что там нет ни одного зигурата, по сути, и там пеньки... Ну ладно, один есть. Нет фигня. Да. Пеньки бы там на куролесили. Больные все, вот это проблема. Да, это да. Ну надо ставить кипера на базу, выпивать ману. Ему мана сейчас нужна. Типа под дульту или под что? Да, просто под приковки. Но они больше делаются не для того, чтобы там он, юнит, стоял в приковке долго, просто чтобы он успел там лишние 5 ударов от медведей за залп получить. Ну и такой. Демон тоже очень много урона вносит. Плюс так легче, можно забирать героя, как-то там фокуснуть, подблочить. Зачем лечать? Не знаю. Ну вот и получил. Получил. И ни одного медведя без формы. И экспа пошла. И ставнул. Лишь еще только под бас. Пока ты лежит. Все хорошо, конечно, но... Ох. Это фитфест экспы, сейчас лечь еще 5-й, скоро апнет. Чуть-чуть нужно, чуть-чуть. Ну, Дип, ну что вы делаете? Ну... Блин. Он 6-й получает на этих гоблинах. На них не дают экспы вроде. Нет, тяжело. Давай, давай. Один юнит, один юнит. Ну вот, когда на базе уже тогда 6-й подвешиваются. Собака. Хороший Берн. Ну, кого-нибудь мы убьем, нет, интересно? Что? Слушай, вот это Люция вовремя. И эксп работает. И эксп работает. Демона надо срочно выкупать, но это очень дорого. Пятый демон, ну сколько он? Я не помню, кстати. Ну, где-то 600. 500, я думаю. 510, это третий уровень. Так что он может... Что? Какой 510, третий уровень? Третий уровень 510 стоит. Нет, нет, нет. Точно. 370, 410. Проверь. 510, третий, да. Это точно. А вот четвертый там, походу, 570 или 590. Ну, короче, где-то 700 будет стоить. Это что-то... Не, ну ладно, хорошо. Ребята напишут. Да... Да... Сейчас пошел проверять. Хорошая привычка. Ребят, но... 300... А, вон, смотри. 425, 510. Это третий, ты прав. 595, четвертый. 680. Пятый 680 стоит. Офигеть. Начинается битва. Битва начинается. Шестой демон. Стоит ли делать ульту? А уже да. Вот я не знаю, что лучше. Моноберн сделать или... Да, может быть, Сибирн. У него брода и не было. Он его выступил. И не было ману. Надо было ставить. Там есть лепорт, у андедом. Вспоедут вперед. Мы за базу, за свой... Почему он не отправит никого реально на этот экспант? Устал. Устал. Не дарит проще. Гиппогрейп там. Ну давай, фокуси героев там. Что-нибудь такое. В таком лейте очень хорошо героев фокусить. Там личи. Если у ДК мани нет, он быстро убирает. ДК выживает на последних. Тинкер вообще подставляет сильно. Да, Тинкер еще не закормит. Его точно не закормит. Тинкер сейчас четвертый. Тинкер минус. Лич с бутылкой. Дестройера убивает всех медведей. Блин, два левелапа. Уже шесть... Шестой уровень ДК. Прикопка. Минус телепорт. Да. Ага, полечится на базу. На пистолет. Шесть на 40. У нас проблемы с лимитом. Да, пятый уровень. Шестьсот восемьдесят. Написали, да. Да, ты прав. Господи, там ты... Еле-еле там живые люди. Еле-еле. Жесть вообще. Такая игра... 44 лимита, он до этого... А, еще и база кончилась быстрее. Слушай, а сколько у вас армию, игроката. Ничего, хорошо. Ну тогда нормально. Мы только... Мунвелла, да. Черно, что делать? Зачем? Вот я не понимаю, зачем на такой стадии гипсов бахать? Скажи мне. Город Васачи. Зачем гиппогрифы на такой стадии? Гиппогрифы на такой стадии не нужны. Ну вот. Я вообще не люблю их. Я вообще их не строю. Но... Опасный момент, опасный момент. Я и не выиграл. Да, да, да. Верное замечание. Герои без маны. Ох, опасно. Ох, опасно. Что делать? Вот когда ультовать, Димка, а? На экспанде только. На своем и на вражеском? Вот, правильно. Правильно. Вот сразу чувствуется, что эльф сидит, который 30 каток за орка сыграл. Смотри, эти клюшки. Да, минус 3, да. 30 каток за орка. Да, ну, Андель ждет тинкера. Булин, мне что-то за Фогичи опять... Что за валидол это начинается? За жесткий, жесткий валидол. Может быть, Фогичи зарасходовал весь скилл? Его нужно выпить еще там энергетический напиток. Где такие бутылки продают? Ну, это нельзя. Сейчас нельзя стоять. Нужно нон-стоп набернуть, заставлять им Андедда тратить маны. То, что когда Андедд накопит 400 маны, и там Коилнова, Коилнова, ты уже там все не забернешь. А при таких маленьких лимитах, Коилнова, ой, как сильно решает. Если 80 на 80, то на 100 это еще ладно. А при таких раскладах может и Кипер слетать просто в алтарь. По сути, у Кипера сколько там? 550-600 хп? 75, но все равно мало. Проблема, что у нас на 20 лимита меньше. Ну, как бы... Да, еще лимит такой там, гиппогрифа эти. Андедд может просто в героев тыкать. И сейчас ты не сделаешь став и ручной телепортик обратно, потому что колодцев нет у мейна. Так как он же перешел, это уже проблема. Причем так, за счет этого обычно ты выживаешь долго, а здесь уже никак. А что делать? Нон-магаз поставил. Можно было экспансию сюда тащить, а не мейн. Ну, или как-то местами поменять, не знаю. Так, ну что, монобернов нет? Монобернов очень нужны. Дима здесь в тылу! Ну где Берны? Блин, он не сделал 5 лет. Прикопку, прикопку. Я не знаю. Уходит андед. Но хорошо сплетанул, кстати, гипс. Ну, нет, случайно. Ну давай, Берн, хорошо. Проблема демон-хантера в этом... Ой, смотри, как навешивает. О, ты видел? Он же не контролил это, не контролил. Там не без 5 было. Да. Что? Чет. А зачем он так ждал-то долго до бутылки? Я не знаю. Вообще. Вообще. Я не думал, что прикопка сейчас спадет, сейчас спадет. Да, конечно. Там третья прикопка, она там 5 секунд или сколько на героя действует? Там вообще, по-моему, пока не задиспелишь. Я как в Роке, помнишь, там 45 секунд прикопка на героя действует? Нет, на героя там, наоборот, мало было. Нет, нет, в Роке больше. А, в Роке. В Роке это прям и циклон 30 секунд тоже. Герои такие, все себя такие ждут, когда приземлятся. Красиво. Ну, сейчас только Херакилить. Возьми мышку, давай, рассказывай. Только Херакилить. Только Херакилить. Только Херакилить. Так, ну, НВУ есть. Блин, ДК уже подрегенился. Это тележки гребаные. Да, валидольчик, валидольчик. Только Херакил спасет. ДК, правда, с бутылкой из ТП лично НВУ. Блин, тяжело Херакилить таких героев. Только как-то рассчитывать, что он не успеет выпить бутылку или... Что это такое? А-а-а, кипер! До свидания. Да, здесь уже все. Метаморфоза через минуту с копейками. Да и он не так решает, его закатит как-то. И это похоже 2-1 в пользу Люцифера. Фогги, фогги. Что же ты, мать-прою, делаешь? Фогги, фогги. Пожалуйста, не сливай. Стройеров укусить вообще бессмысленно. Что не есть, что нет, нужно было в героев тыкать. Еще плюс тыканье в героев, что когда ты в 7 впиваешься в леча, он не может койл кинуть там в твоего героя. Он вынужден лечить, сохранять как-то. Да. Не пошло. Не пошло. Еще есть еще одна карта до конченной карты, до ТС-а или до ТР-а. Но Фогги на ТС-е хорошо играет варденкой, так что думаю, у него не будет таких проблем, как у меня. И он сможет нормально варденкой отыграть. Ну ничего. Ничего. Разваливается. Кто разваливается? Да что так, да как так, не стоило отойти, ну ё-моё. Что не трон ты здесь без меня делал-то? Я не до контроля. Блин, выкапывается дерево из последних сил. Демон Хантер пытается как-то отбиться. Да ладно, минус дерево. Отгонивает. Нет, нет. ГГ пишет. Смотри, как красиво умер. Красиво умер, да, вот у нас стоп-кадр. Ну что ж такое. Саура не трону, не отходи. Что было не так в этой игре? Ну что не так, не сделал развод, который мог окончиться тем, что Экспой умер один. Да. А это бы всё зарешало абсолютно. Отдал Демон Хантера перед ультой. Отдал Демон Хантера, да. Затупил там двумя героями, что-то с заводиком сражался, пока вся армия чейсит. Да. Не убивал в это время Экспой. Ну короче, много, много всего. Брон Фуалага говорит, можно нейтрона чаще звать комментист? Понятно, конечно, что неохота отвлекать от практики заорков, но тем не менее. Да ничего, аж комментист, ничего не происходит. Ну, мы с вами в одном шаге от Гуфа, от корейского триумфа. Если будет 3-1, то это значит, что в итоге. Но это плохо, я не хочу такого. Пусть выигрывает. Давай, Фоги, капуста-то нужна? Напишите ему, сколько разницы, чтобы он понял, ради чего старается. Соберись, Поттер. Не будет, говорит, сейчас затащит. Ну, будем болеть, естественно. Будем болеть. Турнир затянулся. У нас уже почти 10 часов вечера. Секс Вайландс говорит, Миш, привет, что тут вообще происходит? 2-1 в пользу Люци. И мы тут начинаем уже грустить, потому что… Ну, как-то странно, да. Ожидалась легкая 3-0, а что-то пошло не так. Крутой финальчик, как и нейтрон с Люци Кайп. На сегодня день андетель просто. Сколько, получается, было? 4 по 5? Из 6, наверное. Всего, да, всего 6 матчей. 2 эльф-хумена и 4 андетельфа. Ну, поэтому мне и пришла идея, чтобы один орд был, один хумен, один андет. Ну, и, конечно, зря ты Люци вторую серию отдал. Сейчас бы смотрели физический мирор. Да, было бы весело. Очень отлично. Харрикин говорит, а футболки я жижал, будет в продаже. Сейчас смотрел трансляцию по лоу, там ведущий такой сидел. Неплохо. А кто, интересно, ведущий по лоу? Хавк уже полчаса как в номере сидит и пьет керафлю, пишет Хавк. Ну, это кто, я думаю, точная информация, проверенная. У меня есть ковер, хотелось бы футболочка. Скорее всего, в ближайшее время нет. А, вон, смотри. Я жижал. Это наше, кстати, да. Крутое. Интересно, что за чувак. Я жиж... Блин, Савелий оставляет свой след повсюду вообще, прикинь. Арты понаделал и вперед. Так, мы все пришли. Да, готовимся. Морально. А на каком серваке они играют? Сейчас увидим. Russia Central. Ну, какой-то нечестный сервак. Сейчас поменяют. А Рэдди? Да ладно. А ты на каком играл? Ну, у нас одинаковый был. По 35. Что такое? То есть в Фоге проигрывает еще с пингом? То есть... Без пингом. Читай комп офисную, там вся инфа про чувака. Еееей! Сейчас побегу офисную канфу во время суперфинала читать. Поехали, Ластер Фейдж. Поехали, друзья, да. Счет поменяем. Как получится, так и поменяем. И погнали. Надеюсь, мы угадали. Нет, не угадали. Может, так оставим. 2-1, 1-2. Какая, к черту, разница? Ах, ребята, мы в одном шаге от корейского триумфа. Причем... А прикинь, это был... Что? Нагнетает. Ну, а что, не так, что ли? В одном шаге. Вот смотри. 1-2. Сможет ли Фоги взять себя в руки? Кстати, я вижу продолжающиеся дропы. Сейчас надо, чтобы дропы на зипелине были. А, это возможно, да. Фоги не дропал в этой игре? Нет. Нет, он дроп... А, это ты дропал, кажется. Да, я дропал. Это ты дропал. Хорошо, кстати, дропал. Это круто работает. Там уже дотеры пришли, компьютерный клуб оживился. Вот так маты на всю улицу. Да, да. О, и стрим падает просто в ноль там килобиты, я вижу. Друзья, я знаю, что проблемы с дропами — это местный интернет. Просто никакущий сейчас уже. Из хороших новостей запись локальная делается, и мы полную серию зальем на YouTube. Так что держитесь. Кипер? Да кипер, конечно. Слышал? Разнесем бомжей кричать. Я не слышал. Блин, там вообще 13 килобит в секунду. Там коннект вообще никакой. Просто ноль. Рома, а можешь там админам сказать, что интернет вообще упал? Чтоб дотеров отключили. Потому что ноль, там просто ноль. Нет? А-а-а. Ничего. Прикольные админы. Мы очень интересны. Ну там реально все в ноль просто, в ноль. Да, откомментируем для записи. Держись. Комментируем до записи. Как будто... Как будто все отлично. Не смотрели. Радио стрим. Говорят, звук есть. Видео нет. Молодцы. Молодцы. Ноль килобит в секунду. Так. Давай для... Абстрагируемся. Абстрагируемся. Совсем не так играет против Огги, как против меня играл. Меня бежал харасить. Сейчас сам крепится. Как-то варьирует. Непонятно, правда, чем лучше. Может он посмотрел демки, подстрелился. Может быть, да. Вдруг он стрим слушает. Может быть. Высказывает. Смотри, поехал экспант ставить. Угу. Неожиданно, неожиданно. Ну, хорошее решение. Если не пробьет экспант Фогги, то будет очень тяжело. Но Фогги пробьет. Фогги умеет играть против фаст экспо. И он очень быстро пришел. А Люцифер очень медленно ставил экспо. В итоге тут уже второй кипер. Короче, какая-то провальная затея от Люцифера. Но он от нее не откажется, судя по всему. Да, но он думает, что он сейчас ночью втихаря, а там по варду гуляет. Угу. Эх, не спрятался до конца. Да. РДК. Прикопка и диспл. Иногда приходится выбирать, что делать. Диспелить прикопку и скелетов или не диспелить. Вроде как, кажется, занормализовывается постепенно. Я вижу большое количество битрейта. Сейчас он наверстывает то отставание, которое было. И вернулись вроде как. Слава яйцам. То есть слава админам. Показывает что-то. Показываем, да. Надеюсь, вы там перетерпели этот жуткий лагодарум. У нас четвертая игра. Да, а что было? Можно, чтобы такого больше не было? Да. Спасибо большое. Молодец. Доттером навешиваете там еще. Капец. Доттер решил эту игру скачать. Ну не доттер. Еще одно подтверждение, что... Человек, а доттер, как известно, не люди. А, да, не люди. Все. Красава. Пошел качать игру. Ладно, все. Отныне у нас проблем нет. Пытается поставить базу. Отменяются зигураты. А что, Арчи не подвезти? А я не боятся. Даже не попытался, видишь, добить этого игры. Когда там контролируют, да, его там не добить. Тут же ты, наверное, хочет заказать шанс. А, сопля. Красиво. И отменяет зигурат. Ну, слушай, задержал-то неплохо, да, получается? Хорошо, задержал, да. Надо смотреть только, что сам делает. Контрасхол строится. Ага, ты два года демон в процессе. Ну, да, хорошо, все отлично вообще. Армию игрока атакуют. Что написал? Вон, в чате пишет паузу в игре. Мистер Лайт, это тот аркнус пауза в игре, плиз. Не могу поставить. Не ставится пауза в игре. Так мы и не аркнусы. Странно. Может, он про доту? А че, зачем паузу? Ладно, к игре. Мы слишком, да, слишком отвлекаемся. В это время у нас козел идет к третьему. Ему падает большая бутылка маны, которую бы не трон сразу пропил бы. Не-не, сейчас не надо. Ну, да, ладно, сейчас-то точно. У нас достроилась база. На ее надо как-то ставить. У нас делается первой лорницей, и Нечи Блэйсинг делается. Но нам бы сюда забежать разок, да? Надо-надо, кипером уже туда нестись. Выдвигаться. Пошла персоналочка. Хорош. Чуть-чуть ускорил, но не сильно, на самом деле. Можно было... Он отменит. Он отменит. Не, конечно, отменит, да. ДК в это время смотрят? Да, пока все четко. Сейчас дерево достроится. Ну, ты что, ты меняешь-то, Вася? А он, видимо, и то, и то успеет. Да нифига. Сейчас тут пять околитов как начнут починку. Проблема, что нет пятерых. Да, кстати. Вот я бы никогда так не сделал. А он лишь убил Зигура. Угу. Вот он, Моноберна, 22. Савчик. 21. Да, сперн занимается. Ну, в общем, АТ-3 идет у андеда. А, он Т-2 заказал. Дожди, не понял. Т-2? А, нет, Т-3. Т-3, Т-150. Ну, да, такое, конечно. Экспант у него вообще-то даже близко не встал. Тут уже крепится. Надо где мы как-то возвращаться на ставку, передать их. Хотя там еще каудаун. Ну, такое. А, пошел даже через телепорт? Вот, хорошее решение. Только. Не трогательно. Ну, а что он этим добился, кроме артефакта? Да, ничего. Ну, решение смелое. О, вот это уже может быть проблема. Да, есть став. Через секунду. Но там только-только откатился каудаун. Если б там было еще 2 секунды, то можно было и... Только Диму не подставляй. Дима в опасной игре играет. О-о-о-о. 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 Наверняка в процессе. И недоконтроль. Видишь, такой мелкий тоже есть. Да, это арча, но бесполезно. Арчи должны умирать на этой стаде. О-о-о. Смотри, какая охота. Идет. Класс. Вот Соник так не умеет. Такой тебе смех злой. В это время протектор делаем для того, чтобы лучше контролировать появление XPAP. Потому что это по сути единственное, что... Даже 27 длимита просто. Ну, я бы не стал расслабляться, если честно. Нет, уже можно. Уже можно? Нет, здесь вот уже не выиграть, все. Ну, серьезно. Все, фиксируем. На этой стадии я уже считаю, что у меня все. Фривин надо просто надежно сыграть. Армию бибрака атакуют. Покрепиться. Шмотками закупиться. Выйти из лени-то нормально. И все. Не рисковать. Демон там скоро подъедет. Считаю же всем. Ну, такое. Сейчас. Фик. Ну, а что делать? Нейтралов много. Ждать, что ли? Смотреть на них. Ну, да. О! Хотя, блин. Не, нормально. Нормально. Да, пока стадия ранняя. Шесть агилы очень хорошо зайдет. Что, это же победка? Жеба-бедка. Надо выходить. А теперь сейчас 2-2 будет. У меня флэшбеки капец. А-а-а. И Люци вот во всех 2 на 2 до этого. Он вытаскивал. Димк третий. Ну, кого сегодня только вытаскиваем. Армию игрока атакуют. Протектор контролирует. Еще попутно убивает. Опа! Это заявочка. Ну, это чтобы починить некрополя. А зачем тебе некрополь здесь? Ну, это 10 лимита. Или починить и продать. Это слишком хитрая схема. Кажется, на этом не заработать. Зачем ты эту фигню? Вот эта точка, которую я вообще никогда не креплю. Просто бесполезная. Можно было красную забрать. Красную, да, забрать. Ну, Огра бы точно забрал. Там шмотка хорошая. Много экспы. Зачем эти гновы? Они еще и ядом пулькают. Подходит еще один накалит здесь. Что за идея фиг с убить этот некрополь? Не могу понять. Он хочет убить, а потом четырьмя виспами всю землю задиспелить, чтобы нельзя было строить пушки там. Вот не качается. Надо крепиться. Да. Нарезал через магазин. Ну, проверил, нет ли экспанда там. Он пошел ловить на андедовскую красную. Не диспелить виспа. Лучше б сам прокрепился. Да. Ну, кипером поджимает. Харасит, а демон пускай качает себе до пятого. Мест еще для клиппинга полно. Опять нет сручного телепортика, чтобы вернуть сюда. Угу. Что делать будем? Надо покупать. Армию игроков. Не, я тут глобально. Ты два, ладно. Ты два, ладно. Это вопрос. Это плохо. Если он дедов станет экс, то будет печально. Да это же победка была, Фоги. Ну, шо такое? Ну, вот, мы ж с тебя потом спросим за это самое. А я с Фоги. Ха-ха-ха. Кипа, бедная. А, ну вот, купил ставчик. Молодец. Продать когти нафиг. Ну, тут, блин, зачем кольцо продал? Лучше б когти продал. Кольцо защищает, а когти нет. Все равно демон не уедет. Ну, мы ж продавят. О, сейчас хороший крипиджек можно сделать. Не уронер. Сетка, сетка. Давай, 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 давай. Алло, у тебя что-то ультрострение есть. Может, забыл? Может, забыл. Просветка. Моноберн хороший. Димка ловит. Ну, Димка затарен хорошо. Нормально. У него инвул, у него возвращение на базу, купон. Инвул пошел, чтобы не было... Нормально, можно. Да. О, хороший. Моноберн, моноберн, моноберн. Я же говорю, победка. Ну, моноберн. Пять победил. Тут козла сейчас буду тыкать. Ну, нет, конечно, там не надо тыкать. Последний берн нужно сделать. И все, и шахты тут уже можно отбивать спокойно. Берн тыку? Пожалуйста. Сейчас койл прилетит. Пожалуйста. Ну что такое? Я не знаю. Есть! 2-2. 2-2. Говори уже победкой. Победкой. Как там Фогич? Фогич, кажется, усыхает на глазах. Становится все меньше и меньше. Скилл уходит. Ну, нормально. Главное, чтобы осталось. Осталось на последнюю, на решающем. Но самая большая проблема – это карта. Какая слава? Сейчас либо ТР, либо ТС. Две отвратительные, ужасные карты. Так почему? На ТС Фоги нормально играет, нет? Ну, вообще-то посмотрим. Скорее всего, это ТС и будет. Вот он думает, как Варденом крепится. Понимаешь, это может быть как легкая игра, где он все разведет, все четко сделает, так и где он там где-нибудь Варден сдохнет или Undead придет пушить, и он не сможет отбиться. Таких игр было полно. Так что это очень-очень опасненько. Давайте пока рассмотрим стулья игроков. Да, подожди, я сейчас про это самое. Ты что, это Фоги гитарянец? Нет. Ой, прости, 2-2, 2-2. Да. О, смотри, там этот человек важное мнение рассказал. Что, что, что? ТС Уды ветили, когда она в пуле была. Лол. Ты говори, иди погуляй. Б5. Последняя ластецкая. Ну, там потом еще коротенькие интервьюшечки у нас будут. Да, надо болеть за Фоге Че. Мы болели также за Нитрона, 2-2. У меня флешбек сейчас начинается. Жестко, жестко. Луцифер, смотрите, какой опасный. Да. Говядиноторианец. Люци выпил из Гоги все соки, весь мунджус. Кунжут. Он любит приходить, знаешь, и это самое. Мне нравится, как он добавляет всегда в конце лол или там короче. Так, а если Фоге побрить на вас, он будет популярен, как Юрий? Популярен, как я? То есть он, типа, побрится и потеряет часть ультуре. О, это Мазуни. Эй, лучшая карта для Фогичи. Или она не выбрана просто? Она... Блин, а было бы неплохо. Даже Император черкает против Фоги Амазонии. Да. Фоги превращается в Йоду. Похож, кстати. Кажется, дотер там снова попытался что-то скачать. Просел коннект. Друзья, мы... На самые-самые, что ни на есть, финишный прямой. Это финал РЦГ. Выбрали Амазонию. Владивосток. Неужели они так дочеркались? Вот почему Люция собака черкает с ним плохие карты, а со мной хорошие? Наоборот. Это ёбаный рот! Жаско. Но это в микрофоне. А Геншин Пак? Нифига себе. Так забавно смотреть в камеру и слышать крики из зала, как будет на него отдельный випро из кровати. Это странно. Ваш кролик дниел. Позитивная картинка. Да, давай. Какая позитивная картинка? Вот! Е-е-ей! Люция здесь веселая, Фоги пока еще тоже. Шома говорит, слушай, а ловко ты придумал уронить YouTube, чтобы я перешел на ГГ, даже приложение скачал. Кстати, оно топ. Говорящая картинка. Да, добро пожаловать на ГГ. Добро пожаловать. Это... А кто там сидит? Это там кто-то писал? Это я придумал. А сейчас... Кошибчарный не надо. Или ноги. Так, ну что происходит? Мы ждем Люцифера. Он пошел перекуривать. И, видимо, в этот раз... Ну вот он, вот он, Люцифер. Может, заснул? Собакен даже ушел с кровати. Ну вот это в детском случае представляет. На шкафу? Да. Что, что, что с ней не так? Ну она висит там. Просто висит. Просто геометрически представляет. А-а-а. Все увидел, о чем речь. Собак на месте. А где собак? Ну вот. Это собак? Я думаю, это подушка. Опа! Это кто такой? Это не собак. Помнишь, каким он худым был? Я в прошлый раз, ну, в прошлой жизни видел в 2006-м, и вот он был тогда прям худой-худой. Как Фогги. Расческа? А зачем? Смотри Фогги, как медитирует. Ему не нужна расческа, ему вообще ничего не нужно. Ему нужно сосредоточиться и... Если бы у нас была панелька, мы бы смогли... А, это она. Там играет музыка из варика, не поможет. Там дотера орут. Ну, выяснили, что это не обязательно дотера. Там орать могут. Фогги? Он-то разводит виспов. Остается загадка. Так, все, разговариваю. Блин, такая напряга. Разница между первым и вторым-то там хорошая. Сколько тысяч? Девяносто, наверное, сто? Сто девяносто и девяносто... Ну, может там... Ё-моё... Ну, короче, разница большая, да? Одна карта, столько сарей, здрасте. Угу. Блин, ты мог в Мирорик отмыть. Ну, я была одна карта, сорок. Как пинг? О, не факт, что они выбрали правильный этот. А что-то крейсерокий, не могу понять. А чекни дискорд. О, я сейчас чекну дискорд. А-а-а-а. Ну, нужно подбросить монету для определения хоста. Давай, короче, мы подбрасываем монетку. Я Орел, а... Не-не-не, нормально. Я Орел, а этот Решка. Давай. Камера крупная. Погнали. Кто выиграет? Если я выиграю, это Орел. Ты просто могу? Да-да-да. Если я выиграю, это Орел... Орел. Не-не важно. Главное, Орел, Решка. Давай. Орел, Решка. Раз, два, три. Ах ты с... Решка, короче. Как будто это что-то решило. А, ему не показали это. Давай, не считается. Давай. Раз, два, три. Что это такое? Это удушение Скайуокера. Раз, два, три. А, изи. Орел. Все, Орел. Замашнили Орла. Что бы это ни значило. Продолжает медитировать. Орел я напишу. Орел. Я знаю про букву Ё. Эй, а почему? А, потому что по интеру переключается сцена. А матчи по Старкрафту... Краб пишет. Клешня. Это Краб. По Старкрафту, к сожалению, не будет турнира. Его перенесли. Как раз из-за... Офиги обновления качаются. Он загружает пачку новых страт. Придет все равно, козел с Демонхантером, как бы, там... Вариантов никаких больше. Там, прикинь, еще вирусы подгружаются какие-то, типа, отдать героя, там... Не прожать инвал... Да, он говорит, что Татлан, загружите меня программу, ты меня контролируешь. Да, да, да. И такой, застревает на респе, через алтарь Мунвейл, там... Или барак теряет на криппинге. Ну, всякие бывают проблемы. А, это не нам. Это East or Central. Только что, Орла? Там, как раз, вот меняем хосты... Да, да, да. Нормально, нормально. Все, все хорошо. Блин, жаль, там Артосис планировал... Я думаю, Арктонсис... Арктонсис планировал приехать. Артосис планировал приехать. Да, конечно, жалко. Вся эта тема с пандемией, она сильно... По... Это самое... Ударила по... На Теренаси не будет играть решающий. Но это лучше, чем ТР или нет? Ну, получше. Фот, как там, может, Артенко разводить хорошо. Он играет на Теренаси. Ну, я слышал это самое, что эту карту вообще андеды нормально не черкают. Лол. Ну, нет, так нет. Ну, что, решающая игра на Тессе. Счет 2-2. На кону 100 тысяч рублей. Разница между первым и вторым местом. Так-то 190 и 100. Как минимум. И... Звание чемпиона. РЦГ. 2021. Да, конечно, Варьку будет наградать, да? Да, 100% Варька. Какие проблемы? Причем у него будут еще какие-то, наверное, психованные маршруты. А, это он против Уманов, психованные маршруты. Так-то он... Ну, это не психованные. Нет, я имею в виду вот это вот, когда он ставит. Это нормально. Это так уже играют. Да? Года два. Ну, хотя на эту карту уже никто не играет, поэтому это проблема. То есть все подзабыли. Даже Фоги хоть на этой карте много играл, но это было давно. То есть он может подзабыть какой-то нюанс, там, тайминг определенный или маршрутик, там, какой-то, который раньше ему помогал. И будет печально. А если Люци будет как против меня просто стоять, ждать экспанд, то как бы тоже непонятно. Мы посмотрим. Но это будет Варден на 100%. А почему ты чрезказал и решил здесь сыграть? Я не умею играть Варденка. Я мог попробовать, но ставить на решающей игре не решился. Я очень долго думал, сидел, думал, какого же героя взять. Решил все-таки отказаться от Варденки. Потом думал между Демоном и Кипером. Хочу взять Кипера все-таки. Не знаю, у меня вроде все было. Кроме того, что я поздно из лимита вышел и пришлось поджиматься. Ну ладно. Так. Второй барак будет интереснее или нет? У OneDead имиджера? Не, у OneDead имиджера. А, у Elfa? Да. Где-то на криппинге. Ну, уже нет. Уже OneDead заказал. Разведка, вспомнил, на этой карте такая. Ты приезжаешь, видишь непонятно что, сразу получаешь коилу и... Армию от игрока атакуют. Ну, понеслась. Надеюсь, не будет добиваний бараком. Надеюсь, будут нормальные артефакты. Что криппинг пошел. Так, покажи, покажи, что там с Варденкой. Да, она-то справится еще. Мощные зелиманы. Ну, вообще топ. Только надо взять его. Хорошо. А, и сразу. Два барака хантреса не застройками какими-то. Можно попробовать, но может получиться против меня, что он ставит эти, но сам слячит. А ты уже два барака хантрес холдом, все вот это вот, и развитие затягивается. Варя хорошо прыгнула. Хотя, что делать? Ну, вот то, что мана у нее есть. Хотя он ножи... Можно под... Да. Это хуже, чем если он взял клинок. Ножи сейчас нужно сделать. Молодец. Ну, учитывая то, что есть тролль, и... Ну, учитывая то, что он может сделать. А, нет, лес. Армию игрока атакуют. Интересно, прям собирается... Да. Как-то глупо. А... Вот это хорошее решение. Заказать X пораньше и уже дальше играть. Это правильно. То есть он понимает, что здесь может... Хоро... Ну, точно, да. Потом отойдет, прокачает варденку, даже выйти, на магазине и сюда, и все. Ну, лица тоже ровненько так отконтраливает. Но... Ну, он очень много времени потерял. У них и леса. Угу. Сколько у него леса. Да. На базу точно не хватит в ближайшее время. Телепорт причем, видишь? Опять же, чтобы убить. Для темпа, для темпа. Ну, он может успеть, да. О, у меня микрофон горит, да, все горит. Да? Да. Горит, троит. Да нет, горит. Раз, раз, раз. Еще. Проверка, проверка. Буру, буру, буру. Да вроде работает еще. Работает? Да, ну, мигает. Но на самом деле там может уже... А, к носу микрофон, ты далеко. Я, видимо, опять его начал съедать. Так, ну, нерубка-то уже все. И потрачена бутылка маны большая. Без... И нет третьего уровня. То есть, может быть, было лучше вернуться, прокрепить вот эту точку, а потом уже прилететь, харасить рабов, например. О! А, нет. Все равно вот это... Нет. Под окружение попадешь и все. Да, тяжело, тяжело. Там блинки есть, но все равно могут тебе подъесть. Ну, да, он большой и маны много стоит. Угу. Чем, ботинки, что ли? Ботинки. Варя полетела. Ну, выбор сомнительный, конечно. Можно было раньше сделать третью и сохранить бутылку. Угу. И т.п. Армию игрока атакуют. Скоро придется все равно возвращаться, скорее всего. А, а что по Т, что? Ну, нормально. Нормально, нормально. И тут еще ДК только второго уровня. О! А тут, да, тут уже вторая... Нет, не рубки нет. Да, и без блинка. То есть, у него получается на три пшика. Вообще хорошо. Уууу. Да, ему здесь сейчас добыча проблемы. Пока там строится шахта, здесь не добывает. Он вынужден подстраивать рабов. Тебя не заказывается. Короче, да, все. Все, что, 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 нет. Что там? Хорош. Ну и в это время он еще, да, это самое, да, доедает. Ну, скорее всего, сейчас портанет. Сейчас как-то... Ну, там можно еще одного убить. Ну, не пора, армию игрока атакуют. Уже, да. Один удар? А, уже все. Ай! Ну, стам, стам. Ну, хотел Акалит убить. Да, отлично. Ну, отлично залетел. Да, все круто. Не хочется сглазить, конечно, потому что телепорта нет, все может еще... Не, ну, пока-то все хорошо. Понятно, что он может где-то и отдаться, но... Так, ну, а дальше мы крепим Вардена и продолжаем Харас, получается? Мы в соло Вардена будем играть? Ну, до пятого точно соло, а там вот... Ну, некоторые любят панду брать. По мне так можно... Хотя, в Фоге, по-моему, сколько играл, всегда в соло играл. Ставил все базы и разводил, разводил, разводил сам, там, имея пять баз. Четыре. Так, ну, здесь особо нет, наверное... Хотя нет, начинает гонять гулей. Маны есть, решил. Имеет это смысл или нет? Да, да. Он же был в рабов залететь. Что, двух красных увел? Варя еще два удара нанесла. Там не рубка. Да. И сейчас уже непонятно, стоит или не стоит. Второй барак для криппинга. Скелет проверяет. Это уже можно, мне кажется, экспант еще один заказывать. Здесь? Хотя сначала лоры, наверное... Армию игрока так... Лоры уже есть, деньги тоже есть. Ну, почти. Че там Варденка? Варденка мутит воду. Ману не тратит пока. Панды все-таки. Да, смотри, короче, шо Панды. Или виз просто... Да, такой отступает к таверне. Это что у нас, скелет? Откружили его. Да, ну, его окружили, он пшикнул, выблинкнулся. Угу. Ну, так, время теряет, на самом деле, не крепится. Армию игрока так... Центр-шедера взял, отманил, вон, бежит точкой. Еле-еле. Ну, да. Ну, это не знаю, не знаю. Андет не может сейчас вот таким составом качать крупные точки толком. А эльф может. И он мог что-нибудь прокачать пока Варденку еще до четвертого с половиной хотя бы. А то сейчас она даже не четвертая. Ну, ладно. Ну, тут тут Харас. Ну, что такое? Ничего не убить. Угу. Армию игрока атакуют. А там Гарги будут? Да, Гарги будут. Ну, не знаю. Похоже, что Гарги. Похоже. Тогда еще один фрик нужен на экспандер. Когда еще один. Да, вот это плохо, кстати. Ну, 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 да, кстати. А Фогги у нас любители, мой ряд, фигачить против Гарг. На этой карте просто будет проблема. Да, их может быть очень много. Очень-очень много. Ну, ладно, Пахарана. О, минус гулька. Да уже тут, на самом деле, кокотно гули. Армию игрока атакуют. Эй, ну че? Ну, а что делать? Вот мы знаем, что там... Еще один экс и масс арчей. Масс арчей? Ну, с медведями. То есть медведи, триады и арчи. Арчи конкретно гарг. Я не знаю, почему Фогги это не используют. Ну, от леча опять зависишь. Да нет, пофиг на леча. Ну, а что, лично леча кидает нового. Ты юзаешь один свиток, и у него пол армии умирает. Там вся гарг выцепляет. Армия ухажает. Очень-очень большой ДПС в арчей. Поддамажил. А, сударик и не успел, он дед бежит. Так было бы, что-то четвертую раниму. Ну, пока что-то вообще хорошо, панда. Ну, панда, да, но варден до сих пор. Ей бы пятый быть. А. Не, серьезно. То есть надо... Ну, ладно, ладно. Да, окей. Может, все ок. ХЗ. В бараке ходит, все крепится, а у андеды нет. Нормально. Андед, считай, теряет время с этой варденкой, пока панда качается. Нормально. Сейчас зарядит. И пойдет инициатива от гарк. Харас, залеты. Он еще шредер... А, нет, он очинил шредер. Протектора нет, кстати. А, он не помогает. Там гарк такое количество будет, что они просто сносят все. А, нет, не смотря на протектор. Какие артефакты, смотри, классно. Ага. Ну, иногда на этой карте хочется эти варды хилинга найти, чтобы крикаться без перерыва. Ну, все, наверх, вместе с варденкой 4, 4, 9. Ну, андед, видишь, все в правую сторону заберет сейчас. То есть, получается, что тут барак, там, сверху он ничего не дал. Вот, что за забегание у нас такое? Непонятно, что-то. Хочет дунуть и уйти, ну, не знаю. Ну, он хочет запрыгнуть, видимо, варденкой и дунуть пандой, и убить всех околитов. А, ну да, что там панда как зовут? Маша Буйный Портер, ну, это классик. Минус все околиты. Ну, да, вот, что-то я бы не подумал, что с варденкой это хорошо. А так панда соло кажется странным выбором. И при этом, смотри, еще, если удастся, ай-яй-яй-яй-яй, опа, увидел. Понимаешь, если он будет тут драться, то у него умерят шаги. Капец, вот это неплохой выбор, реально. Третья панда и все, я считаю, околитов за один залп. Так тут минус шахты в любом случае. Вообще какая-то жесть. И при этом еще крепишься. И он понимает, что лучше, как бы, я пойду здесь помешаю прокрепиться. Короче, я теперь понимаю, почему варденка прикольная на этой картине. О-о-о-о-о-о-о. Ну все, осталось отбиться. Да, там нападать нечем. Типа варден панда это... И 45 лимита на 60. Это нон-стоп АОЕ. И там... И мана плюс, и выдувает зигураты. Скоро сыплайблог будет. Слушай, ну, это жорстка минус 3 зига, минус 5 околитов. Минус шахта. Это победка. Это победка, похоже. Это похоже победка. Пахнет победкой. Армию игрока атакуют. Саундснак победка. Саундснак победка. Можно на футболках пижанать. Блин, это круто звучит. Так, главное сейчас не лезть сильно. Можно, кстати, даже третью ставить. Уже все, что угодно нужно делать. Можно не рисковать, дряд нафигачить, 80 лимита, и все. А потом уже ставить. Смотри, какая хитрая варден. Ой-ой-ой. Смайс лайк победка. Армию игрока атакуют. А панда там укрепится. Да, хорошо помедитировал. Улетел. Панда крепится, да, медведи, тролли. У панда еще большая, большой камень. Кайпой с великаны, четвертый уровень. Он пассивочку возьмет, да, здесь? Да не, зачем? Город в осаде. Что он делает? Я не знаю. Он миссис Варден, что ли, залепит? Не, не, Варден на мейне. А он тут просто дуть будет. Класс. Панда будет дуть. Дуть будет панда. Персоналка. Такая бесящая штука. Ну и все, пошла третья база. Ну и тут, да, пиши, пропало. 70 лимита на 49, да ладно. Но было близко? Было очень близко. Надо сейчас, главное, не это самое, не отдаться где-нибудь пару-тройку раз. Да нет, тяжело. Тяжело отдаться? Ну, герой слишком мощный. Там раз-два каст, и уже надо свиток пить. А денег нет, и у тебя все едет на базах там. Не успеешь на убивать там. Придется подкрепа, все время бежит. То есть тут я бы сказал, что уже вообще нереально. Слишком уже... 4-4, меняет артефакты. Венец благородства вместо перчаток, правильный выбор. Там дестройеры, экономика в попе. 51 лимит на 74. Ну, что, ломиться... Можно ей, в общем-то, напасть, почему нет? Можно, можно. 80 лимита, и экспант строится, все четко. Апгрейды надо делать, продолжать. Т-3 заказано, наверное. Или уже есть. А, армию игрока. Да, можно просто нападать, все, и разменивать. Дирижабль, так... Чик, чик, чик. Все, спрятал. Все, не добываем. Ладно, просто в хайд, и стою, не ждем. О, он ждет развода с другой стороны. Это грамотно, конечно. По крайней мере, пока шахта не достроилась, лучше не лезть туда. Черт, ничего не сделать. И панда тут рядышком, такие... Да, все-таки я беру свои силы обратно. Карта хорошая, просто я не знал, как играть. Нормальная карта. Не то, что ТР. Но ТР можно черкнуть, считай. Один где-то есть. Смотри, а околиты в этом зипелине не считаются, что они на проклятой земле. Угу, да, вижу. Ну, как бы, да, летают. Панда подходит. Воздушный реген минимум. Дыхание. Приходить, убивать. Все, хорошо. Вот я тоже не знаю. Надо реализовывать апгрейды, преимущество примите затаренных героев. Конечно, если подождать еще 10 минут, дать добыть всю голду, то может быть сложно. Ой, Акалит такой. Куда пришел? Зачем пришел? ТС плохая карта для меня. Видимо, для Фогги не очень. Ну что, Фогич вроде собирается. 75 лимит на 61, преимущество очень хорошее. Грейды 2-2, третий грейд на атаку по таймингу доделывается. Залетает Варя. Зачем он сделал гипогрифную? Ну, чтобы дирижабль склевать. Ага, арки. Так, сейчас главное не запутаться, кем кого ставить. Да. Да. Как же он душит, Фогги, че? Ну, это уже дизмораль пошел. Он, знаешь, из разряда не буду драться, буду душить, пока не выйдешь. Да, Фогги тут годами играл на этом ТСе. Ну да, все верно. Химеры, спрашиваю. Да не нужны теперь аншин-то вин для химеров. Спокойный химер. А, во, пожалуйста, вот зачем вы решили. Он сейчас копит капусту, а потом сразу закажет, поставит, поставит на верочку. Да. С другой стороны, блин, мог подраться 80 на 50, а будет дальше 100 на 80. Да, 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 да. Это проблема. Амшу зачем-то... А, ну, видимо, потому что слотов не хватало. Дирижабль там спал. Дышит. Да, у нас просто дышит. Что, теперь я любить на фону? Ой! Ой-ой-ой! Минус один тролль. Ну, на самом деле, четырехлимитные тролли. Это... Нет, они трехлимитные. Трехлимитные? Черт, я что-то всегда думал, что четырех. Нет, это вообще не так. Че-нибудь такие дорогие тогда, если они трехлимитные? Почему дорогие? Двести там сколько? Двести 45, да. Ну, а Огр 300 стоит. Четырехлимитные. Ну, да. Все, тебя охренели за образом. О, ты видел? Да, ну, тут, по-моему, не было шахты, он просто так взорвал. Да? Да, не видел. Черт. Надо посмотреть будет. Ну, друзья, отмотайте, если что, на карте посмотрите, есть ли красная точка или нет. Фоги выходит из лимита 82. У противника 70. Соответственно, выходит он дроздами. На самом деле, дрозды должны все склевать к чертовой бабушке. Ну, что у него денег нет, чтобы в сотку выйти. Да. Ну, какая-то игра, короче, муткая. Да. Ну, он, типа, старается сейфово сыграть. Ну, да. Прям сейфово, присейфово. Ну, 3-3 гипосы против 2-0 гарк. Под пандой, под парами, под ножами. А там есть стенд формы, интересно, у него? Не знаю. Он может завтыкать. Он же не видел гипосов. Армию игрока в рот в осаде. Блин, это душно, конечно. Тихо-тихо. Бедный андет. Не там понисть. Так, инвул. Прям все вкидывает в это. Хочет, хочет прям. Я не знаю, зачем. Это уже довольно серьезная инвестиция в... Вайн, вул, а там... Гиппогрифы сожжали. Что происходит? И он не убьет еще, скорее всего, шахту. Не, а убил. Коил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас бы новая не влетела. Ах, а вот это было... Кошмар. А, вот куда у него там деньги. Там все, протекторы, грейды 3-3. Медведи. Какой у него заказ гиппогриф? Чекни? Нормальный. Хороший, там десятка. Да, но что-то не успевает. Минус Гарга, кстати, на протекторы. Да ладно, что-то покайтить. Вот тут уже есть. Там же еще две ады. Да. Тоже никто не отменял. Да и панда скоро пятна. Ну что, погнали. 67 на 90. Правда, часть лимита... Ну куда ты без винных паров лезешь вперед, панда? Сейчас сожжут же все. Ооо, стон форма есть. Интересно, потому что стон форма теряется, а только полу-то шага. Ге-ге. Фогич чемпион! Поздравляем! Но с таким большим трудом, господи. Давайте посмотрим на Фогича. Ё-моё. У него такое выражение лица, как будто он еще серию будет впереди играть. Он не выиграл, он не занял. Нет, есть! Кулачки пошли! Кулачки пошли! Фогич красава! Просто! Не выпустили все-таки корейца. Плотным строем шли. Он прорвался через Нейтрона, потом снова прорвался через Нейтрона. Нейтрон пишет сообщение сейчас кому-то. И... Пора домой. Так ты уже все, дома. Не зря обновлялся. Так, ну что, давайте попробуем сделать интервью. Могут быть какие-то у нас с этим сложности. Сейчас, не знаю. Люци. А, хотя с Фогичем, наверное, начнем. Давайте. Так, давайте попробуем созвониться. Подождите. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так, пробуем. Гоу на интервью. О! Хэллоу. Привет. Ну что, поздравляем тебя. Сейчас будет небольшой рассинхронный интервью. Но это ничего страшного. Мы стерпим. Ничего страшного. Почему сначала было 3-0, а потом вот такая вот борьба? Марько хорошо сражался. Ну, я думал, что я смогу тоже повторить успех. Но, видишь, получился хороший финал. Да, финал получился очень хороший. Мы много нервных клеток сожгли благодаря этому хорошему финалу. Люци начал играть лучше во второй серии. Или ты все-таки начал ошибаться чаще, чем он? Ну, он начал играть лучше. Да, потому что в первой серии он играл больше рискованных стратегий. И не старался затягивать в макро, как вот в финале. Ну, конечно, он умный игрок. Он немножко подкорректировал свою игру и очень старался. Я старался тоже изо всех сил. Но у меня, как видите, не получилось в каких-то играх безошибочно сыграть. Ты смотрел... Да-да-да, я как раз... Ты смотрел игры с нейтроном наверняка. У тебя же была пауза. Ты видел, как Люци не трошу? И так, и эдак. Ну, в смысле... Ну, нейтрон хорошо играл. Нейтрон играл хорошо, говоришь. Первую серию я не смотрел, потому что я еще спал в 5 утра. У меня не было возможности посмотреть, как первая серия сложилась. Но в последней серии нейтрон играл очень хорошо. Но я вижу, что у него очень мало практики. Он говорил, что вроде не так много играл. И еще за орков играл. Да, он 30 игр за орков сыграл. Нормально он за 3 дня наиграл. Ну, я думаю, если бы он побольше поиграл против андедов, так у него все хорошо. Но типичные ошибки, такие как в какой-то игре потерять дерево, в какой-то игре протектор не построить, когда андед тебя будет пушить. Ну, это происходит либо из-за того, что человек не понимает, как играть в матчап, либо из-за того, что у него не хватает практики, чтобы реализовать эту стратегию. Я думаю, что нейтрону не хватает практики, в отличие от Майкла. Ты не подустал? Все-таки сегодня турнир, несмотря на то, что 4 человека всего лишь, но Double Elimination, B5 измотался или нет? Да, я очень хотел рассказать. Весь турнир специально выиграл, чтобы рассказать предысторию. Так, давай. Ну, все началось с того, что анонсировали этот турнир, и я такой, о-о-о, Владивосток, ну что, придется ехать. Это же за несколько месяцев этот турнир анонсировали. Вот, поэтому я уже пару месяцев готовился к этой поездке. Вот, недавно, на этой еще неделе, я уверенно, мне Круз Брайн купил билеты, билеты вышли не совсем удачные, это ночной рейс. Я в 3 часа ночи поехал в аэропорт, уверенно протянул паспорт, говорю, я еду во Владивосток, они куда, типа, зачем, тебя не пустят, я говорю, на соревнованиях по компьютерным играм. Короче, это, ну, в общем, как я узнал потом, что там появились какие-то дополнительные ограничения, о которых мы не знали. Вот, ну и что мой документ не подходит, что я временно проживаю в Беларуси, и, в общем, ну, вот эти ограничения, в общем, не дали мне возможности поехать. И проблема в том, что я зря ехал в аэропорт в 3 часа ночи, я, получается, в ту ночь не спал, поэтому такой вот был старт. Спроси, считает ли он справедливым играть, а что вы против тех, кто не пахнет в Беларуси? А, еще была смешная история, что я начал звонить Русбрейну, у меня в 3 часа ночи, я боялся, что он в Москве, и что он... А он еще поднял трубку, говорит, я говорю, это фогия, он говорит, кто, кто, я думал, что он спит, и это... Нет, он уже был здесь. Говорит, поеду в офис делать приглашение, ну, в том, как мы узнали, что это не поможет, и... Ну, и то, что турнир начинается так рано, по Москве мне пришлось откорректировать свой режим. Я каждый день ложился спать в 8 вечера, чтобы просыпаться в 6 утра. Поэтому я так вот... Я вот так вот подготовился, поэтому сегодня, когда я проснулся утром, я очень бодро себя чувствовал в игре с Хавком. Ну, не так, как человек, который там в 6 утра просыпается. То есть я очень серьезно подошел, даже к тому, что пришлось играть онлайн. Провокационный вопрос... Да, подготовка, безусловно, красава, молодец. Провокационный вопрос от Нейтрона, я его не поддерживаю. Он задает следующий вопрос. Справедливо ли играть в домашних условиях против людей, которые играют из компьютерного клуба, из другого города, из часовой зоны и так далее? Вопрос подвохом. Жизнь несправедлива. Жизнь несправедлива, понял. Короче, я думаю так. Все хотели лан-турнир, но так как не вышло, чтобы все приехали, и не только у меня не вышло, и у корейцев тоже не вышло. Русбрейн, я считаю, принял абсолютно правильное решение. То есть сделать, как организаторы VGL делали в прошлом году, когда начался ковид. То есть они сделали полу-лан, полу-офлайн-турнир. И тогда инфи, как вот нейтрон, сейчас тоже жаловался, что он сидит дома, у него получше условия. Но я думаю, что, может, есть какое-то преимущество, но скилл 90% решает, неважно. Скилла если не хватает, как быть? А если скилла не хватает, то что ты делаешь на этом турнире тогда? Приехал за морожком, как Хэппи говорит. Нет, надо. А ну, отборочные сами выигрались. Там уже такси приехало к нейтрону, поэтому мы прощаемся с Юрцом. Он все равно молодец. Скажи что-нибудь... Огий красавчик! Спасибо, ты молодец, нейтрон. Я до последнего верил, что буду играть с тобой в финал. Да, было бы на самом деле интереснее посмотреть Мирор, потому что мы насмотрелись всяких эльфов, пандетов. Если бы нейтрон в последней игре не забежал к Уду на базу и слил 300 маны, вместо того, чтобы чекать экспант, он бы выиграл. Да, да, да. Ну, такие вот... Такие... А, ты, кстати... Как он прилетит? Его же все равно не выпускают. Ну, в общем, тебя приглашают на автопати. Если у тебя есть возможность прилететь в Владивосток, ты все еще можешь успеть. В 1950-м году, когда сделаю телепорт между странами. У тебя же блинг, ты же за Варденку играешь. Нет, блинг только локально в магаз. Локально в магаз. За продуктами. Классно. Ну, ты красава. Вообще было приятно смотреть. Особенно первую серию там я вообще не волновался. Но, с другой стороны, не так интересно, потому что... Когда Люци отлетел 0-3... А, кстати, как ты думаешь, почему он решил тебя прорашить без разведки на... На ЛР, кажется. Там, где ты в Hunter School. На Амазонии. А, не, не на Амазонии. Там, где... Он играл против меня всегда. И очень часто побеждал этой стратегии. Но это было очень давно. Я уже сейчас по-другому играю. Уже намного лучше, чтобы не отлетать от таких рашей дешевых. Ну, что ж, поздравляем тебя. Себя ждет. Я не знаю, как наверняка будет доставлять кубок. Ты, наверное, видел кубок. Я тебе не могу... Я думаю, Хандруду передадут. Хандруду. Да. Как-нибудь приеду. Как будет возможно, я заберу у него тогда. Ну, и напоследок чего-нибудь расскажи. Мы там часиком болели, между прочим. Ну, я передаю всем привет. Особенно, кто ждал меня в Владивостоке. Я не приехал. Киданул всех. Простите. Надеюсь, в следующем году, если Русбрайн сделает еще турнир. И не будет таких ограничений. Я приеду. И всем пальму руку. Спасибо всем, кто смотрел стрим. Болел за меня. Вот. Ну, и, конечно же, с респекта Русбрайну. То, что не стал отменять турнир или переносить в онлайн. Все сделал вот в таком вот формате. Я считаю, что, ну, зрелищный турнир получился. И, в общем, тот, кто готовился, тот и показал результат. Все остальное — это отговорки. Давайте. Давайте начистоту. Победы, конечно, заслуженные. Безусловно. Это просто, ну, ты понимаешь. Все. Хорошего вечера. Спасибо тебе за отличные игры. Мы сейчас пойдем с Люцифером еще попробуем пообщаться напоследок. Давай. Мочи. Будем болеть. Хорошо. Всем пока. Всем счастливо. Спасибо Русбрайну за отличный турнир. Ей. Так, ну, что ж. Давайте попробуем подключить Люци. Готовьте, пожалуйста, вопросы, друзья. Я попытаюсь их по-быстрому перевести. Вроде как... Что еще раз? Да. Сейчас попробуем пообщаться. Гоу интервью. Так, сейчас интервью. What is the name of your daughter? Хорошо, сейчас будем вспоминать английский. Сейчас. И... Сейчас, подождите. Люци... Люцифер... Люцифер, кстати, нет. Вебочки. Вы видите меня? Да, дай мне секунду. Я вам принесу вонлайн. Потому что это не камера, игра, скорее всего. Вот так вот. Да. Да. Здорово. Это очень отличная перформация. Какое отличное? Какое отличное? Какое отличное? Потому что в победе, если я использую свою стратегию, то погибнет. depend on that if I go to panel so I just keep safe save save my strategy then using all of a strategy in the grand final that's all yes very smart so Neutron also managed to bring a lot of problems yeah how how do you what do you think about his performance and what's brought you to the success I saw Neutron but just the Hawk came there when he come there I think he will be very hard opponent mm-hmm not as Poggy but yeah I still think about strategy when Hawk versus neutral that I using it also so 3L 2 3 2 2 is it's also hard hard opponent yeah in this series yeah another question is about the name of your dog because yeah yeah hey I have two dogs and he's look this one is lucky 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 nice one I saw that that you have this this habits you often smoke after the game it's uh that's cause of nerves it helped you it it helps you to overcome the pressure or why do smoke oh it's just my bad habit that's all yeah maybe I should smoke less but you know if you play on that you get so much stress so you need to stay got it all the time uh I see we have a lot of guys in the chat that was actually cheering uh to to your game and to your performance and I I hope there will be a couple of questions from them uh товарищи давайте пару вопросов а то я не знаю что спрашивать вы говорите я переведу а вот there is one question do you have any upsets about that you missed an opportunity to visit Russia and have a lot of drinks with with native right with locals can you say again don't you miss didn't you miss the opportunity to visit Russia and uh have a drink have a drinks with uh what the vodka tam i hear the russian brain uh book the uh sauna yeah yeah and after party i missed out so maybe but very unlucky about uh nowadays copy the copy the situation yeah so my priorities uh got cancelled so so if i have a chance to visit russia uh with the tournament maybe i must go yeah as far as i remember you've already uh visited russia you participated in gamics long ago as far as i remember have you been have you ever been in russia before no i don't have yeah okay yeah okay uh in general do you satisfied with your performance overall the second place is uh suitable is you you are not very happy about your performance as far as i understand you you wanted to be the first one yeah yeah but second place uh okay because my goal is in this tournament minimum is third place so i think i did well so i i also happy even i lost in the grand panel uh did you uh have you seen uh special prizes uh cups i mean uh that was prepared for this tournament unfortunately i can't show you because my camera doesn't work for some reason i will try to give me a second okay okay i have found some camera that is on the table yeah uh i will try to show you this ah trophy trophy yeah the real one is the weight of this trophy is about uh three kilograms it is made of some uh some metal i don't know the name of this of this one uh unfortunately uh this is a figure of enoch and uh obviously we don't have any on the tournament but still it it will be sent to you shortly after the tournament so it's okay thank you thank you for the great performance uh and the last question uh why do you turn yeah this this question um we have been uh on our side we have a lot of old school players and old school viewers we remember you as lucifer of course one of the greatest uh undead players uh so why have you changed your nickname so we uh there is so many stories so yeah after after military service uh 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 before joe and i military service i was a uh buddha then after finish uh military service then i have some dizzy i have many many in the head problem brain problem then i i just uh choose uh become the christian christian i see go yeah i go church uh uh church every day uh every week uh 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 my family and uh church friends want to change a nickname nickname because lucifer is not stayable with the christian yeah so i see yeah we have a lot of christians too in russia so yeah it's understandable fully understandable so uh thank you for the great performance uh we will be glad to see you next time i hope you will participate some tournaments that will be organized okay okay привет спасибо thank you very much bye 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 ну что ж друзья все отличное завершение отличного турнира наши победили корейцы тоже почти победили и и в общем пора прощаться время поблагодарить всех участников всех зрителей посмотреть на трофеи поблагодарить киберспортивный фонд руссбрейна за то что такой да 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 арктонс еще за внесение михаила лисецкого короче всех 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 кто был причастен к этому мероприятию простите за технические проблемы мы соответственно зальем сейчас запись на youtube и вы сможете просто посмотреть все без каких-либо проблем но если прощаюсь приходите заходите на гудгейм замечательный сайт прекрасной комьюнити здесь вы найдете и варкрафт и много других игры отличных отличных собеседников отличных стримеров пока отстрелялись отстрелялись так и Продолжение следует...